Да, меня слышно. Ну что же, все у нас хорошо. Порядок, в общем, знаете, кто хочет выступить, прошу. У меня небольшая заготовка своя тоже есть. Я не знаю, как у нас пойдет по регламенту. Почему я вообще никаких не делал, никаких объявлений про регламент? Нет. Я не знаю, сколько желающих будет, какого объема реалистично ожидать. Я так решил, что будет мало выступающих, значит, они смогут выступить поподробнее и подольше. Будет больше желающих, значит, будет более коротко. Будем прям регламент, потом, может быть, в цикле. Как-то так. Если буквально останется там один-два человека, все остальные будут только комментарии кидать. Ну, значит, будем кидать комментарии, значит, будет обычный режим киноклуба, свободный микрофон. И у нас есть первый желающий. Анатолий, прошу. Да, всем привет. Меня слышно? Да, очень хорошо слышно. Отлично. У меня новая гарнитура. По этой тематике, сначала я хочу сказать, что у меня нет детей своих, нет походов в ЗАГС. Соответственно, я не травмирован тем же синдромом отчреждения родителя. И, возможно, это как-то более объективно поможет высказать свой взгляд на эту проблему. И уберет какой-то эмоциональный окрас, который, может быть, будет у людей, кто прошел через этот синдром ПАЗ. Ну, в целом, я не хочу отделять вообще проблему демографии. Я считаю, это часть проблемы вообще количества разводов, алиментного, то, что связано с алиментами. И эта низкая рождаемость, это все, мне кажется, следствие одной причины. То есть это психологическая незрелость и мужчин, и женщин. То есть по паспорту мы все взрослые, а внутри психологический возраст, в лучшем случае подростка, а в худшем это в зависимости от того, как родители воспитывали. Это может быть и год, и три. То есть получается, что мужчины добирают вот эту свою незрелость, могут через компьютерные игры, которые симулируют войну, там, да, это World of Tanks, например, или какие-то другие шутеры. А среди женщин популярная тема саморазвития, то есть получается, что они не развиты и добирают вот это развитие, которое они должны были тоже получить в подростковом возрасте, уже во взрослой жизни, да, после, там, 30-40 лет. Если ссылаться к психологам, то у Капранова он выделяет, допустим, этапы взросления у мужчин с семилетками, то есть цикл 7 лет. И он говорит о том, что к третьей семилетке, то есть это 21 год, уже юноша должен стать мужчина. Если говорить о женщинах, то согласно книге «Она» Роберта Джонсона, то девушка умирает, ну, мифологически, и рождается женщина, когда получает статуя жены. Получается, что двое взрослых людей, опять же, по паспорту, но абсолютно невзрослых психологически пытаются создать семью и заводят детей. И, естественно, у них, ну, это получается очень плохо. Ну, это интересно, как бы, вот из своего наблюдения, я могу заметить, что если попытаться построить распределение, да, кривую распределение, то получится, что, ну, и разбитие на сектора, там, сколько в среднем, там, детей в семье. Вот один-два ребенка, да, один сектор, второй, там, два-четыре, и третий сектор, четыре и более. И, исходя из того, что я вижу из моего окружения, что пик будет нигде 2,4, то есть, соответственно, там, где располагается естественный прирост населения. То есть, по идее, пик должен быть вот между двумя и четырьмя, а он будет где один и два, либо где четыре и более. То есть, вот я же говорю, своего окружения, то есть, обычное дело, это максимум два ребенка, либо четыре и более. То есть, у меня есть несколько семей, ну, не лично знакомых, но через, там, у кого четыре и более детей. Получается, что, ну, как бы не идет вот этот процесс, естественно, воспроизводства. И все упирается в то, что психологическая незрелость. И, как пример такой, я хотел бы привести из недавних интервью Сарвачева, когда была история, что отца судят за похищение своего ребенка. То есть, на мой взгляд, это вот пример поведения. Я считаю, что не зря. То есть, вот, можете со мной там не согласиться, но я считаю, что его правильно прижали. Я объясню, почему. Потому что, если послушать вот всю эту историю, то там, она заключается в том, что человек не видел своего ребенка полтора года, потом появился из ниоткуда, взял его и сказал, что мы поедем на море. То есть, ну, это поведение явно... Неадекватного человека. То есть, опять же, если ссылаться, как Сергей, вот вы рассказывали о том, как вы со своим сыном восстанавливали отношения. То есть, просто такое незримое присутствие. Это вот две разные стратегии, которые отличают поведение взрослого человека, да, который прочитал какую-то литературу, выработал какую-то модель поведения. И того, кто просто, как снег на голову упал, схватил своего ребенка и поехал с ним якобы на море. Ну, вот у меня все складывается именно вот в этом контексте, что незрелые люди, как мужчины, так и женщины, у них нет вот этого понимания, как вообще семья должна, ну, что это вообще такое. Во-первых, нет позитивных примеров, даже если, как бы, ну, учитывая, допустим, что хорошо взрослый человек психологически, но очень мало позитивных примеров. В большинстве своем это незрелые люди, которые просто не понимают, что они делают. И отсюда вот надо родить, вот одного родили и все, а что с этим дальше делать? Никто... Анатолий, Анатолий, учитывая, что, ну, и как бы и регламент, и все-таки тему, я, ну, я как бы понял, вы сейчас, ну, примерно 10 минут прошло, да, можете задать еще там порядка? Нет. Я хотел сказать, что вы, как бы, описываете ситуацию. Мы, в принципе, и так все знаем, можно тут ничего не описывать. Вопрос был, а сделать вы, у вас есть рецепт, вот, хотя бы в общих чертах, в самых кратких. Ну, я считаю, что этот цикл сделать тут ничего не получится, потому что надо дождаться, пока цикл завершится. Это вот просто, как бы, естественное развитие нашего общества. Это все. В смысле, а как оно завершится? Чем оно завершится? Ну, как... Надо как-то этот цикл перезапустить. Как он перезапустится? Ну, так нет, в этом вся идея, собственно. Как, допустим, цикл? Ладно, надо перезапустить. Хорошо. А как перезапустить? Обрушением благосостояния. То есть когда... Ну, за счет того, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок жил лучше, чем он, вот, и, соответственно, вот этот этап взросления, он сдвигается вперед намного. И поэтому получается, что 64-го года, когда уже не было... Я все-таки нажму в это направление. Окей, допустим, что бы это ни значило, обрушение благосостояния, а сделать чего? Вот, допустим, вы завтра, не знаю, там, президент или царь, неважно, даже лучше, чем президент, царь, который может выполнить, не знаю, там, 3-5 указов. В чем будет состоять? Ничего. Это цикл природный. Вот есть приливы, есть отливы. Ну, то есть я правильно услышал, что в итоге ваш ответ, что ничего сделать нельзя. Просто только сидеть и ждать, пока это само закончится. Да. Вот я считаю так. Ну, окей. Что ничего человек не может сделать. Интересно. Ну, окей, ладно. То есть, как бы, рецепта, в общем, нет. Рецепта у меня нет, потому что это вот как прилив и отлив. Вы можете повлиять на прилив или отлив? На то, что солнце светит, а небо голубое. Это как шутка про лечение гриппа. Типа, что если лечиться, то пройдет за неделю, а если не лечиться, то за 7 дней. Либо-либо, да? Да. Окей, ладно. На этом достаточно. Так. Дальше у нас был Александр. Прошу. Здравствуйте. Все слышно меня, да? Да, слышно, Александр. Ваш рецепт. Рецепт номер два. Ну, я не про рецепты хотел сказать. Я про рецепты, может, потом выскажусь. Но мы что обсуждаем? Мы обсуждаем какие-то личные человека, проблемы или проблемы государства. Или страны, соответственно. Если мы обсуждаем проблемы страны, то надо понять... Нет, естественно, тут я, если я не точно выразился, то я тогда уточню, что, естественно, мы когда говорим про демографическую проблему, это не проблема одного человека или даже проблема семьи или области. Речь идет про проблему страны, масштаба страны. Ну, можно, допустим, ограничиться, не знаю, там, бывшим РСФСР, если так удобно. Ну, если мы говорим про масштабы страны и в этой ключе, то мы должны сначала понимать, куда наше правительство и государство какую-нибудь политику проводит и что оно вообще хочет от общества, и как оно двигается. Потому что если у государства есть заинтересованность, соответственно, чтобы ее население росло, то она и соответствующие меры пытается принимать. Нет, нет, вопрос. Сэкономим время. Мы про правительство, про нынешнее, опять же, все знаем. Я думаю, мы ничего нового сегодня про правительство не скажем. Считаем сегодня, что правительство – это мы. Тот, кто выходит в микрофон, он и есть правительство. Причем даже не один человек, и не два, а вообще все, ну или там, большая часть. И он решил исправить демографию в стране. И он делает что? Ну, а вопрос, зачем ее исправлять? Вот, как бы, в нынешней ситуации ее смысла нет правителям исправлять. Их все устраивает, что есть. Как бы, отсюда все мы начинаем плясать. То есть, какую мы хотим модель страны развития отсюда. Нет, 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 минуточку. Их-то оно, может быть, и устраивает. Их даже может устроить, что вообще тут ноль останется. Но нас это устраивает. Вот мы, я говорю, сегодня правительство – мы. Все, кто здесь собрался, он правительство. Вот человек, который микрофон взял, он правительство. Ну, в принципе, я тоже пойму, если я там. Ну, первый спикер сказал, что ничего менять не надо, оно само пройдет или не пройдет. Типа, как динозавр. Либо встретим, либо нет. Сейчас мнение звучит, я слышу такое, типа, что, как бы, я не пойму, это означает, ничего сделать нельзя или что? Или не надо делать? То есть, типа, наоборот, пусть оно все катится. Нет, я просто хочу сказать к тому, что это все зависит от курса правительства. Какие цели ставит правительство, соответственно… Да я понимаю, но мы и ставим цель сегодня, вот сегодняшнее свидание, цель – поднять демографию. Это уже, как бы, ну, дано. Как? Вопрос как? Что надо сделать? Вот, ну, а может, вариант быть, вообще ее не стоит поднимать? Если, допустим, какой-то буддист придет к власти, он скажет, зачем лишнее страдание плодить? Да нет, причем тут буддист. Я же не про буддиста спрашиваю, и не про Путина, и не про кого вообще, и не про Алену Попову. Я про нас спрашиваю. Вот нас, кто-то из нас пришел. И, ну, в принципе, я тоже пойму, если человек скажет, что, а я не хочу исправлять демографию, не считаю, что тут есть чего-то, что можно исправлять. Ну, как бы, тогда на нет, как бы, и суда нет, понятно. Но все-таки, если мы хотим ее решить, если мы хотим достигнуть устойчивого воспроизводства хотя бы, тихо с ним, с переростом. Тогда вопрос возникает, зачем ее? Это, как бы, зачем общество? Как общество должно развиваться? Поэтому вот надо сначала, я думаю, то выступать будет, как бы, свое видение развития общества выдавать, а уже потом из этого строить выводы. Нужно ли демографию поднимать или как? Не нужно. Вот так вот. Ладно, все у меня пока. То есть я, так сказать, такую реплику вот сделал. Ну, к сожалению, вынужден констатировать, что второй спикер, в общем, тоже как-то с реформами. Где золотая рыбка? Где волшебная палочка? Я не слышу золотых палочек. Так, Андрей, прошу. Добрый день, всех приветствую. Так, меня слышно? Да, очень хорошо слышно. Так, я первый раз выступаю на подобного рода собраниях, так что я несколько волнуюсь, так что если чего-то буду невнятно говорить, прошу меня извинить. Значит, по поводу незрелости психологической вот этого всего я вообще не согласен. Проблема-то с демографией, она именно происходит из-за перехода от традиционного общества к индустриальному и к постиндустриальному. Поэтому, как это можно вот быстро решить, если бы вот я был правителем? Ну что, пенсию отменить. Отменяем пенсию. Люди больше стимулированы к деторождению, чтобы дети их обеспечивали. Второй пункт. Запретить высшее и полное среднее образование для женщин, чтобы не больше девяти классов. Как вот в классическом традиционном обществе. Запретить работу для женщин, большинство работ, чтобы, собственно, женщина была мотивирована к выполнению, как сказать, традиционной роли в семье. То есть, выйти замуж, родить детей. Ну, естественно, отменить алименты. Собственно, дети при разводе остаются с мужчиной в обязательном порядке. Ну, только если уж там совсем каких-то нету больших проблем. Вот. Это, собственно, вариант решения, так сказать, с откатом к традиционному обществу. Вариант решения, так сказать, с выкручиванием до максимума именно постиндустриального общества и именно какой-то футуристический. Это просто производство детей каким-то, я не знаю, способом уже именно на государственном уровне. То есть, нанимаются какие-то массово суррогатные матери, отбираются, значит, какие-то генетически очень хорошие доноры, так сказать, генетического материала, чтобы дети были там без каких-то генетических заболеваний, умные, вообще сильные, здоровые. Вот. И просто на государственном уровне штампуются дети. То есть, задачу по производству детей берет на себя государство. Вот такие вот два метода, я вижу, диаметрально противоположные. Можно применять либо один, либо второй. Но как бы, да, звучат несколько бредово, но они, мне кажется, сработают. Вот и все. Благодарю. Ну, по поводу бредовости, мы как бы работаем сегодня, можно сказать, в режиме брейншторма даже. Ну, понятно, что у всех заготовки кто-то, наверное, думал на эту тему заранее, поэтому не совсем это все-таки брейншторм. Но в рамках брейншторма нормально, что люди выкидывают любые идеи, а потом уже их сортируют на там реалистично-нереалистично, что там можно поправить, какое тут есть рациональное зерно. Но, в общем, как бы направление, мы впервые наконец услышали вот предложение, такой пакет, как его назвать, пакет ультраконсервативного отката. Я бы даже сказал, тут что-то такое навевает отдаленно, как раз рассказ служанки, что-то в таком же духе где-то примерно так в это направление. Ну, окей, понятно, ладно. Так, у нас впервые на первом темном, по-моему, впервые на моей памяти Александра Семисловых. Ну, давайте послушаем, что Александр предложит. Прошу, Александр. Алло, здравствуйте. Как слышно? Чуть глуховато сейчас было. Как будто издалека или через подушку. Алло. Теперь лучше. Ясно. Вас понял, приветствую. Да, тема, бабская тема, демография. Ну, я так понимаю, что все прекрасно понимают, что когда заходит разговор о демографии, это тетки просто хотят денег, привилегий. Ну, это там, у них во власти, на этих запрещенных или как, возмущенных, на Эхе Москвы, какие они там опять, да? То есть, если оторваться вот от этого, да, вот просто демография, да, зачем она нужна, кому, чего, вдруг перенаселение, вдруг резко белую нацию, значит, тарицев, там, русскую нацию, людей, да, надо срочно восстановить, потому что падение. Вот, если отвлечься от всяких вот этих скукареков, да, давайте в каменный век вернемся, и вот тогда бабы захотят хлебушка и приползут к нам на полусогнутых. Это вот эти вот инцельские мечты, потому что он дальше вот одного шага не может прочитать, что, в общем-то, его, прежде чем к нему бабы приползут, да, вот у него вагинозависимость, сексобесие такое, что вот он готов цивилизацию похоронить, но что пилотка к нему приползла, да, он не может на шаг вперед прочитать, что прежде чем к нему приползет эта баба, его схарчат нахер вот банды. Банды хорошо организовывают, сильные, крепкие, которым бабы всегда давали, и тогда дадут, схарчат вон нахер, не дожидаясь никаких баб. Значит, в каменный век возвращаемся, тогда может быть, а отменяем еще при этом же, почему ты остановился на полумерия, отмени антибиотики, запрети аборты, потом вы говорите, никакого образования и пенсии, вообще учить не надо, разговаривать, пусть живет как животное. Ни разговаривать, ничего не надо, ни обречать, ни грамоте, ни письменности, ничего, просто будет такая исхода, мечтают, они же все мечтуны еще вот эти, да, про искусственную матку, так вот она, настоящая, но как функция, как человек функция, вот эти все ненавистники совка, они что готовы делать? Они готовы эксплуатировать человека человеком, ну, когда надо, как бы, когда, ну, вот, демография святое. Здесь, понимаете, два способа, да? Либо вы действительно... Александр, Александр, можно я скорректирую направление? Мы пока, давайте, не критикой предыдущих, а личные предложениями. Ну, поэтапно, да, я же отталкиваюсь от критики, что есть бред сумасшедших. Между прочим, я предлагаю вот сегодня для цели вот этой конкретной дискуссии, если вдруг у кого-то будет рецепт отменить антибиотики, да не вопрос, озвучите, главное, хотя бы, ну, озвучите, как это приведет к... Это государственная же программа, вы говорите, что если вот во власти, да, вот он Гитлер, самый главный, он же законы издает, а цель одна, поднять эту рожданность, правильно я так понял? Я правильно понял? Нет, ну, я бы не стал так говорить, что это единственная цель, это же будет глупо, да, мы же не можем жить в стране, где-то рождаемся с единственной целью. А, вот видите, как вы хитро, вот видите, как вы хитро, а это комплексная, это комплексная проблема. Ну, раз комплексная, значит, надо направление изложить, куда, ну, каким образом, окей, пусть будет комплексно. Смотрите, да, вот, значит, оголтелый, прилагаю, значит, в каменный век, чисто по нацизму, сделать из бабы функцию по деторождению, и тогда она будет рожать, как из пулемета. Можно сделать тоньше, как, в принципе, и делалось раньше, или делается в некоторых регионах, навязать религиозность, понимаете, и через нее запрет абортов, так называемые традиционные семьи, традиционные ценности с большими семьями и бесправие женщин. Ну, это все совмещенные вещи. Бесправие и чудородие, через которое она спасется. Да, обязательно изучение, ну, как, может, не учить писать, читать, но Библия должна быть обязательно. Там же есть написано, чудородие спасется. Видите? То есть под все это запрет абортов, антибиотиков, изучение Библии день и ночь. Что-то опять звук глухой стал, Александр. Особенно вот этой части, где чудородие спасется. То есть, понимаете, это проблема мировоззренческая. Ведь у вас есть казнь замечательный, когда там один демограф говорит, что в блокадном Ленинграде, слышно? Да, только как-то иногда что-то очень глухо становится. В блокадном Ленинграде, слышно, расстраиваясь, она четко выпадает на победу в Сталинградской битве. То есть, когда у человека, у него есть оптимизм будущего собственного и собственных детей, вот тогда все вот эти трудности, даже не обязательно искусно созданные кем-то там правительством или обстоятельствами, они меркнут. То есть, общий оптимизм будущего, вот что нужно создать, а не лишать образования и пенсии, понимаете? Может ли современное общество капиталистическое создать такое настроение в социуме, когда в будущее люди бы смотрели с оптимизмом свое будущее и своих детей? Может ли создать? Когда у них представление о будущем, футуризм, это no future, no future for me, no future for you. Нет будущего, нету никого будущего. Это с конца 70-х, если не раньше, понимаете? И вы хотите, чтобы в этом обществе кто-то там захотел рожать, это рожались абсолютно случайно. То есть, на самом деле, вот как проблема комплексная, повышение рождаемости, она мировоззренческая. Если в обществе будет вот такой оптимизм будущего, при четвертом индустриальном переходе, да, да, вот комфорта больше, хочется пожить для себя и все такое прочее, но если в обществе в таком будет основные ценности этого общества будут притягательны для людей всего мира, то и население всего мира будет смотреть на такую страну, как на передовую страну вообще всего человечества и захотят, так сказать, получить право на жительство в этой стране, несмотря на то, что в самой этой стране может, так сказать, рождаемость будет низкой. То есть, смотрите, у нас как бы перенаселение в мире общепланетарное, хотя под большим вопросом, как там эти китайцы и индусы считают. Смотрите, вот восточные вот эти люди, они очень хитрые. И после веков порабощения Англии и всякими опиумные войны, они просто хотят вот рыжую обезьяну, европейцев, немножко запугать своих количеством. Так что мне кажется, что вот эти все миллиарды и миллиарды индусов, не впадая в шизотерику, что им мешает взять и преувеличить свое количество, чтобы опять к ним пришли, не завоевали и считались. Просто считались из-за того, что их большого количества. Понимаете? Ну, семь с половиной миллиардов, не знаю, много, это немало, подается как много. Но если их всех можно расставить на острове Врангель на расстоянии метра друг от друга, ну, в общем-то, на самом деле немного. То есть, понимаете, здесь дело не в количестве, а вот вы, вот вся эта тема о том, что надо срочно размножаться, как животные, как вот кролики, как вот именно необходимо. Именно это показатель прогресса, показатель хорошей жизни, показатель, ну, не это показатель. В том числе, может быть, да, у человека есть радость, уверенность в завтречном дне, жилплощадь, жилье, образование, медицина, трудоустройство. Да, это внушает оптимизм и в общем и целом, когда ты не животное, не растение, у тебя есть смысл жизни, немножко подруг, не просто, значит, нагадить на нижнего, посидеть ближнего и, значит, поклониться вышестоящему, а все-таки вот человеческие качества, когда развиваются и когда они общепризнаны во всем обществе, понимаете? Когда они записаны в программе партии, свободное всестороннее развитие всех членов общества как личности. Вот это будет записано? Это было записано. Если опять это будет записано, вот тогда может быть вот этот оптимистический образ такого государства, построенный на таких началах, может быть интересен всем остальным людям планеты, в том числе и тем, кто, допустим, размножаются и будут к нам эмигрировать и попросить, значит, грин-карту, советскую грин-карту, срочно, значит, пустите меня в Советский Союз, будут кричать, а мы же будем выбирать, принимать вы их или нет. А так, да, каменный век, отменить образование, пенсии, да, либо так, либо так, либо советская власть. Я все-таки пока рецепта ни одного не услышал, честно, вот никакого направления пока не слышу. Революция, социалистическая революция, которая исключает эксплуатацию человека человеком, и когда новые ценности в обществе, вы от меня что хотите услышать? Запретить аборты? Ну, можно запретить аборты. Нет, мне сейчас в принципе все равно, я могу готов услышать. Я просто хочу напомнить про 1964 год, то есть соцреволюция сама по себе не решает эту проблему, да? Сама по себе не решает, 1964 год это контрреволюция, исключение из программы партии диктатуру пролетариата, диктатуру пролетариата они исключили, сами стали партией, номенклатуры, народ все это видел, и в будущее немножечко потускнело, несмотря на космос и спутник, и все дела, и победы. Советская власть, плюс не электрификация всей страны, а, не знаю, сухой закон. Достаточно было Горбачеву сухой закон, даже не сухой закон, а борьба с алкоголизмом продавать после двух, после двух, да, до шести, а не круглые сутки, потом с 21 года, в Америке с 21 года у нас почему-то любой может пойти накупить сигареты по паспорту, а алкоголь с какого возраста продают? Это же не знаю. То есть, понимаешь, это все точечно, это все будет точечно, но в том числе это меры не такие, что давайте запретим образование. То есть, были в советское время опыт по поднятию рождаемости, были успехи по рождаемости. Можно вот этот чудесный гравит, на который вы постоянно ссылаетесь, посмотреть. Там было плато, да, с 60-го, где-то с 60-го по 80-й там было плато, но потом был рост, где-то в район с 82-го. Там был провал, потом был короткий пик. Это было после 87-го, когда поняли, что это пиздеж, вот этот Горбачевский, и поняли, что да, люди затихарились, насторожились и перестали. А потом просто падение в пропасть до 93-го. Так вот, вот это падение в пропасть 93-го, оно было в три раза глубже, чем плато советское. А плато советское началось именно с того, что вот после смерти Сталина и 61-го года реформ вот этих Косыгинских, Либерманских, народ тоже затихарился и понял, что сейчас начнут, блин, что-то экспериментировать. А в 80-е, в начале 80-х, именно то, что умер, это как его, Горбачев хотел сказать, этот жив еще гад, Брежнев, да, то есть опять перемены, смеется руководитель, смеется вектор власти, и начался, в общем-то, рост, да, вектор роста. И за двоечку вышли, все-таки два года, но через двоечку перешагнули, через два, понимаете? Ну, потом было ясно, да, прямовая завеса. Опять пропадает звук, Александр, я хочу попробовать просуммировать, ладно, сейчас расскажем. То есть, ну, пункт первый, я понял, речь идет про возвращение к социалистическому строю, но к нему нужно что-то еще. Диктатура пролетариата – это форма патриархата, в котором мужчина, пролетарий, и его интересы – это главная ценность общества, понимаете? Диктатура пролетариата в виде советов, реальных советов, а не формальных, номинальных. Вот, диктатура пролетариата, на которую потом наматываются все остальные, значит, вот эти ценности мировоззренческие общества, которые ставятся в приоритет, и которые, они могут быть привлекательны для людей всего мира, ну, естественно, и тех людей, которые живут в нашей стране. Оптимизм будущего. Вот что главное, главный способ – оптимизм будущего. Как программа достижимая, недостижимая, футуристическая, футуристическая, это не имеет значения. Тем более, что 74 года, извините, это не 72 дня, как парижская коммуна, которая тоже вдохновила многих людей в мире, а, извините, советский период русской истории – 74 года, в общем-то, достаточно ощутимыми успехами и победами. А так, да, можно растекаться мыслью по древу сколько угодно, особенно в этом русле – запретить пенсию, образование, учить закон Божий, да, баба-человек, вообще матка, не искусственная, а живая, живая матка, да, вот, пусть рождается. Вы хотите так? Вы хотите так? Или что? Можно и так, я больше уверен, что где-то сейчас до сих пор так. То есть можно проразректировать, а можно и, пользуясь опытом прежних поколений, неудаленных, патрисфамилией, какой-нибудь средневековой, там тоже опять с этим, с антибиотиками и с подмышкой домострой, да? Зачем так далеко? Можно поближе? Только-только общий оптимизм, да, общий человеческий, мировоззренческий оптимизм может побороться эту проблему. Это проблема, понимаете? Она проблема локальная, белого человеческого. Да, да, это локальная проблема. В общем, в мировом масштабе у нас увеличение количества людей. Ну, так вот надо и распределить этих людей, если вам они как-то не нужны. Или ресурсы, трудовые ресурсы всей планеты распределять. Чего вам нужна демография-то? Писните мне. Чтоб на убой людей гнать или для чего? Ну, нет, я могу, конечно, спрогнозировать на основе опыта СССР. Да, им нужны привилегии, и, значит, она дитятком защищается. Сам главный-то что сказал? Женщина с ребенком на руках. Вы чувствуете? Это же конкретно религиозный посыл. Мадонна. Это же архетип. Баба в опасности. С ребенком на руках. То есть руки заняты, она не может ничего делать. У нее нет ни детского сада, ни яселя, ни бабушек, ни дедушек. Она не может заработать на нянечку, понимаешь? Она просто протягивает к нам с тобой. Ну, подайте мне 6500 в месяц. Ну, я же вот этот подонок-алкоголик убежал. Александр, бог с ним и с Путиным. Мы же про рецепты, про наши. Ну, потому что что делает Путин, мы и так видим 20 лет. Чего про него говорить? Мы и так все знаем. Что мы про него нового сегодня скажем? Ничего не скажем. Продолжается. Я говорю про новое. Путин, смотри, наш 19 пунктов. Видел, видел? Вот 20-й, честно, напишем. Пока у нас никто тут ничего про 19 пунктов не говорил. Так что... Так ночью с ним, как с подписанной торбой. А 19 пунктов сделаны не для демографии. Они сделаны просто для облегчения жизни. Это совсем другая задача. Сейчас мы про другое говорим. Облегчение жизни. А дети, это всегда отягощение жизни. К сожалению. Не знаю. Я как раз слышал про времена, когда это не было отягощением жизни. Так что не знаю. А сейчас с пылесосами, микроволновками и полуфабрикатами в пятерочке. Это не знаю, как можно жаловаться на это. Тем более профессии все разрешены. Ну, заработай ты на эту нянь. Пусть она сидит. Передай профессионалам. С восьми месяцев были ясны в Советском Союзе. С восьмой недели. С восьмой недели заканчивался полуход за ребенком и ясны. И профессионалы... Потому что сейчас, я не знаю, вот эта магия материнства, магия демографии, магия женского грудного молока. Да любой педиатр вам скажет. Анорексия детская. Отказываются от молока, от груди. Не хотят, а дети. Потому что они, женщины, пьют, курят. Моются всякими химикатами, не смывающимися водой. Вот мыло вот это, знаете. Руки моешь, а как будто не смылось. Так и с кожей то же самое. Ребенок отказывается от груди. Вот. Потому что экология ухудшилась, и питание ухудшилось, и молоко ухудшилось. И потому смесь, обычная смесь, хорошая, сбалансирована с микроэлементами, с белком, жиром, жиром и углеводами. И в нужных пропорциях. Ну, понятно, говорят, антитела. Но, извините, это факт. Детская анорексия. И аллергия на молоко материнское. Это стало вот реальностью в целевременной жизни. И сейчас пляски с бубном вокруг материнства молока. И что без нее, значит, вот она прикрыла. Видимо, молотился. Женщик, молотился в руках. Ну, просто слепы. Да, надо платить, платить, платить. Александр, я не понял, сейчас рецепт был, типа, ввести ясли с маленького возраста и отменить грудное вскармливание. Или нет? Это был рецепт. Это был опыт Советского Союза. Нет, сейчас это предлагается как мера по поднятию рождаемости. Ну, они жалуются на второй смене. Они на второй смене... Да пик с ним знает, на что они жалуются. Я говорю, мы сегодня, ну, царь. Просто царь. И он может сделать что-то. Что он сделает? Отменит грудное вскармливание? Да, вот облегченная смена. Я говорю, что если у нее впереди не будет оптимистического представления о своей жизни, жизни своих детей, хоть там 10 садов и, блин, 5500 там месяцев в день он будет ей платить, обещать Путину. Не, не, не буду. Не, не буду. Это должно быть решение, это было военное изъявление. Вот что либо религиозно подкрепленное, реально религиозно подкрепленное, либо по-библейски, либо вот тоже мировоззренческая вера в будущее, в светлое будущее, в собственность своих детей. И вот это рождает желание. Нет, оно там может рождать. А рецепт-то есть, как это донести, например? Как сделать, чтобы у людей был оптимизм? В обществе этот оптимизм разлит везде. Везде. У всех, никто не сомневается. Сомневающие, что переубеждают. Нет, а как разлить-то? Разлить-то как? Что значит переубеждают? В программе партии записать. Стенки ставят? Нет, нет, это только тех, кто не хочет. Кто мешает построению такой жизни. А ну, кто тут не хочет быть счастливым? Выходи по одному. Нет, 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 сам не хочет, а другим мешает. Кто не хочет, тот, значит, философский паровоз и поехал. Все, загнивающий Каталин. Кто мешает, вот тем по рукам. Ну, окей, давайте пока на этом точку с запятой поставим. Я понял, что направление, ну, куда-то, да, там, социалистическая, коммунистическая диктатура пролетариата. Да, только коммунизм. Это вот если для верунов, для православных, это разновидность. Сферы точно такой же. Но там боженьки тебе, типа, с неба обещают. А здесь ты сам делаешь с товарищами, с профсоюзами. У вас общий пользовательский средств производства. Все прибавляет, ну, и стоимость вы отправляете в общественные фонды. Через них финансируете всю свою жизнь. Что прочее, что простого. А если бюрократия начинает, значит, на себя дел, тянуть все по рукам. Для этого есть советы. Понимаете, диктатура пролетариата, она в чем выражается? В том, что интерес трудящихся, производящих блага в обществе, в приоритете. Вот и все. А то, что он чиновник, так это функция. Лень так и говорит. Уменьшить в 8-часовой рабочий день до 6-часового. И 2 часа непосредственно управления, там, в одном месте государством, в другом месте, ну, производством. Народный контроль. Это все опыт Советского Союза. Почему-то плохое, блин, переливают из пустого порожного. А про хорошее все стали забывать. Давно никогда такого не было. По потребностям, от каждого по способностям, каждому по потребностям. А если я хочу наркотики, ты что? По потребности у тебя какая? Иметь жилье. Вот тебе и выдавали жилье. Ты не мог, ты сейчас не можешь на него заработать, никогда не смог заработать. Где жизнь, надо зарабатывать? На жилье, образование. Не дай бог, какую бы эту медицину. Сейчас. А там тебе по потребности выдавали. Вот тебе и получается. Вот эта так называемая невозможность была 74 года. В разных формах. Окей, я под четвертого спикера в целом записал, в общем, социалистическое советское направление. Пока на этом давайте точку. Ну окей, даже так завершу. Комунизм. Да. Комунизм. Так, пардон. У нас дальше человек, который никак себя не назвал. Называется подчеркиванием. Я уж не знаю. Вы, наверное, лучше как-нибудь назвали бы. Да, добрый день. Добрый. Меня зовут Семен. Я не знаю, можно по поводу всяких идей, как повысить рождаемость и демографию. Я думаю, что нужно применять такие же техники, как это делают США. То, что нужно сказать, что женщины все, они феминистские. Тоже самое, примерно такие же идеи. Только мы говорим, что женщина-мать, она герой. Типа, рождает двух детей и все. Может быть, давать за эту квартиру, опять же. Тем самым мы можем, например, мужчинам, не знаю, конечно, это может звучать нехорошо, но мы можем сделать так, что людям, которые без детей, или даже имеющего одного ребенка, невыгодно жить. Лучше жить с двумя. Опять же, также, думаю, можно повысить зарплату учителей и строить больше школ и всего остального. Тем самым, как бы, вроде повышается количество детей и отдается на аутсорс воспитания. И отдается на хорошее воспитание аутсорса. Потому что многие люди не готовы рожать детей, потому что будут плохие условия жизни. Тем самым, когда мы говорим, что мать-герой, и как бы говорим, что все для нее реклама, опять же, как бы в обществе тоже. Например, опять же, по поводу тех же, например, курсов родителей. Или, возможно... Можно я сразу уточнять, что вопрос задам просто в курсе. О нынешнем коэффициенте рождаемости в США. Он там низкий, но я имел в виду, что, как бы, вопрос... Просто хотел сказать, в чем опыт-то положительный. Он положительный для того, чтобы продвигать, что женщина феминистка, она решает судьбу. И, как бы, именно сом... Как бы, все равно ведь закладывается с помощью сериалов всего, и видео, и фильмов закладывается, что женщина может все и все остальное. Вот та же пропаганда с помощью телевидения и всего остального, только образ матери героя, где рождается два ребенка. То есть семья и все остальное. Это же примерно то же самое, о чем говорят бесперестану последние лет 10, наверное, все эти самые чиновники там и комитет этот дом русский. Ну да, но я имею в виду, что это сделано подкреплением, не знаю, там, каких-нибудь вещей, что мы увеличиваем налоги для бездетных или у кого один ребенок, даем какие-нибудь, не знаю, квартиры, то есть гарантированная какая-то квартира. Конечно, да, мы будем жить, как в Китае, там, или в Гонконге, где этажов, не знаю, 50 в домах. Но за счет этого мы будем жить, как, например, в СССР, что каждому по квартире и все остальное. Мужчинам не будет выгодно жить без жен хотя бы. Мы убираем, как бы, не нужно делать социализм, потому что когда человек знает, что все хорошо, он не будет стараться что-то делать. Тем самым, как бы, у нас... Рабочая смена все так же, думаю. А по поводу Китая, мне кажется, за счет того, что говорит, что нам нужно больше детей и всего остального, мы будем, не знаю, в каком-то смысле еще, как его... Рожая больше детей, они кому не нравятся, мы едем отсюда. Но это будет распространяться, в общем-то. Я правильно услышал? То есть мужчина у нас не рожает, никаких специальных полномочий не имеет, но его облагают налогами, если у него, что, нет детей, не записано? Да, ну и женщина тоже самое, как бы, разницы нету, просто становится в том, что, как бы, если ты рожаешь двух детей или трех детей, ты мать-героиня, и все остальные, как бы, на пониженных, как бы, как сказать, женинных условиях, я не знаю, в этом государстве. А у нас просто, насколько я знаю, сейчас порядка 40% около нищеты находятся там. Нет, 20, по-моему, нищета, а 40 бедность. Они пониже, это куда просто, я просто, чтобы понимать? А, ну, это сложно сказать. Вопрос в том, что все зависит от условий. Ну, как бы, если мы будем больше делать детей и все остальное, ну, как бы, я не разбирал отдельно концепцию экономики, как к этому привести все. Больше, как идея, как сказать, увеличить рождаемость. Ну, то есть, получается, ты с того, что сейчас я услышал, опять у нас идет, значит, типа, day care, фактически, примерно то же, что Александр сказал, то есть, типа, я-ясли детские сады, налог на бездетность, и что еще, и все? Ну, еще, возможно, не знаю, теоретически можно сделать такие же, какие-нибудь грин-карты в России, из других стран. Люди будут приезжать, другие, как бы, теоретически, они будут больше работать, и, возможно, каким-то образом смешение раз. Ну, это у нас, по-моему, работает полным, полным ходом уже давно. Что-то как-то особо не помогает. Так, я записал ясли и налог на бездетность. Налог на бездетность. Что-нибудь еще? Думаю, все. Все, ну, окей, ладно. Так, Alex D, прошу. Просьба, кто отговорил, вы трубу эту руку вешайте, или тогда уже заново, тогда я просто буду по-новой записывать. Так, Alex D. Алло, да, слышно меня? Да, слышно, добрый день. Да. Ну, вот тут всем привет. Тут к вопросу, ну, буду исходить из своих, по крайней мере, позиций, как можно привести к увеличению рождения. Ну, предположим, что мы увеличиваем белое население все-таки, славянское. И, ну, первым делом, наверное, надо все-таки... понять, что мы через государство никаким образом это не сделаем. То есть само государство занимается сейчас абсолютно противоположной задачей. Уменьшает рождение, размывает белое население. То есть, условно говоря, мы убывающая сущность, и с нами пытаются распрощаться. Ну, соответственно, нужно первонаперво белому осознанному человеку, ну, как бы не единственному, а нескольким людям осознать это. Вторым пунктом, понятием, где происходит, соответственно, выработка решений всех этих. Ну, понятно, что я такую абстрактную ситуацию рассказываю. Это выработка решений, откуда, соответственно, идет все движение, ну, по снижению численности. Ну, соответственно, борьба уже в этом направлении. Как-то так. Ну, немного сумбурно первый раз, так что... На этом, наверное, пока все. Ничего. Так, а все-таки, ну, то есть рецепты конкретно, то есть, грубо говоря, там, первый указ там, или первые три указа царя. А, ну, если мы берем, что мы уже взяли как таковые, то есть мы, условно говоря, вот эта группа людей наша, которая заинтересована в этих взглядах, ну, первый указ – надо уничтожить центр выработки решений. Ну, а второе далее – это постепенная смена. Она же не будет через один указ как-то происходить. Это, соответственно, если мы меняем общественную формацию, то есть что витает в обществе, все, если мы делаем так, что у нас семья – это привилегированное положение даже для женщины, то есть через пропаганду, через все остальные институты, и, соответственно, женщины будут в эту семью стремиться. И вторым пунктом, если мы делаем, что детей должно быть там более двух, это также привилегированная часть, женщины сами этого будут требовать. Все. А дальше уже всякие корректировки, для чего эти дети нужны, сколько их надо и куда там. Экспансия белого населения, не экспансия, то есть как-то так. Ну, интересно, нет, я как бы направление понял, но все-таки осталось туманно. А как же сделать, чтобы они захотели вдруг резко все в брак, во-первых, а во-вторых, еще и начали рожать в этом браке? Нет, нет. Ну, просто-напросто, если в наших руках все рычаги управления, соответственно, реклама, они же хотят все сейчас там вот новую туфельку, новое что-то, то же самое, таким же механизмом это все приводится. То есть просто социальная реклама и все? Нет, помимо, ну это как один из пунктов, то есть нас же, условно говоря, переформатируют не только через рекламу, через рекламу, общественное мнение, изменение законов. Через все эти пункты мы же не можем измениться просто от рекламы. Мы, понятно, на какой-то период от рекламы меняемся, но потом мы осознаем, переосмысляем ее, понимаем, что она нами управляет. То есть мы ее можем все-таки вычленить. Через все институты, через все нити простого решения никогда не будет. То есть там какого-то одно рекламировать семью и все. Такого никогда не будет. Как любой аспект, то есть он, это вне зависимости, даже не обязательно сделать там большое количество детских садов, либо там еще что-то, либо там дополнительное количество школы. Это не изменит ничего. То есть эти школы, если дополнительное количество, ну что и будет приезжать, как сейчас и приезжает в эти школы, будет заселяться азиатская, этот какого, азиаты. Ну и, соответственно, все приезжие граждане. Я, честно, сам про школы вообще не понимаю. Если у нас население убывает, зачем выводить в строй новую школу? Я что-то логику не понимаю. Ну, допустим, в моем городе есть детские сады. То есть я понимаю, что происходит областной центр, но все равно убывает население. А сколько я видел, 4 детских сада, то есть происходит расширение. В каждом детском саду еще ставят блоки, достраивают на 80 мест. То есть, условно говоря, происходит увеличение. При том, что у нас постоянное падение рождаемости. То есть тоже вопрос. Значит, кого-то будут завозить. Ну окей, как бы. Из такого, из крупного я услышал все равно, грубо говоря, социальные технологии какие-то. Ну, социальные, конечно, больше не так. Чем и занимаются, каким образом сейчас и занимаются теми же социальными, технологиями. Ну, что там, дает эти 30, сколько там, 500 тысяч материнский капитал. Ну, кто-то на это является стимулом. Для кого-то еще что-то стимулом. Для более осмысленных граждан. Какое-то, может быть, гипотетическое продолжение рода. Либо еще что-то. То есть оно у каждого разное. И всегда нужно бить по всем фронтам. Через одно простое решение, там, издать указ, все рожайте. Ну, и все скажут, хорошо, и не будут этого делать. Как-то так. Ну окей, я услышал. Меня сейчас как бы смущает, что сейчас-то все это есть. Есть же и материнский капитал, и социальная реклама, и там, из каждого утюга, и так далее. Но как-то вот к решению-то это и не привело пока. Оно не приводит, потому что, ну вот на мой взгляд, потому что вот этот капитал социальной рекламы, то есть у нас идет как бы двойная логика, двойная мораль, двойные стандарты, ну как это, не знаю даже как назвать, то есть двойные технологии. То есть вот эти все вот пиар-компании, они идут для таких доверчивых, наивных граждан, для усыпления их понимания, что сейчас вот, что у нас правительство занимается увеличением количества людей, там, населения. То есть вот у нас масса программ, программа один, программа два. А параллельно, то есть неафишируемые методы, которые осуществляются, происходят с точностью наоборот. То есть завоз иммигрантов, да, заводит человек. Ну то есть я думаю, это на подсознание уже человека работает. Он видит свой там, ну город Москва, да, он видит, что белого человека-то нет. Он, видимо, в подсознании ощущает, что ему, ну как бы, не очень уже уютно становится от того. А если ему не уютно, то происходят, наверное, какие-то другие. То есть как и женщина, наверное, думает о том, что она не готова как таковой, это ее среда становится враждебной для нее средой. Ну и так же для мужчин. Ну как бы как-то так. То есть идет двойная мораль. Она, с одной стороны, через телевизор нам рассказывает о том, что мы за вас, все, вот материнский капитал, вот получите деньги, там материнство, детство, там все хорошо. А с другой стороны идут, то есть через законодательство, через еще какие-то моменты, через снижение заработной платы, ну через массу аспектов. То есть они то, что дают, отбирают вдвое. И, соответственно, человек на уровне чувств ощущает, он, возможно, осознать это не может, а в ощущениях понимает, что что-то не так, среда не подготовлена для его, так сказать, распространения его, приумножения его детей. Как-то так, я думаю. Ну, в общем, я соглашусь, просто там-то интересно как раз, а чем подготовить среду? То есть это и так понятно, что среда не дружественная, поэтому размножения нет. Ну, в целом, если так можно сформулировать. Вопрос, а как сделать дружественное? Вот, собственно, ради чего мы все... Ну, если мы, опять же, исходим из позиции, то есть это же тоже не один пункт дружественной среды. То есть все же в эту дружественную среду можно занести квартиры, все-все-все вот эти моменты. Опять же, эти квартиры, это в зависимости от того, допустим, рожаете трех детей, гипотетически, дружественная среда. То есть берем всех приезжих граждан, мы должны либо увезти, либо они у нас работают, как полагается, как они и называют, гастарбайтеры. То есть у них есть там рабочие городки, и они не осуществляют ассимилирования с гражданами другими. То есть все равно мы будем возвращаться там в какие-то начало Римской империи, то есть оттуда какие-то моменты должны быть. То есть нужно закрепить тех, кого мы хотим размножать, все-таки в привилегированное на своей земле положение. По-другому не получится. И, исходя из этого, уже перестраивать систему социальную, систему экономическую и все-все-все по пунктам. Если простой пункт, мы берем, то есть, соответственно, всех приезжих убираем, либо они приезжают, только работают, то есть они уже не ассимилируются. То есть города наши, они остаются русскими. Это такой пункт. Ну, как-то так. Ну, окей, я из такого конкретного только услышал про Мелькнуло, что-то там про жилплощадь, что-то про квартиры, но без деталей по поводу гастарбайтеров понятно тоже, все понятно. Вот на остальные, конечно, в целом очень абстрактно звучит, типа сделать дружественную среду. Ну, так это, блин, вся проблема в этом. Ну, окей, ладно, для первого цикла хватит, потом вернемся. Я, пардон, я, по-моему, пропустил, у меня шестую очередь был Алексей, вот без фамилии. Я проскочил одну строчку. Алексей. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно очень хорошо. Я вас первый раз, большое вам спасибо, вы делаете очень нужное дело. У меня это самое, три пункта касательно этого. Я живу в Израиле, и в Израиле очень высокий уровень рождаемости. А вы знаете, какой максимальный уровень рождаемости у израильских арабов? Потому что у них есть убеждение, что рожая каждого ребенка, женщина совершает джихад. Что типа арабов станет больше, они проголосуют за партию, Израиля не будет. То есть в том плане, что если бы я был правителем, я бы создал что-то типа наподобие убеждения, что Россия в кругу врагов, и нужно все больше и больше населения. И, соответственно, всячески морально и финансово это поддерживал. Второе – это безопасность среды, а именно, поясню, что я имею в виду, убрать низовую коррупцию. Именно низовую. Потому что в Израиле коррупция очень большая, но ее не видно. Почти никто не знает о том, что она есть. И складывается ощущение, что безопасно. И третье – я бы сделал, ограничил немного олигархов. То есть я вот вчера смотрел четыре из десяти самых дорогих яфт в мире российские. То есть это показательное богатство. Его быть не должно, потому что оно убирает у простого населения ощущение, что можно чего-то достичь. То есть если сделать, что, допустим, мажор попал в аварию на дорогущей машине, и показательный суд, вся страна будет аплодировать стоя. И, соответственно, может появиться желание рожать в такой стране. А поправьте, если я ошибаюсь, или, по-моему, я много раз такие данные встречал, что в Израиле рождаемость достаточно низкая. Сейчас про израильтян говорю, про самих. Но есть маленькая группа, которая называется хасиды. И у этой хасидской группы рождаемость там зашкаливает, типа, в среднем чуть ли там не 6-7-8, типа, такая цифра. Нет. Для начала, у не хасидов, а ультра-ортодоксов 12 детей, просто потому что они получают огромные пособия за каждого ребенка. И у простых израильтян, которые работают, в среднем четверо детей. И вот не так давно это было. То есть если вы посмотрите статистику, количество израильтян, евреев в мире постоянно растет. И вот буквально 3-4 года назад оно достигло периода до Второй мировой войны. То есть сейчас количество израильтян увеличилось на 6 миллионов за 70 лет. Учитывая их очень маленькое количество, это прилично. Сейчас пока за кадром загуглил. Написано, 2018 год, Израиль, фертильность 3.09. Ну, в общем, тут есть о чем подумать явно. Хотя, конечно, страна такая, ну, со специфическими условиями. Но, в общем, да, что-то у них такое работает. Ну, вот у большинства моих знакомых трое детей, и они хотят еще... Ну, в общем, я эту идею сформулировал как, типа, вокруг враги. И единственное, с чем мы можем с ним побороться, то есть это нужно продать такую идею как бы для населения. Но она сейчас очень активно продается, только она продается для другого, чтобы сократить социальные выплаты и увеличить количество денег у власть имущих. А если это чуть-чуть по-другому подать, то, я думаю, оно сработает. Понятно. Ну, окей, ладно. Тут, по крайней мере, о чем можно точно сказать, что вот по статистике, да, в Израиле, как минимум, нужно на него посмотреть. То есть что-то у них такое есть, да. Ладно, спасибо. Так, сейчас, Алексей Пак, прошу. Алексей с нами. Алло, здравствуйте, друзья. Добрый вечер, да. Мне кажется, что демография – это не есть какая-то самоцель, которую надо ставить в приоритет номер один. Демография, она показывает такой собирательный образ комплексный, который показывает благополучие в целом, вот говорили, да, благополучная среда, вследствие которой люди, семья, там, мужчины, женщины понимают решение, ржать или нет. Для меня демография носит комплексный характер, и на каждом уровне ряд причин могут как понижать, так и повышать эту рождаемость. Но ставить ее впереди паровоза – это то же самое, что ставить телегу впереди, допустим, тройки лошадей. Всегда имеются внутренние и внешние факторы. Внутренние – это, конечно, качество сознания людей, так сказать, предполагаемых родителей. И внешние – это вот эта социальная среда, это социальные условия, экономические, даже где-то юридические, которые также надо, ну, учитывать. И в целом, если по всем параметрам на каждом уровне отрабатывать и нормализовывать каждый уровень, тогда демография, она будет естественным образом расти. На внутренние аспекты могут влиять личные убеждения, идеологические, религиозные. Допустим, если где-то просадочка в этом направлении, то экономические, социальные аспекты могут как бы нивелировать и эту просадку компенсировать. Любая чрезмерность будет ввести к некой неустойчивости. Допустим, если вот у нас взять нашу ситуацию в России, где постоянно, говорят, материнский капитал, матерям зеленый свет, несомненно, материнство важно. Но, если это делать чрезмерно, без учета других аспектов, то у нас появляется, допустим, если тройка лошадей, впереди которой поставили телегу, вдруг одна лошадь справа начинает, ее начинают кормить, а среднюю и левую, типа, что они, протащат. И их как-нибудь не будут, они начнут спотыкаться. Во-первых, телега впереди стоит, это как-то нецелесообразно. Они начнут спотыкаться, начнут падать, они начнут, в принципе, избивать скорость. Так и еще потом они сдохнут и будут мертвым грузом отягощать работу вот этой рабочей лошадки, так называемой. Здесь именно надо подходить к комплексу, комплексно и гармонично. Я, наверное, в целом хотел бы вот об этом сказать, что именно гармоничная, комплексная, сбалансированная нормализация на всех уровнях, у меня такой, наверное, более концептуально-философский взгляд, может эту демографию как-то выправить. При этом надо очень четко выстроить приоритеты. Согласен с предыдущим оратором, допустим, на примере Израиля, еврейского народа. Этот народ многострадальный, был на грани исчезновения. Во все века история нам показывает, что пытались их истребить. И там на уровне как обывателя, так и на уровне государства есть понимание. Ребята, нам надо жбыжить, нам надо плодиться, размножаться и закреплять. При этом делать стараются это гармонично, начиная с какого-то социального опоощрения, каких-то идеологических, религиозных, так сказать, одобрений. И в том числе государство как внешний фактор тоже экономически это все поддерживает. Но опять-таки человеческий фактор. Вот про олигархов мне очень понравилось, как сказали. Если олигарх человек, который ограниченный и пытается набить свою машину, при этом готов своих собственных сограждан, соплеменников, использовать как расходный материал, его так гравить, воровать эти деньги, еще набивать себе карман, ну, извините, во все времена таких людей презирали, позорили, они все равно есть и есть. Поэтому согласен, коррупция, экономическая составляющая должна быть прозрачной, четкой, и за это наказывать на государственном уровне, декриминализацию в принципе вести. А вот касательно денег, которые направлены на поддержку семей, надо публично, чтобы были публичные порки. Если где-то опека своровала деньги, наказать. Если в детдоме где-то растратили не по назначению, наказать так, чтобы другим неповадно было. К сожалению, качество людей на сегодняшний день таково, что без понимания неизбежности наказания, ну, людей ничего не останавливает, там, миллиардами воруют. Ну, куда ему, там, за 2-3 поколения это не стратить? Алексей, я вынужден спросить, я правильно услышал, что, то есть, рецепт поднятия рождаемости, один из важных пунктов, это, типа, ну, в общем, запретить олигархов там или как-то их прижать? Нет, я к тому, чтобы этим олигархам уменьшили возможность вот так беспардонно... Не, ну, окей, допустим, завтра им уменьшили эту способность, и это приведет к взлету рождаемости резкого? Нет, нет, это только будет, ну, одна, там, допустим, из 38 составляющих, которые... Ну, окей, а первые три ты составляющие какие? Не 38-я, а первые три, допустим. Я бы акцент делал на том, что надо вопрос демографии оставлять именно мужчине и женщине, которые как бы вступают в союз, что это их личное дело, и им, как будущим родителям, надо создать нормальные условия. Первое, это правовые, юридические какие-то аспекты, правовое поле нормализовать. Второе, экономические, государственные следуют также не на словах, а на деле. Тот же материнский капитал можно разделить на два и сказать, нет, ребята, вот мужчина и женщина, они оба в одной упряжке тащат, поэтому должен быть материнский капитал, который состоит в 50% от текущего, и отцовский капитал, если союз устойчив, так называемая семья, либо брак, ну, мне больше по душе слово союз, тогда эти суммы будут капитала обменяться и благотворно влиять, тогда будет меньше коррупции, тогда и роли отца не будет так замолчана. У меня автоматически возникает вопрос, сейчас есть там N-ный капитал, некая сумма N, она не дает воспроизводство. Мы делим этот капитал пополам, отдаем половину мужчине, половину женщине, и рождаемость должна вырасти. Я предполагаю, что именно вот этот дисбаланс, когда я же материнство, оно во главе угла, надо исправлять. И частично, с точки зрения экономического, ну, давайте сделаем так, если, допустим, союз вместе живет, мужчина-женщина вместе решили родить ребенка, они живут вместе, через год, если они не развелись, им, допустим, половину капитала отдают, ну, по четверти каждому, через три года еще по четверти. Если они дальше живут, может, еще какой-то бонусный. Допустим, сегодня 100 условных единиц получает только же, только мать. Давайте через год после рождения ребенка она получит, допустим, 25 единиц, и отец получит 25 условных единиц. А через все годы она еще получает 25, и отец получает 25. И тогда не будет вот этого перекоса, когда только женщине дают деньги в руки, а она вроде бы и желает ребенку лучшего, но, к сожалению, практика вот этого истории материнского капитала показывает, что на демографию это в положительную сторону не влияет. Давайте как-нибудь снивелируем. Кто у нас еще такая весомая фигура в семье? Безусловно, отец. Давайте и ему тоже дадим какие-то финансовые инструменты со стороны государства. Но это не исключает того, что надо работать и в публичном пространстве. Правильно ребята сказали, я с ними абсолютно согласен. Надо популяризировать, надо социально одобряемо делать многодетные семьи. У нас об этом только говорят. Говорят, говорят, говорят. А по факту этого нет. И вы же предлагаете то же самое. Они и так говорят. И вы предлагаете говорить. Вы хотите по-другому как-то говорить? Типа не так говорить, как они говорят. Я хочу, чтобы говорили не только о материнстве. Я хочу, чтобы говорили об отцовстве. Именно где, в моем понимании, сбалансированное, взвешенное, комплексное решение проблемы, в том числе и роль отца, вот даст некий баланс. Потому что... А что роль отца, если у нас 95 на 5 дети делятся? Что роль отца? Вот, доходим до этого. Соответственно, касательно развода и дележки детей, не должно быть алиментов. Я, как мэдовец, абсолютно разделяю эту позицию. Не должно быть финансовых инструментов и возможностей для каких-то бесконтрольных финансовых обогащений. Одной стороны. Алексей, я хочу сейчас просто заострить на это внимание. Смотрите, я, например, в том числе абсолютно считаю, что да, алименты нужно отменять. Но мы сегодня говорим не про алименты, а про рождаемость. Вы уверены, что отмена алиментов приведется к росту рождаемости? Нет, честно скажу, нет. Потому что наряду с алиментным беспределом и проблемами связанными с алиментами у нас есть и другие проблемы, которые тянут нашу рождаемость вниз. У нас на сегодняшний день экономическая составляющая такова, что у нас элементарно мужчине выжить, зарабатывать приличные деньги и чувствовать себя достойно, но это единицы процентов. Насколько я помню, когда была передача и показывали дерзкого провокатора, там где заряжали где-то 100 или 150 тысяч, вот такую зарплату хотели, ну как бы в среднем, да, женщин. У нас было там написано, что у нас только 0,9% людей имеет такой доход. Соответственно, а остальная эта часть как? У меня, вот я работаю в фолдинге, да, и там есть производственная часть, плотник, столяр, он раньше имел возможность зарабатывать хорошие деньги, за два месяца он мог купить себе машину. То есть была работа, было все поставлено. А сейчас, я вот с ним в пятницу разговаривал, я в пятницу уволился, он говорит, Алексей, у меня оклад 28 тысяч. А как ему жить? Он уже пенсионер, но работающий, у него оклад 28 тысяч. О какой чести и достоинстве человека можно говорить, когда он элементарно базовые потребности не может закрыть? На фоне потребительской вот этой парадигмы, которую нам навязывают все время СМИ. Вместо того, чтобы покупать, потребляю, я бы предпочел, чтобы больше о семейных ценностях говорили. Но не как сама цель, но именно, что счастливые, самодостаточные родители, которые реализовались, не заводят ребенка, как некого питомца, а становятся родителями, когда этой паре, мужчине и женщине, есть что дать для своего ребенка. Нет, я с идеей абсолютно согласен, но все-таки не слышу, как это сделать, хотя бы первые три действия, грубо говоря, завтра утром. Царь, завтра утром, первый указ, второй указ, третий указ. Ну, давай попробую. Можно подумать. Импровизировать, импровизировать. Я хотел как раз именно на эту тему поговорить. Именно вот три указа царя, завтра утром. Юридическое поле, правовое поле, надо выравнивать права и обязанности сторон. Именно в такой связке, права и обязанности. Второе. Декриминализация. То есть не в зависимости от пола, статуса регалий, все деньги бюджетные, которые направлены на нормализацию семьи, детей, детдома, все, что связано с детством, родительством, отцовством, материнством, за это жесточайше и однозначно публично наказывать. К сожалению, без этого кнута, я думаю, наше общество не исправить. И третье. Это именно популяризация в инфополе, в СМИ. Юридическое, потом декриминализация, два, и третье, это вот социальная сфера. Ну, про рекламу, как бы все сказали, так или иначе, про право, паблик-релэйшнс, по поводу выравнивания прав. Я просто хотел, например, привести, в Скандинавии права выровняли, рождаемость у них чего-то от этого не подскочила, денег у них больше, чем у нас, намного больше, рождаемость тоже не подскочила. Социальная реклама в Дании, это самое, кто видел рекламу, это потрахайся ради страны, ради Дании, где они там отправляли, это туристическая компания рекламировала, там какая-то совместная госпрограмма была, типа, have sex for Denmark, типа того, ну, там на их языке, и пока что-то как-то, ну, у них там все флактуации в пределах 0.2, там 0.1, там проценты вот такие. Если это, естественно, их развитие, допустим, нация таким образом вырождается, значит, у них не все в порядке. Вот, возьмем давайте страны, где хорошая рождаемость, тот же Израиль, допустим, Пакистан, Индия, Малайзия, Индонезия, там у них с рождаемостью почему-то все хорошо, хотя есть как и богатые, так и средние, так и бедные страны. Ведь там люди, вот насколько я знаю, в Малайзии, в Юго-Восточной Азии, в принципе, сознание людей несколько другое, чем, допустим, наше европейское, ну, наше я хоть, я к себя к россиянам отношу. Я к слову просто уже загуглил, Индия 2.22, они на грани сейчас воспроизводства. Так, для справки. Ну, у них неплохо все равно, по сравнению с нашим, сколько у нас, 1.6, 1.7. Да, но я говорю, у них сейчас конкретно на грани воспроизводства и идет вниз тренд. Но у них просто перенаселение, у них не хватает ресурсов для того, чтобы поддерживать дальнейший рост. Они, можно сказать, уже переполнены. Ну, в общем-то, да, я как раз к тому и говорю, что Индия, это плохой для нас пример, потому что они в совершенно других условиях, у них вообще все другое, культурный фон другой, там, природа другая. Позволь, чтобы не согласиться, надо все-таки в контексте и на каком-то протяжении времени рассматривать. Они были порядка 15-20 лет достаточно хороши, у них демография росла, а то, что на сегодняшний день они зашли в такую точку пресыщенности, да, это для нас урок, что, ребята, не просто надо рожать, надо создавать условия благотворные для семей, для многодетных семей. В Индии, к сожалению, в этом плане ресурсность ниже. У них там и площадей поменьше, пригодных для проживания. Ну, я не знаток индийской культуры и социальной сферы, но вот эту тенденцию, что у них росло, 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 но они приходят к точке пресыщения, это для нас тоже урок, это тоже для нас точка, которую надо учитывать, то есть некий тупик. Тот же Афганистан, Пакистан, казалось бы, беднейшие страны, но у них там религиозное, в принципе, научение такое, я сам жил в Афганистане, и там считалось, что рожая ребенка, ты угоден в глазах Аллаха, ты делаешь угодное для него дело, и даже если ты бедный, но у тебя многодетная семья, тебя все соседи, все ближайшие друзья, они считали, что ты, Расскому Аллах дал столько детей, он, значит, хороший человек, благословительный, И к тому, что нельзя же издать указ, чтобы завтра с утра все считали в России, что это, значит, в глазах Бога необыкновенно круто. Это нет. Вопрос веры имеет какую-то добровольную, такую краеугольную, добровольную основу. Если это навязывать, ни один закон не сравнится с вопросом веры. У нас, к сожалению, к сожалению, традиции славянского народа несколько были поутрачены. Раньше тоже на Руси были многодетные семьи, и это считалось в глазах богов или Бога благоугодным делом. Нет, это все понятно, про историю все понятно. Мы все знаем, какая была фертильность, можно посмотреть. Вопрос сделать-то чего завтра? Первые три пункта. Ну, я как бы услышал три пункта, ладно. правовое, декриминализация, это экономическое, финансовое, и третье, это именно социальное. Ну, окей, я тогда так и запишу. Именно гармоничность и сбалансировать. И на каждом уровне вот хотелось бы, чтобы это исправлялось, но я вижу картину совсем другую. Ну, окей, записал, законспектировал. Так, СС, это, наверное, Сергей, да? Прошу. Вечерк, добрый, друзья. Забавный разговор. Сижу, улыбаюсь. Не то слово. Для того мы тут и собрались. Да, тема, конечно, широка. И, в общем, иначе как с юмором к ней, наверное, относиться не стоит. Вообще, напоминает этот разговор евреев в очереди в крематоре, который обсуждает уровень канцерогенов в похлебке, которую им давали утром. Вот. Поэтому, в общем, с оптимизмом, глядя в будущее, но и без митингов, и не поливая воды между сбалансированным, концептуальным, декриминализированным и всем остальным. И, учитывая наши реалии, я скажу то, что я думаю на эту тему, потому что вроде как надо говорить какие-то предложения. Ну, не то, что надо, а вроде как следовало бы, раз уж я здесь. Вот. Но, в целом, я не верю в то, что это вообще к чему-то, даже не мои предложения, а вообще эти предложения кому-то могут быть тоже. Ну, не суть важна. Ладно. Значит, первое. Я думаю, что любое действие должно иметь сверхидеть. сверхидея должна быть безусловно в направленности на титульную нацию. Причем это не нацизм, это не то, что там кого-то уничтожаем, кого-то изгоняем, а здоровый национализм, что в общем есть во многих развитых странах Европы. то есть какие-то приоритетные работы, какие-то рабочие места даются только людям титульной нации. И, в общем, и не надо думать, что это удивительно, потому что в той же Испании, например, поступить, я уже не говорю про полицию, а, допустим, в Меркадону, да, это сетевик типа нашей пятерочки, да, если ты не испанец, нельзя. Вот. В принципе, ни продавцом, ни кассиром, ни даже дружщиком. Только если ты в титульной нации состоишь. В полицию тем более нельзя. То есть, вот какие-то такие вещи, которые, как бы, для титульной нации есть приоритеты. Соответственно, приоритеты в получении работы, образования, каких-то услуг и пользования социальными программами. Также это должно быть направлено на семь титульных наций. То есть, должны поощряться именно семьи. Не могу походу не вставить, что при этом в Испании сейчас 1.26. Не-не-не-не, я же не говорю, что в Испании все отлично, я просто говорю, что не надо стесняться быть здоровым националистом, то есть, не надо этому стесняться. Я же не говорю, что это приводит к рождаемости. Я говорю о том, что должна быть сверхидея, которая содержит в себе также и как бы иметь гордость за свою титульную нацию, а следующим шагом иметь гордость за то, что ты эту нацию множишь и за то, что ты в этой нации создаешь семью. То есть, ощущать себя русским, не надо этого стыдиться, русским на русской земле не надо стыдиться. Отсюда не будет стыдно иметь семью и рожать русских детей. И, соответственно, эти же русские семьи, эти русские детей поддерживать какими-то социальными программами именно для русских, для титульных. Ну, это как бы в общем, это как бы о сверхидеи. Сюда же должно входить образование, где будут закладываться какие-то морали, какие-то принципы. для верующих они могут быть основаны на какой-то религиозной закладке. Для неверующих это, в общем, может быть здоровый патриотизм. Это как бы в общем, да. А мер, которые можно сделать, можно было бы сделать и которые, в общем, мне кажется, совершенно не сложны, даже в тех условиях, что мы есть. Во-первых, это запрет абортов. Только медицинские аборты. Только по медицинским показаниям, либо в случае каких-то, ну, может быть, там, насилия или что-то подобное. Это первая мера. Второе, это запрет нематерированных разводов. То есть, нельзя просто прийти и сказать, я не хочу, я развожусь. Третье, безусловно, это отмена алиментов. Причем, я считаю, что отмена алиментов однозначно будет вести к увеличению рождаемости. То есть, убрать материальную заинтересованность у людей в детях, как в источнике дохода. Ну, и касаемо всяких выплат, то есть, не так, как сейчас, выплачивать за то, что ты имеешь ребенка без отца, а выплачивать, ну, допустим, там, трое детей больше, квартира, развелись, квартиру сдали. Если там трое выше детей, да, то тогда начинать выплачивать полным семьям, а не неполным семьям. То есть, такие вещи совершенно, в принципе, как бы, которые можно делать и сейчас, и которые на самом деле просто, просто переворачивают немножко взгляд на проблему, да, то есть, стимулировать не одиноких матерей и безотцовщину, а наоборот, стимулировать семьи и, соответственно, детей, которые помогают детям, которые именно растут в полных семьях. Ну, и, соответственно, этим родителям растить этих детей. В общем, наверное, пока каратенчик все. Спасибо. Честно говоря, я первый раз услышал что-то, с чем я так в целом, в общем, могу согласиться, наверное, да. Собственно, это было девятое выступление, я думаю, поскольку у нас дальше, по-моему, от Александра снова поднял руку. Наверное, пришла пора мне сказать пару слов, я же не просто так эту тему затеял, я тоже некоторое время на эту тему думал. Ну, не то, что у меня нет текста, как бы, готового указов, но я готов изложить идею, скажем так, это не гарантия никакая, но я думаю, что это, скажем, рецепт, который можно было бы покумекать, и, скажем так, у него есть шанс, то есть, и он не требует никаких репрессивных, скажем, мер, то есть, я вообще не собираюсь рассчитывать на, там, на пиар какой-то, ну, какая-то информация понадобится, просто потому что о чем угодно, о любом законе, должна быть информация, чтобы люди им пользовались. Если вам назначена льгота, значит, вы должны где-то о ней узнать, там, если есть какой-то, там, не знаю, новый способ делания чего-то, там, не знаю, или регистрации чего-то, или что-то еще, то вы должны о нем знать, в этом смысле пиар, конечно, нужен. Но, в целом, все-таки, я бы поборолся для начала, вот по поводу, наверное, это относится к разделу сверхидей, хотя я бы это так не назвал, конечно, но, в целом, наверное, указ номер один, который я бы издал, вот, там, завтрашнего утра, я бы переименовал семейный кодекс, ныне действующий, просто как, ну, я бы там пояснил в мотивировочной записке, что просто по недоразумению, вот этот вот комплекс законов, который регулирует все ныне живущие, там, партнерства и бывшие партнерства, он назывался семейным кодексом, но к семье не относился, поскольку не содержал ничего про семью, поэтому его нужно переименовать, назвать его, ну, например, я сейчас на вскидку говорю, скажем, назвать его, допустим, там, комплекс, кодекс гражданского партнерства, например, я бы, тут, в принципе, есть варианты, вариант первый, вообще-то, было бы их устранить вообще, но это, наверное, слишком резко, так, наверное, не стоит делать, то есть, моя программа подразумевает некую постепенность, да, и нужно будет по ситуации подруливать, смотря как, чего там пошло, и что не пошло, но первым пунктом я бы переименовал, в общем, все ныне существующие эти союзы, сказал бы, ребят, нет, отныне у вас не брак, и это не семья, мы просто отказываемся, то есть, для семьи будет отдельное определение введено, вот, а все, с чем вы живете, оно сохраняется, оно переносится, только меняет название, называется оно, ну, например, гражданский союз, не более чем, и все, что в нынешнем семейном кодексе есть, я бы почти все оставил, кроме вот вопроса там про алименты, совместную опеку, это я бы однозначно сразу, сразу бы сделал, вот, типа, что кто хочет продолжать жить вот в этом вот, неважно, бывшим распавшимся, или там ныне имеющимся, живите на здоровье, вот, но вторым пунктом, собственно, нужно было бы ввести теперь, а теперь мы вводим семейный кодекс, совершенно отдельная, в общем, такая параллельная система, которая будет описывать союз совершенно другого типа, если его в целом описывать крупными мазками, то это должно было бы быть, в общем, ну, так более или менее возврат к тому, чем брак был, скажем, до революции, то есть, скажем, два человека, естественно, нужно барьеры поставить, то есть, это не должна быть вещь такая, как типа вот, ну, захотел, пошел, заключил, нет, это должна быть как прием, почти как прием в партию, реверанс в сторону Александра Самислава, почти как прием в партию, то есть, граждане, которые захотят вступить вот в такой вот особенный союз, они должны будут удовлетворять неким критериям, должны быть входные требования сначала, и они должны быть, ну, по первости их можно сделать более мягкими, постепенно, если популярным станет, гайки нужно будет начать закручивать, то есть, никаких нифига, там, любых два человека пошли, брак заключили, не, такого не будет, то есть, исходя именно из того, что мы делаем как бы союз нового типа совершенно, да, то есть, он именно философски иначе устроен, и задача у него не, мы не ставим задачу облегчить им, то есть, в чем смысл современного брака, как я его понимаю, у него исключительно смысл в том, чтобы делить деньги при разводе, никакого иного смысла у него нет, все вот эти вот там девять пунктов, которые называют, когда там эти супруги получают права специальные, которых иначе получить нельзя, типа, право посещения, там, не знаю, право принимать решение об отключении от аппарата, искусственного дыхания, еще вопрос, является ли это плюсом или минусом, но не суть, там, право ходить на свидание в тюрьму, право не давать показания, что там еще, ну, такие вот вещи там можно было бы, я забыл уже, я сам лично называл их в своей книжке, там, у меня набралось там 7 или 8 пунктов, все, в общем, сравнительно мелкие, там, наследование, автоматически запись детей, вот это вот там с показаниями, задачи показаний, право проживания, право пенсии по потере кормилица, ну, очень короче, короче, ерунда, мишура всякая, я бы этим людям всем, которые сейчас живут, я бы им сказал, все эти ваши права сохраняются, окей, вы как бы на этих условиях вступали в этот союз, поэтому все эти права за вами сохраняются, но они больше не называются браком, извините, они называются гражданским союзом, можно их там в пакете прям перечислить, чтобы в отличие от нынешнего брака, да, у вас реально было, вы когда расписываетесь, на что вы согласны, но там в пакете будет написано, что вы согласны на, и дальше перечень из этих самых 9 пунктов, и все, вот на что вы, собственно, согласились, и вы в этом союзе, во-первых, можете его снова заключать, если сейчас вдруг захотите, не знаю, зачем, ну, вдруг зачем-то, не знаю, таким единым пакетом дать кому-то доверенность на посещение в тюрьме, на получение наследства льготного, на запись детей автоматически и так далее, если вы захотите, ну, записывайте, вот, а семья, которая семья, я бы отныне сказал, что семьей является только вот этот союз, который заключен по условиям вот этого семейного кодекса, нового семейного кодекса, можно так его и назвать, новый семейный кодекс там, и, в общем, например, одним из ключевых свойств этого семейного кодекса будет, что, господа, союз, в который выступаете, нерасторжим, его нельзя расторгнуть вообще, вот, то есть, там будет однозначно прописано прямо, что это союз, то есть, нет такого понятия, как имущество кого-то, у семьи, имущество только общее, и у семьи, в отличие от нынешнего семейного кодекса, будет четко прописано, у семьи есть глава, и этот глава, это муж, тут сразу сейчас будут вопросы, я тоже над этим ломаю голову, типа, а что если муж, например, умер там, или так далее, ну, это более узкий вопрос, надо с ними отдельно разбираться, но в среднем, в среднем, средняя семья такая, настоящая семья, это должна быть, кстати говоря, по первости, я бы обязательно делал именно чек на фертильность, обязательно, то есть, я бы не пускал в этот союз людей, которые, то есть, смысл в том, что, по крайней мере, на первом этапе, нужно пустить только тех людей, которые готовы были, действительно бы, ну, размножаться, в общем-то, то есть, у них есть планы на то, что мы называем условно-многодетностью, условно-многодетность, это, ну, минимальные критерии, это три, это минимум абсолютный, который может быть, меньше просто быть не может, поэтому, вот эту вот пару, которая там удовлетворила неким отборочным критериям, которые, в общем, должны быть поначалу, наверное, достаточно такие, ну, такие средние, скажем, я бы не стал их слишком закручивать, но не стал бы слишком сильно тоже, эта пара, по-моему, должна автоматически сразу, сразу, то есть, она должна после заключения этого союза переехать в отдельное жилье, сразу, мгновенно, жилье, которое дается им именно как в семье, это семейное жилье, то есть, если они зафакапят, то есть, этот союз может быть, потерять свой статус, за него нужно будет, как бы, бороться, то есть, нужно иметь некий, удовлетворять неким критериям, иметь некий рейтинг, если ты этот рейтинг проваливаешь, или критерии проваливаешь, то этот статус теряешь просто, и ты переходишь в разряд обычного гражданского союза, и все, со всеми остальными выкрутасами, вот, то есть, теряешь все, как бы, льготы, которые тебе к этому были положены, но теряешь и, как бы, то есть, как бы, ни минусов, ни, ни, шутка вижу, да, нынешний СЗ переименовать в ветхий семейный закон, да нет, его вообще семейным законом называть нельзя, так, я тут параллельно не забываю, я периодически смотрю, очередь записываю, сейчас я вижу, возникла очередь желающих высказаться, я записал, да, ну, если бы сейчас первый цикл, как бы, закончу, потом, может быть, продолжу, смысл в том, что, по крайней мере, на первом этапе сюда должна попасть именно, что молодая фертильная пара, без, что называется, ошметков предыдущих гражданских союзов, в виде чего бы то ни было, там, в виде детей, этих вот оставшихся, там, с элементами, без элементов, то есть, это не годится, нет, это, по крайней мере, на первом этапе точно нет, что делать со вдовцами и вдовами, потом надо подумать, это отдельная песня, вот, и эта семья должна получать за детей именно, что доход, то есть, вот, у этого конкретного союза нужно ввести, именно, что структура должна быть такая, что чем больше у вас детей, тем больше денег вы получаете, то есть, ну, уровень-то должен быть примерно такой, что, скажем, ну, во-первых, вообще там работа женщины не должна приветствоваться, я так думаю, в целом, в такой семье, но понятно, что она, например, не сразу прям хоп и родила, нет, значит, какое-то время она, например, может работать или чем-то учиться, там, не знаю, и так далее, допустим, когда у нее там один ребенок, и, там, не знаю, большой перерыв, например, почему-то образовался, например, не знаю, по здоровью есть проблема, такое тоже может быть, в общем, как бы работа, она может работать, но это явно будет считаться, в общем, off the code, как говорится, не в коде, не в кодексе, то есть система будет построена так, что вся система подталкивает, чтобы они минимум троих родили, а желательно больше, и, наверное, последний пункт, который скажу, так сказать, для вступительной части, что я бы вот эту вот начальную, вот эту структуру такую, эксперимент, экспериментальные зоны, я бы их сделал в местах таких, типа, локальных поселений, то есть, что-то вроде вот, вот как стоят за замкадом эти, ну, типа, огороженные такие городки, да, там, со своим, этим шлагбаумом, забором и так далее, то есть, в перспективе это должен быть некий анклав, у него должна быть, скорее всего, автономная система вот этих вот там, ну, в принципе, у них и нет необходимости, ни в яслях там, ни в чем, но, в общем, если такая необходимость и есть, она должна быть автономная внутри, и в перспективе, конечно, должна быть достаточной популяции, чтобы у них была, например, своя школа отдельная, потому что школа, скорее всего, будет по-другому устроена, в финальном, по крайней мере, варианте. Ой, сколько народу руки подняли, слушайте, мы тут до завтра, так, сейчас запишу, так, и, собственно, да, я бы начал санклаус такого, в перспективе того, что если он начнет разрастаться, то нужно будет под него передавать окружающие там его, в общем, зоны, если эта идея не вырастет ни во что, то, ну, просто они смогут там жить, как обычно, и все, то есть, это может быть некий такой длительный эксперимент, скажем, я бы такую программу сделал лет на, ну, как минимум лет на 50 вперед, это нужно гарантировать абсолютно, что типа, ребята, вот 50 лет у нас будет эксперимент идти, и мы будем такое делать. Вот, и из этого союза можно будет с легкостью вылететь, например, то есть, это вам не обычный брак, соответственно, типа, например, доказанные случаи измены, которые там привел к чему-нибудь, то есть, дети должны, например, естественно, быть там подтвержденные все, и так далее, то есть, в общем, что называется, проба должна быть, на этом союзе должна быть проба стоять, как на золотом слитке, и если оказывается, что там, что называется, гнило, то вот это гнило, надо куда-то, в общем, там, давать какое-то там право на исправление, да, на время, а потом куда-то, в общем, если люди неисправимы там, или просто, что называется, упали, были, но упали, ну, значит, надо их оттуда удалять, и посетать к остальным, там же, где живут все остальные, Они все могут потерять в случае, если они провалят какой-нибудь из ключевых критериев вот этого семейного союза. И, наверное, я бы сразу это завел изначально в условии, когда они в такой союз вступают, что у них не будет возможности потом вступить ни в какой другой тип союза. Им это просто будет запрещено. То есть у них не будет права рождать детей. Да, я забыл один из ключевых моментов, который нужно было сказать в самом начале, что в результате всего вот этого, то есть в частный случай вот этого вот нового семейного кодекса должно, увы, просто это необходимое следствие, должно получиться различие между законно рожденными и незаконно рожденными детьми. То есть можно называть это другим словом каким-то. Пусть называется не этим словом, пусть он будет называться, не знаю, там, рожденный в семье, там, не знаю, семейно рожденный, например. Но смысл у него должен быть именно такой, что это был человек, ребенок, рожденный с соблюдением вот этих вот как бы правил. Если он рожден с соблюдением этих правил, у него некий есть там особый статус. Между прочим статусом нужно будет какие-то внешние признаки сделать, чтобы люди носили, чтобы были статусы, обозначающие там женщину взрослую, мужчину взрослого и ребенка. То есть тот, кто как бы относится к этой особой категории, он должен выделяться внешне, должно быть однозначно понятно, что этот человек особого, ну, то есть он другой, скажем, да, как, примерно как, не знаю, там, выпускники там Принстона носят какой-нибудь там пин на этом самом, на пиджаке, даже в бизнесе во всех, да, и все всегда друг друга опознают. По этому некому пину. Или кроме пина еще там разные варианты, да, то есть, то есть должны, это однозначно должно быть видно. Со временем, со временем это придет к тому, что эти люди будут, будут, ну, наверное, в перспективе, если их будет достаточно много, то они должны будут, потом это будет появиться критерием отбора на ключевые должности, например, там, по, там, стать судьей, стать, не знаю, там, депутатом и так далее, и так далее. Я в комментариях вижу, говорит, ваше предложение не поможет, не поможет, но вот ухудшить демографию. А почему? Я же не предлагаю распространить это в приказном порядке на всех. Вы мою идею, может быть, неправильно поняли. Моя идея, вот этот вот анклав первоначальный и отдельный кодекс сделать добровольным, добровольным. Для тех, кто хочет, кто очень любит кричать на всех там, мы там за это самое, за многодетную семью, там, за крепкий брак. Вот, пожалуйста, вот сюда. Третье окно слева, пожалуйста. Там у вас сначала собеседование, там потом будет чекап, некий критерий отбора, а потом подумаем. Если вы подойдете, то мы, может, вам дадим. Но если вы, типа, впишетесь в это, то вы вписываетесь на определенных обязательствах. То есть у вас есть права и у вас есть обязанности. Вы должны соблюдать и то, и то. Если вы факапите, то вы вылетаете из этой замечательной игры. Как из Коммунистической партии, примерно. Ну, на этом пока, наверное, ограничусь. Так, Алекс, это в прошлый раз была рука или осталось это? Или я правильно все записал? Нет, это я просто тут послушал, как бы. Тогда я просто, как бы, видение сказал. Ну, окей. Так, такой момент, как бы, по репликам, то, что тут рассказывал. Вот, блин, вылетел из головы. Ну, ладно. В общем, если, ну, первое, как бы, надо в первую очередь определиться, куда страна двигается, в каком направлении. Оттуда, как бы, и соответствующее решение принимать. Второй момент, это надо семейный кодекс, вот как вы правильно сказали, его конкретно менять. Может быть, делать главу то, что брачный контракт, допустим, он имеет преимущество над семейным кодексом. И, соответственно, в брачном контракте не только имущественные вещи можно прописывать, но и прописывать, там, порядок распределения детей, там, и прочие. Вот такие вот вещи. Это вот один момент. Второй момент, это, как бы, пропаганда. В принципе, создать определенное общественное мнение в обществе, со стороны, как бы, правительства, это не очень сложно сделать. То есть убрать всякую пропаганду, вот того, что сейчас, допустим, потом уже ТНТ, ПАМУЗ-ТВ идет, такой праздной, как бы, жизни, которая беззаботная, без ничего, как бы, происходит. Тогда просто определенный культ потребления идет. Убрать всякие токсичные программы, типа Малахова того же самого, чтобы Шурыгин тот же самый не пропагандировался нигде на телевизоре. Все это можно убрать, как бы. То же самое политиков, допустим, каких-то медийных фигур. Если у них нормальные семьи есть, это дело тоже как-то по телевизору везде пропагандировать, чтобы это все видно было. Вот. То есть вот такие вот, как бы, меры принять. Потом следующее, как бы, запретить распространение идей феминизма, child-free и прочих вот вещей, которые достаточно деструктивно влияют на ситуацию демографическую. То же самое и, возможно, ну, травлю там тоже... Ну, не травлю, как бы, не пропагандировать идеи матерей-одиночек и, как бы, того, что семья – это ребенок и ее мама. То есть вот это как-то вот в общественное мнение, через пропаганду, через телевизор, там, через что это внедрить, чтобы это было примерно то же самое, как в советское время было понятие алименщик. Потому что если на мужчине висел, что он алименщик, его, в принципе, все презирали, в общем-то. Ну, не презирали, но такое отношение было. Тем же самым, как бы, женщинам с детьми, без мужчины. Сейчас там, ну, в моносфере определенной, мы все прекрасно знаем, отношение складывается, и оно в общество транслируется. Но если это пойдет через телевизор, то сами понимаете, к чему это может привести. Это вот один момент. В следующий момент, то есть делать, допустим, пособие, как вот в Австрии сделали. Вот я там не знаю, там всем ли детям платят деньги, либо только те, кто в полных семьях воспитывается. То есть там платят некий прожиточный минимум. Ну, понятно, что ребенок не будет шикарно жить, но, по крайней мере, он будет сыт. Обучение в школе у них бесплатное. То есть он какие-то элементарные начальные вещи как бы будет получать для того, чтобы можно было ему жить более, ну, нормально, то есть расти. Вот. Это у них такая вот как бы, ну, программа федеральная. То есть они конкретно платят родителям деньги и контроль соответствующий, чтобы эти деньги именно на родители шли. Вот. Это вот такой момент. Следующий момент. Убрать все репродукционные ограничения, которые на мужчин есть. Сейчас, то есть суррогатные, то есть сейчас же у нас нельзя мужчинам от суррогатных матерей детей заводить фактически с этого года. Вот. Облегчить все эти процедуры, убрать как бы ограничения, соответственно, убрать этот культ пропаганды гомосексуализма и ту же самую педоистерию, которая идет у нас сейчас в обществе, и разрешить мужчинам заводить детей вот таким вот образом. Это вот один момент. И, соответственно, все эти репродукционные технологии пустить на рыночные отношения. Тогда, если будет рынок, то будет спрос и цена на эти услуги, и, в принципе, упасть должна. Следующий момент. Можно что сделать? Тех же самых эмигрантов, которые сюда приезжают, сделать так, чтобы они приезжали сюда. Можно потом просто потерять, я хочу уточнить. Значит, предположим, мы снимаем все ограничения на суррогатные услуги. Предположим. Как мы знаем, во-первых, они все равно очень дорого стоят. Правильно ли, да? Ну, не так уж и дорого они стоят. Ну, в принципе, предположим, даже стал рынок, там, не знаю, они упали. Пусть они упали в 10 раз даже. Все равно это будет много. Мы же говорили, где-то примерно 3 миллиона, получается, эти услуги. Из них, да. Дальше у нас получается, что эти дети, дети, сколько бы их ни было. Во-первых, сколько их? То есть, грубо говоря, сколько реалистично, например, вот мужчина заведет... Мы же про мужчину говорим. Сколько реалистично он заведет себе детей? Сколько? Сколько денег хватит прокромить? Сколько желаний у него есть? Ну, окей, можно на себя, скажем, примерить. Вот, грубо говоря, вы сколько бы лично завели детей, если бы вот... Во-первых, он, ну, видимо, он типа миллионера что-то такое, да? То есть, он уже типа бизнесмен. Сколько он детей может себе завести? Ну, миллионера много может завести, как бы. Я просто из других соображений... Нет, я просто хотел как-то сказать, что... Ну, этих миллионеров сейчас много, а детей-то у них, в общем, не сказать, что прямо они вот были увешаны детьми. Сергей, я думаю, что и сейчас миллионеры могут такими технологиями воспользоваться, для них это не проблема, в принципе. Ну, да, просто мой вопрос, я веду к тому, что, собственно, еще видно, что это приведет к росту населения, я не очень понял. Ну, по крайней мере, такая возможность появится просто. Вот так вот сейчас... Нет, она появится просто, если у нас, скажем, коэффициент рождаемости был 1,5, а стал 1,8, это, в общем, ничего радикально не меняет. Ну, тем не менее, такая возможность появится, и права мужчин не будут ущемляться. Это как бы, ну, маленький, но плюс все равно, это определенная вещь. Вот. Потом следующий момент, это как бы разрешить, то есть вот, чтобы эмигрантки и приезжали, здесь детей рожали и оставляли, и уезжали. Какие-то вот такие вот вещи, то есть, что если она приезжает, рожает ребенка, как бы, а прав она него не имеет. Это тоже вот как бы, ну, такой вот вариант, что ли, вот так вот. Ну, вот как бы все, в принципе, то, что вот как бы, ну, в голову приходит, приходило, пока готовились. Там, кстати говоря, кто-то в чате писал, я не помню, там всем или нет, я кое-что буду зачитывать в чате про этот, сейчас про Zoom говорю, про генетический паспорт. Ну, что-то такое должно быть абсолютно точно. То есть, это ребенок должен быть проверенный, то есть, он становится ребенком таким, про которого я сейчас говорил, да, про эту, про семью именно настоящую. Он становится не просто так для галочки, а становится потому, что он подтвержден. Да, то есть, то есть, грубо говоря, вот в этой структуре, которая называется семьей, понятие неизвестен отец, оно должно отсутствовать по определению, просто нету. Если такое даже вдруг происходит, что, типа, вот, например, не знаю, живет-живет семья, в ней родился кто-то, и тест не проходит ни у кого из там, ну, из базы данных. Это можно даже в отдельной базе держать. Это пример незаконно рожденного, и это, ну, факап, такой конкретный факап со стороны вот этой вот новой семьи, с которым нужно отдельно разбираться. То есть, это нужно будет, ну, как бы, какие-то меры принимать по этому поводу. То есть, такой вопрос, как неизвестно от кого, он вообще должен быть не существовать в этой системе. Сейчас хороший вопрос задали, там, типа, сейчас написали в чате, типа, слишком сложное ограничение прав за человеческую ошибку расстрел. Я спросил пример ошибки. То есть, надо понять, что за ошибка. Давайте прочитаем, что за пример ошибки. Пример. Мужчина женился после 10 лет совместной жизни, стало невозможно жить вместе с женой. А что значит стало невозможно жить? Это что? Что случилось? Я, честно, не понял. Тут нужно, видимо, как-то развить, наверное, тему. Что значит невозможно жить? Типа, не сошлись характерами? Ну, как бы за ценой потери статуса своей вот этой вот семьи они могут разойтись, они должны будут оставить все свои там и потеряют все свои льготы, потеряют статус этой вот семьи и не будут иметь право жениться до конца жизни. Да, именно так. Ну, а как еще, собственно, они перейдут в этот самый, в принципе, в статус этого гражданского союза, но еще и с ограничением в правах, потому что у них останутся вещи, которые они не смогут отменить. Причина, почему это должно быть именно так, потому что любой человек, который будет вступать в этот союз, должен знать, что из него нет заднего хода. Это должны знать все. И примеры вот этих вот, ну, факаперов, они должны быть вокруг, это часть системы, она должна так работать. Если она не будет так работать, то у вас ничего не будет работать. Вся, весь Уголовный кодекс работает на том, что вы знаете, как людей там, да, хватают, ведут там, да, под руки там сажают, потом на скамин подсудимых, а потом с собаками на это самое. Владимирский Централ. Именно это и есть часть системы. Она не для этого сделана, но как бы без таких показательных, как бы, как это называется, разжалование, да, то есть разжалование из этой семьи, как бы, настоящей, да, вот в этот вот «не пойми что», который у нас сегодня, оно должно быть. И должно быть, в общем, там, без, скажем так, то есть глумиться не надо, камнями закидывать не надо, но, в общем, в то же время, конкретно сказать так, ну, люди факапит, значит, они попрощались с нами. То есть, в этом сообществе они больше не состоят, статуса этого не имеют, и восстановить у них его нет возможности. Кроме как, если не выяснится, какое-нибудь, например, там ложное обвинение всплывет, тогда, ну, это отдельные дела, надо будет в суде такие вопросы решать уголовно. Так, сейчас, 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 Алексей, по-моему, да, или это с прошлого раза рука остался, Алексей? Нет, 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 я тут, здравствуйте. Я это самое внимательно вас послушал, полностью с вами согласен, за исключением одного но. Я не увидел у вас здесь экономики в плане страны. Если позволите, я приведу пример касательно своего родного города. Я родился в городе Миллионники, а то есть город Красноярск, и он расположен в Кольце гор. И у нас вот с 2012 года очень сильное задымление. Даже ввели термин, если вы хотите загуглить, режим черного неба. Это когда прямо рекомендуют не покидать дом и закрывать двери и окна. Так вот, это все из-за одного человека, а именно господина Мильниченко. Если вы загуглите, у него самая большая парусная яхта в мире. И вот он крайне заинтересован в том, чтобы все таки оставалось. И получается, что вот один человек превращает экологию миллионного города, по сути, в кладбище. И вот я считаю, что это недопустимо. То есть к тому, что вы сказали, нужно все-таки ограничивать олигархов. То есть это прямо жизненно важно. Ну нет, когда у нас есть порча, скажем так, если какое-нибудь предприятие, скажем там, или отдельный человек нарушает, портит природную среду, или отравляет людей, это вопрос, выходящий за демографию. Это просто нужно разбираться в любом случае. И с демографией, и без демографии. Единственное, что когда вопрос встанет, откуда деньги брать на оплату вот этих детей, которые должны увеличивать доход с каждым следующим ребенком. Вот тут, возможно, как раз пригодятся те самые олигархи. Но как с ними работать, надо отдельно технологии описывать. Спасибо вам. Так, пардон, но я не знаю, как зовут. Power 432. Очень тихо почему-то. Нет, не фон, а просто именно почему-то уровень громкости очень низкий. Ну, в принципе, слышно, но так, на грани. Я не понял вопроса. Ну, как бы браки-браки, если мы говорим про нынешние браки, ну, да, наверное. Так что, вот и предложение. Если мы сможем понизить разводы до 50%, ну, честно говоря, вот так прям, чтобы из отсутствия разводов следовало повышение демографии, то есть какая-то корреляция, наверное, конечно, будет. Конечно. То есть если у нас распадается половина браков, то, типа, должна скакнуть рождаемость? Конечно, у нас скакнуть. Посмотри, есть гарантия, что у достичь женщины она будет обеспечена, да? У мужчины есть гарантия то, что детей не отберут. Ну, так и нет. Я и так предлагал, я и в своем кодексе предлагал сделать там совместное проживание, но в то же время я что-то сомневаюсь, что это само по себе вызовет скачок рождаемости. Нет, ну, допустим, у нас алименты провоцируют разводы. Ну, предположим, да, разводы они провоцируют. А как они здесь сдерживают... Нет, я сейчас... А как они сдерживают рождаемость, я чуть-чуть не пойму. Алименты не сдерживают рождаемость, они повышают разводы, и, соответственно, снижают рождаемость. Ну, я просто, к примеру, допустим, у нас вероятность развода стала 50%. То есть, получается, вы... Давай сделаем. А, 10? Да. Ну, окей, давайте сделаем. А как сделаем? Как сделать? Вот, допустим, уберем алименты. Чем женщина, допустим, наказана после развода? Но... Она ничего не теряет. Но... Она ничего не теряет. Нет, я допускаю, что... Ну, то есть, например, просто я так логически думаю, что, предположим, завтра мы отменили алименты. Наверное, да, это снизит количество разводов. Но ведь это одновременно, примерно на ту же цифру, наверное, снизит и количество браков. Потому что некоторые только и в брак, собственно, за этим идут, больше ни за чем. Мы брачный аферизм убираем. Ну, окей, мы его убрали. А какой процент брачный аферизм составляет в общем числе браков? Если женщина всю жизнь мечтала себе одного ребенка для себя, и ничего ей больше не надо. Ей, в общем-то, все равно, что с алиментами, что без алиментов. А другая женщина хочет побольше детей. Ей нужна гарантия, что брак не развалится. Ну, так что ей эту гарантию даст? То есть, как мы гарантируем, что брак не развалится? Я просто про свой рецепт говорю. Мой рецепт гарантии, что брак не развалится, развод запрещен. И все. Под угрозой потери статуса, да, и запрета повторных браков. Убрать провокацию на развод – это алименты и отдавать чащим мужчинам детей. Потому что не будет знать женщина, что ей действительно достанется ребенок. Мужчина не будет знать точно, что ей не достанется ребенок. Ну, в общем, да, нет. Можно даже, я говорю, для упрощения, допустим, мы сразу утром ввели совместную опеку. Вот именно формулировка, как и Кирлинда предлагал, что при разводе оспариваемая презумпция равного родительства. Точка. Все. А любые отхождения от равного родительства нужно будет обосновывать, аргументировать в суде и доказывать это. Просто я к тому, что это сдержит количество разводов, я согласен. Но это же самое и сдержит количество браков, потому что те, кто вступают за этим, тоже они и не пойдут изначально. Зачем туда идти? Если они знают, что ничего на выходе не будет. Ну, кроме, может быть, совместного имущества. Ну, для кого-то, наверное, да. А почему нет? Если такая возможность есть. Откуда там будет дети? Он заведет одного, все, у него деньги есть. Ну, дети оттуда же, откуда и всегда, как и сейчас, в общем. Ну, допустим, женщина вышла за богатого, да, развелась, но одного ребенка, и жить можно на эти деньги. Ну, таких людей, их там 0.0, сколько-то там процентов в стране. В принципе, какой принцип-то идет. Это самое. Я слышу, да, что не слышен собеседника, но я поэтому и стараюсь поддерживать диалог. Ну, в общем, собеседник предлагает очень низкий простой уровень громкости. Я слышу, потому что я в наушниках сижу, поэтому я слышу. Отменить факторы, которые, как он считает, провоцируют повышенное количество разводов. А именно, значит, детей делить там более-менее поровну или чаще вообще отдавать мужчине при разводе, отменить алименты. И, в принципе, пока, собственно, и все, да, в общем. То есть, типа... Ну, окей, предположим, наказывают за измену. Я бы, лично мое мнение, что я бы за измену, да, сделал ее, что называется, наказуемой, но только вот в этом другом союзе. То есть, типа, человек подписывается под определенное обязательство. Тогда он, как бы, отвечает за то, что он их нарушил. Если он не подписывался, он ничего не нарушил, он, в общем... Вот. Ну, окей, как бы я услышал, да. Так, у нас что-то очередь исчерпалась. Все, все свои идеи изложили. Надо сказать, не очень густо. Я сейчас смотрю на конспект, который я по результатам обсуждения записал. Ну, в принципе, я, Сергей, предлагаю то же самое, что и укрепить семью. Ну, в общем, да, просто я как бы не предлагал это распространять на всех, просто потому, что люди это не поддержат. А это должна быть вещь, которая должна быть, в принципе... Ну, нет, условия у нас изначально не одинаковые, да. Например, у вас кому-то, допустим, ребенок родился, там, ему положены некие выплаты. Ребенок не родился, это даже сейчас так, да, он не родился, ему не положены выплаты. Мать-одиночка, тебе положены выплаты. Ты не мать-одиночка, тебе не положены выплаты. То есть у нас, ну, сплошное неравенство в этом смысле. То есть куча статусов, каждый из которых чего-то там влечет, чего-то дает, чего-то отнимает. Так что в этом смысле я разницы не вижу. Ты как бы вступаешь в другой тип там связи, и ты получаешь другие возможности для этого. Но берешь за это как бы на себя некие там обязательства. Так что тут, в принципе, мы и так. Моя идея состоит в том, что если вот это вот облако, которое начальное создать в виде нескольких анклавов, то есть, грубо говоря, у каждого региона должен появиться такой анклав некий, в котором вот это вот должно начать существовать. Если удастся его развить, и оно попрет вширь, то есть, они должны множиться. То есть, больше людей туда будет вступать, они в свою очередь будут, собственно, как раз производить детей, других, в общем-то, детей, да, внутри общества. То есть, процент из этих детей, которые тоже вступят в такие системы, они будут выше, чем в остальном обществе, скорее всего. Но в целом они должны раздуваться, и со временем они должны как бы поглотить. То есть, их должно стать больше половины. То есть, сначала их станет, не знаю, там... Они же... Они размножаются больше. Если они будут сильнее размножаться, и просто количество будет расти, а количество всех остальных будет убывать, потому что у них ничего не изменится с их рождаемостью. Оно примерно останется на этом уровне. Что там, какие пособия, не воплачивай, все так и будет. Все равно. Там в одном месте убыло, в другом прибыло. Все вот так будет на таком уровне. И это не должна быть религиозная община. Нет. То есть, можно как бы уже потом начать и делить их внутри, сказать, типа, давайте там у нас религиозники будут жить отдельно. Но я, например, верю, что люди, кроме религиозных взглядов, вполне могут там жить. Собственно, я же не говорю, что это там, например, означает венчание. Например, нет. Это венчание остается сбоку. Хотят люди потом венчаться до, после, вместо. Их дело. Только венчание ничего не несет с точки зрения правовых последствий. А вот эта вот штука несет правовые последствия. И ого-го какие последствия. Зачем жить отдельно от социума? Оно как бы не то, чтобы отдельно от социума. Вот смотрите, вы были когда-нибудь, сейчас все, кто здесь сидит, вы же наверняка были вот в этих вот закрытых поселках. Ну, я просто знаю вокруг Москвы, потому что во многих из них был там. На Ленинградском шоссе там свои поселки. То есть вы съезжаете с шоссе, заезжаете к воротам, въезжаете в городок из таунхаусов, который огорожен стеной. Это прямо сейчас существует, нигде-нибудь там. Есть блатные штуки там где-то в районе Рублевского шоссе. Но не в смысле на Рублевском, а в смысле вот, как оно называется, Ангелово или Архангелово. Где-то вот, где-то примерно где Строгино, только за Амкадом практически. Там такое пятно, где людей даже не бывает, что там вообще-то находятся закрытые такие поселки. Как оно называется? Архангелово, что ли? Ангелово? Ангелово, по-моему. Я там был просто тоже. На Киевском шоссе, чуть-чуть, если буквально где аэропорт, по-моему, не доезжая чуть-чуть в Нуково, сворачиваете в лес, буквально в какую-то проселочную дорогу, и через там три поворота вы выезжаете к нескольким поселкам. Там называются, как они называются, типа Малая Швейцария, что-то там, что-то такое. Ну, короче, каждый из них – это таунхаус-поселок, такой приличного размера. То есть у него вот этот забор, он огораживает такую нормальную такую территорию. И внутри стоят таунхаусы, где в основном семьи владеют вот либо подъездом. Там такая многоуровневая квартира. То есть, например, в каждом таунхаусе, скажем, допустим, 3-4 подъезда. И семья владеет там, допустим, 2 полных этажа, не очень большой площади, но такие как бы 2 полных этажа и мансарду, например. Ну, вот что-то в таком духе. Я к тому, что они и сейчас существуют. Просто эту идею нужно развить и стелить их там отдельно. Зачем их нужно отдельно стелить? За тем, что им не нужно смешиваться. Во-первых, они должны получать там жилье бесплатно. В этом весь смысл. То есть им нужно дать это жилье. Если надо, надо даже ради такого выкупить какой-нибудь у этих самых олигархов, выкупить этот вот поселок там 1, 2, 3, сколько надо там. Или заставить его построить его на свои деньги там, не знаю. В общем, можно договориться, я думаю, как говорить с олигархом. И среди вот этот поселок. То есть, грубо говоря, там молодая семья должна въехать в такой вот таунхаус, где должно быть не менее чем там на трех детей рассчитано, и от них будет ожидаться, что там ближайшие, не знаю, скажем, 5 лет, Ну, в принципе, слово «эко-поселение» немножко близко к теме, только обычное «эко-поселение», пардон, в Яменях находится, да? Я в «эко-поселениях» тоже был. Я знаю, туда обычно очень тяжело доехать, в «эко-поселение». И там как раз типа вот какие-то около Виссарионовцы живут. А я нет, я говорю про обычных людей, которые на работу должны ездить. То есть они должны легко и быстро попадать в город. Хотя вообще стратегия трудоустройства вот этих людей, причем две разных стратегии – трудоустройство женщин и трудоустройство мужчин, должны быть тоже особенными, но это уже более мелкий вопрос, которым нужно отдельно заниматься. Я бы начал с того, что обязал крупные фирмы иметь какое-то количество таких людей просто в штате иметь. Возможно, с какого-то количества детей, начиная, может быть. Когда, например, допустим, трое, скажем, то уже гарантированно не работает жена. А, допустим, если их еще прибавляется, не знаю, там, надо подумать, какую цифру взять реалистичную, скажем. А если их семь, то и муж тоже уже не работает, а занимается только детьми. Ну, примерно так должно быть. Ну, может быть, десять, например. Нравится вам, чтобы это реально было много детей, чтобы муж не ерундой занимался, а был занят. Пусть будет десять детей. Но когда у вас десять детей, то уже оба родителя не работают, и у них вопрос доставки на работу не стоит. Все, точка. По поводу удаленки. Как бы, да, в принципе, удаленки, да, но это же вот как раз тот момент, когда нельзя сделать это таким образом, что, например, а только программисты могут такое себе позволить, потому что они должны быть на удаленке. Извините, у нас люди как бы могут быть с точки зрения демографии перспективные, которые совсем не программисты, а, например, токари, да, и он не может работать на удаленке, этот токарь там, или водитель, допустим, да. И вот это более сложный вопрос. Он должен иметь возможность это делать. Другое дело, что, например, может быть, из программистов можно сделать отдельные, более удаленные, скажем, анклавы, то есть которые находятся действительно где-то вынесены далеко, потому что им все равно, им единственное, что нужно, чтобы была это самое, своя больница, своя школа, свой там, не знаю, что-то там еще, и это самое, толстый-толстый интернет-канал, там, два раза зарезервированный. В принципе, на этом, собственно, можно и закончить. Они ни горючие жечь не будут, ничего там. Ну, естественно, понадобятся досуговые зоны, там, внутри, либо близко, снаружи, то есть там всякие, там, бассейны, футбольные поля, там, не знаю, спортивные секции, танцполы, бла-бла-бла-бла-бла-бла, все это должно быть, естественно, тоже вот. Причем по лойке как раз вот такой вот анклав, где находится школа и все, что к ней полагается, там, секция, оно должно быть в центре, как бы как ромашка, да, вот это ядро ромашки, а вокруг как раз эти вот облака, которые, собственно, где жилые зоны. И как бы все они должны сходиться вот в эту вот, я даже могу порисовать, у меня есть наброски. Типа, как бы они могли сходиться, чтобы они могли, средний ребенок мог пешком дойти, гарантированно дойти до школы. Важно, не пересекая при этом ни одной дороги, то есть разнести там, но это уже отдельно, это про планировку там этого массива. Я считаю, что машины не должны пересекаться никак вот с, то есть облако, где дети живут, оно огорожено и нельзя выйти, то есть, грубо говоря, у дома есть должно быть два входа. Внешний выход там, задний, где машина, где гараж, там, который выходит на какую-нибудь там дорогу и шоссе, а внутренняя часть, она должна огораживать внутреннюю зону. И, Максим, конечно, можно, вы руку поднимите, я дам слово, конечно, можно высказать, даже нужно, а то у нас тут уже бензин кончается. Да, инфраструктура обязана быть, конечно же, да, в садике. По поводу садики вопрос, я бы сказал, скорее нет, чем да, потому что я считаю, что не для того люди, жена сидит дома, чтобы дети ходили в детский сад. Вот, честное слово. По крайней мере, не на полный день точно. Мы не в этом вся идея, да, этого поселка. Не для того, чтобы сдать детей, там, трехмесячных, вот это самое, в ясли, и не видеть их потом. Нет. Идея как раз противоположная. Дать возможность, чтобы дети были при родителях, а родители при детях. И они большую часть времени находились, то самое. Социализация для детей должна быть внутри этого поселения. Внутри этого поселения. Там должно быть много людей. Вы видите, опять же, я говорю, вы были в этом вот, как это называется, этот поселок-то, блин, я в нем несколько раз был. Бристоль, что ли? Бристоль, по-моему, называется. Один из тех, которые вот на этом, на Киевском шоссе, по-моему, Бристоль называется. Вот, например, я был в Бристоле. Я был на Ленинградке, там, в гостях тоже, на этой вот. Чуть-чуть проезжаете, по-моему, то ли не доезжая поворотом на Шереметьево, то ли чуть-чуть за поворотом на Шереметьево, хоп, и там территория закрытая. Там дофига народу. Социализации у них проблем не будет никаких абсолютно вообще. Там дохренища людей. Вот. Так, я заговорился, да, скульптуру прошу. Добрый вечер, ребята. Это Илья. Я опять забыл поставить имя. Окей, ладно. Ну, так вот у меня Google Account называется. Поворотный компот. Я хотел напомнить один маленький тезис. Сергей, вы с ним знакомы, и не раз его упоминали. Вот. У меня каких-то конкретных рецептов, честно говоря, нету. Я об этом сейчас не могу думать. Хочу только вот одну фразу напомнить. Это вы в каком-то касте озвучивали. Это кого? Робина Бейкера, что ли, что репродуктивный успех меряется по внукам. Да. То есть надо смотреть не как заставить нынешних женщин рожать, а как сделать так, чтобы уже последующее поколение как-то это самое жили нормально. То есть нужно дать большую, получается, больше какой-то толчок тем, кто в полных семьях растет или у кого какие-то более-менее условия разумные, адекватные. Мне кажется, что именно из таких семей будут появляться дети, которые потом будут более показывать высокие коэффициенты рождаемости. Как это сделать, хрен его знает. Но тут видите, скажем так, мне кажется, что с детьми нужно работать, чтобы из них получались такие люди, которые осознанно относятся к продолжению рода. Они сейчас собираются работать очень активно, они вводят так называемое семневидение. Единственное, у меня лично сомнение, что что-нибудь из этого выйдет. Сомнения у меня большие, что что-то из этого выйдет. Дело, что это не семневидение дает информацию, это жизнь в семье дает эту информацию, причем в нормальной семье. Поэтому в принципе ваша идея по поводу того, что такие питомники нужно организовать, ну давайте уже говорите, это какой-то питомник. Ну как бы питомник, но идея такая, что со временем он должен разрастить и получить все остальное по идее. То есть должны быть такие пятна, очаги, которые должны потом начать расти. инфекции. Демографическая инфекция. А на самом деле в общем грустные у меня мысли есть по поводу того, почему количество народа понижается. но оставлю их пока при себе. Ну вот положительный пример это действительно то, что нужно. Может быть и сработала бы ваша идея, но мне кажется, что какие-то идут далеко идущие планы по уменьшению возможно количественному, качественному улучшению вот этого белого населения. Вот. И увеличению вот этого вот скажем так как приезжего населения малообразованного. Как-то так вот идет разделение видимо на касты будет скоро как египтяне и евреи. Что-то в этом роде. В принципе вот так вот. Такая вот грустняшка. Ну в общем резюмируя нужно будет показывать детям и тогда будет из детей выходить взрослые. Такие осознанные. Ну вот все что хотел напомнить скажем так. Вот. У меня все на эту тему. Спасибо. До свидания. Благодарю. Ну я в общем-то согласен. Да. Единственное что я думаю что лучше всего это покажет именно если дети выросли вот в таком вот анклаве то для них это будет естественная вещь то что они и будут видеть ежедневно. И между прочим будут видеть и тех кто оттуда съехал потому что перестал удовлетворять там не не оправдали оказанного вам высокого доверия да и тех кто оттуда будут уезжать это будут как бы истории про которые все будут узнать и будут объяснять детям что вот там случилось то-то и то-то и поэтому люди отсюда съехали и потеряли и больше они не являются семьей а называются вот так вот те теперь их даунгрейд сделали я бы предложил возможность я говорю что когда начальные вот это будет собственно ввода таких анклавов там этих очагов семейного заражения у определенных пар хотя по большому счету они не обязаны быть они не обязаны быть в браке но и в браке в обычном тоже могут быть если они удовлетворяют критериям определенным то можно будет им предложить опцию что называется сконвертировать то есть вы можете из вашего нынешнего брака сделать вот тот вот семью организовать но типа со всеми теми же оговорками что это дорога в один конец то есть и естественно туда нельзя приглашать всех подряд то есть это пардон совсем не для всех это только для тех кто там у кого там начались уже то что называется по-английски как они это называют миксит фэмилис никаких миксит фэмилис там быть не может не нахрен нахрен если у вас там ребенок от этого ребенок от того там этот вообще не знает кто там брак какой-нибудь по счету там не знаю второй третий не 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 спасибо конечно то есть если у вас обычный союз там первый дети все там проходят проверку они подтверждены что это свои вы там подписываетесь под определенные обязательства тоже да там что вы понимаете дает себе отчет что вы вот этого 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 сделать больше не сможете вы готовы там в обмен на это как бы вас там вам придадут жилье у вас будет доход там достаточный для более чем то есть скромного и более чем скромного проживания вот и будут будут все бытовые условия сделаны для семьи детей и чиновников но в принципе если чиновник удовлетворяет этим критериям а почему бы собственно ему там и не жить почему нет то я бы наоборот даже это со временем естественно следующий план то есть этот самый чиновники должны быть раскиданы среди этих же людей причем не жить анклавами там а любой такой товарищ должен жить где-нибудь там среди всех остальных с определенного момента люди которые ну это просто количество должно и достигнуть какого-то там критического половины и более населения тогда можно будет сказать что извините ребята но у нас на выборы вообще люди из других структур не идут ну в принципе это конечно нет слово дворянство мне здесь не нравится потому что дворянство подразумевает что у вас дворян этих там ну один процент или два процента от всего населения а все остальное это значит как ни попадя живут моя идея именно в том чтобы это стало со временем подавляющей частью всех то есть ну или то есть это скажем это будет репродуктивное ядро которое будет обеспечивать все остальное воспроизводство фактически потому что среднее число детей в этой штуке должно быть не менее трех внутри это абсолютный минимум меньше просто это несерьезно то есть если меньше трех это нужно будет объяснять почему и даже в этом случае если ты объяснил почему все равно не факт что ты сможешь как бы остаться в этом потому что там ну например если там люди будут пойманы за саботажем там не знаю репродуктивной функции там да там или просто не в состоянии выполнить своих этих обязательств ну надо бы как-то это дело в общем тоже отражать не знаю там например даже в этом городке могут быть все таки разные как бы мини кварталы внутри там там где живут многодетные там где живут одна-двухдетные там не знаю и так далее те у кого уже точно не будет например например семья ничего не нарушала но не знаю там они например просто как пример потому что такие вещи тоже sich нужно продумывать например у вас семья потеряла фертильность из-за например несчастного случая вот они к ним нечему придраться они там никто никому не изменял ничего но например не знаю там попали в аварию да и человек потерял возможность рожать детей больше а у них ребенок один и все то есть лишать их этого статуса не за что абсолютно да потому что если доказано что это именно вот там чп как бы да и это не какой-то не самоострел ничего то как бы вам остается только развести руками они смогут жить увидим каком-то отдельном квартальчик там потому что у них детей уже число не будет расти больше мы будем знать что у них вот один и он навсегда останется один ну значит можно их не знаю там в квартал в отдельный выделить например внутри этого надо подумать как это сделать в общем это сравнительные уже мелочи так редми по моему что да пардон без имени да меня слышно хорошо да слышно очень хорошо всем добрый вечер хотел бы конечно начать именно с послания нашего гаранта конкретно его речь о матери с ребенком на руках и сразу вспоминается вот семи слов говорил что мадонна вспоминается сразу ассоциация такая и сразу с этим у меня идет следующая ситуация все мы знаем что с этим ребенком потом случилось госупырь его распял тем более что это был мальчик было бы интересно конечно подумать также было бы если бы это была девочка много было конечно всего сказано я даже потерялся и немножко сейчас растерялся но тему последнюю то что вы сейчас затрагивали хотелось бы тоже рассказать по поводу усыновлению детей у меня есть конкретный пример мои знакомые которые имеют двоих детей своих за счет материнского капитала от второго ребенка они взяли через поменьше что тысяч квартира хорошая большая что это долговато и получается что чуть ли не в последние дни перед выходом на пенсию у них как бы кредиты заканчиваются и они решили как раз подумать о том они взять ли им третьего ребенка из детского дома поскольку они уже как бы в возрасте вот и рожать уже сами опасаются опасаются если могут конечно вот то есть для меня это было честно говоря такая ситуация я просто офигел от их так скажем можно сказать аферы то есть это именно такой прагматический подход был чтобы вот закрыть кредит там ведь на усыновленного ребенка выдаются какие-то пособия и за счет этих пособий еще закрывать этот кредит для меня это конечно в каком-то смысле было неожиданно тем более они православные верующие и вот такой прагматический прагматический подход причем должен отметить что своих двоих детей они практически то и не воспитывают они растут как это как сорная трава потому что отец постоянно на работе сейчас вот он уже на третью работу устроился подхалтуривает мама там работает на крупную крупного монополиста зарабатывает не так много но часть из этих денег тратит на ногти реснички и всякую хрень то есть тут часть этого бюджета она могла бы просто закрывать кредит этот же что хотелось еще ну это мои эмоции просто по этому поводу хотелось бы еще сказать следующее по поводу тех выплат которые гарант обещал женщинам по алиментам что будет гарантировано им выплаты алиментов опять мужчин выставили как расходный материал поможет ли это рождаемости демографии страны в какой-то степени да потому что выплаты одиноким мамам там даются при наличии ребенка то есть у нее уже должен быть ребенок вот по поводу выплаты за второго ребенка которые могут потратить на образование то есть вот этот материнский капитал который называется государство все просчитывает понятно что сделать коэффициент двоечку чтобы хотя бы плату было нужно стимулировать народ но те суммы они не позволяют действительно воспитать и люди с образованием они считают хорошо тоже они понимают что это недостаточно та сумма которая там около полумиллиона это считая на два года ребенка тем более что в самом начале нужно очень большую сумму потому что многие хотят сразу сделать детскую комнату там ремонт коляски кроватки все причиндалы то есть это не та сумма которая позволит демографию потом опять вот один из ораторов по-моему Сергей правильно отметил что для каждой цели должна быть идея для чего это нужно я в свое время когда видел о чем будет нынешняя беседа я размышлял что можно предложить понял что это не в семейном кодексе это целый комплекс это и семейный кодекс и образование и здоровье и применительная практика то есть большой пласт причем это как слоеный пирог там много везде нужно подымать вопросы и они должны быть синергетически связаны селективными чтобы не противоречили друг другу хотелось еще сказать следующее что так немножко мысль убегает у меня так сейчас немножко запнулся да извините волнуюсь давайте я чуть-чуть остановлюсь и предложу слово другому потом продолжу спасибо сделайте заметочки там не знаю открывайте файлик я все время так делаю у меня просто открыт ноутпад в ноутпаде пишу там тезисы на чем потом не забыть сказать и все но прям по мере хода когда другой человек говорит какая-то мысль родилась и просто пометку дела ну окей хорошо так у нас дальше Дмитрий по-моему был Дмитрий да я сейчас скидывал в чат статью с сайта ленты.ру о жизни ортодоксальных евреев в Израиле и мне кажется я эту скинул эту статью потому что мне кажется есть некая параллель с идеей Сергея там в общем статья о жизни ортодоксальных евреев в Израиле они живут компактно в каких-то отдельных кварталах придерживаются вот своих очень строгих религиозных норм и они очень сильно размножаются то есть там типично в семье может быть больше десяти детей и они обычно не работают получают какие-то пособия от государства у них есть огромная привилегия ну в Израиле это огромная привилегия то что они не служат в армии потому что им запрещает религия и это кажется не в ленте написано это я где-то в другом месте читал то что ну их не очень любят более светские израильтяне потому что во первых они уклоняются от службы в армии они являются они получают пособия от государства то есть являются таким грузом на шею работающих израильтян и еще если они начинают селиться в каком-то районе то в этом районе как бы продолжают селиться вот их как бы это сказать тоже вот эти радоксальные евреи харидим и недвижимость в районе быстро обесценивается потому что с ними светские израильтяне не хотят соседствовать и соответственно это людям не очень выгодно то что они скажем покупали дорогую недвижимость в хорошем районе и там за какие-то считанные годы эта недвижимость обесценивалась в несколько раз и что я на этот счет думаю я думаю то что этих государства намеренно этих ортодоксальных государство израиль намеренно поощряет этих ортодоксальных евреев размножаться потому что израилю очень важно набрать такую человеческую массу чтобы противостоять арабскому миру с которым израиль находится в постоянном конфликте и я думаю что сейчас эти ортодоксальные евреи они отстранены от службы в армии но через какое-то количество времени я уверен что их всех поставят под ружье то есть у государства израиль далеко идущий план то что сначала они дадут эту поблажку резко увеличат свою численность населения за счет них а потом как бы халяву им закроют то есть они будут служить так же как все остальные ну я так считаю и то есть фактически эти кварталы ортодоксальных евреев это такие вот реально центры размножения в израиле которые как бы вот еще друг от друга отпочковываются как муравейники в лесу и я хотел выразить такую мысль то что чтобы такие центры размножения были у государства должна быть какая-то идея для чего им увеличивать демографию в случае с израилем это понятно потому что им нужна массовая армия то есть у них там служит все население мужчины женщины и для них большая численность армии это один из основных как бы один из ключевых факторов чтобы вообще в принципе там удержаться как государству и для них это вполне возможно закончится какой-то массовой бойней с арабами и в этом плане если государство не развивает демографию то можно сказать что в этом есть большие плюсы это значит что государство не планирует никакую массовую бойню и в этом плане как бы если государство не стимулирует демографию то можно это считать в этом плане хорошим признаком и да что я еще хотел сказать мне кажется что само по себе наличие какого-то населения ну это такая вот лично для меня более важно скажем сохранение скажем языка и культуры исключительно как не то что какой-то один язык или культура лучше другого но в любом случае какое-то видовое разнообразие кажется лучшее даже скажем когда какое-нибудь скажем животное полностью устребляют браконьеры но это как-то печально тем что мир как-то стал менее интересен какая-то зверушка в нем полностью исчезла хотя она жила могла размножаться то есть и в этом плане важнее как бы сохранение русского языка и культуры а сейчас мне кажется в современной ситуации для сохранения языка и культуры какой-нибудь один как бы блогер может сделать там больше чем тысячи людей которые там скажем размножаются но они никак не присутствуют в информационной сфере и в этом плане как бы намного важнее иметь какое-то качественное население чем количество в принципе большое количество населения оно важно только для того чтобы всех можно было поставить под ружье и отправить на какую-то бойню то есть я не знаю это за рамками дискуссии или нет но хотелось бы вообще понять постановку вопроса а зачем нужно увеличивать демографию то есть мне кажется очевидно что какие-то мировые силы они считают то что большое население это не нужно они будут с этим бороться то есть там явно говорят что вот каждый человек он а Путин кстати об этом тоже говорил при послании федеральному собранию что мы уменьшаем там карбоновый след то есть всем как бы ясно сказали что человек это источник карбонового следа как бы это не требуется то есть какие-то планы глобальные на сокращение численности населения есть и в этом плане вообще как бы интересно понять какая оптимальная численность населения я пару раз интересовался этим вопросом ну крайне поверхностно с одной стороны есть рассуждение что земля стоит пустая и можно на земле довести численность населения там чуть ли не по триллион человек а с другой стороны как будто ресурсы уже кончаются то есть то есть какие-то даже такие простые вопросы о запасах нефти насколько их хватит эти вопросы они крайне сложные такие политизированные явного ответа на них нет я закончил спасибо ну я так навскидку я бы так минимальные какую задачу я бы поставил по поводу демографии но вопрос мы хотим как бы продолжать существовать хотя бы на данном количестве или мы окей что мы будем плавно убывать вниз и там у нас число пенсионеров будет расти работающих падать то есть кто их всех будет собственно как обслуживать не только в смысле денег а кто тоже должен еще физически все это обслуживать там инфраструктуру там и так далее грубо говоря каждого пенсионера должна в случае чего увести скорая помощь скорая помощь это там водитель врач и там еще куча персонала откуда они должны это же откуда-то быть то есть как минимум ну то есть задача минимум это стабилизировать задача максимум это как бы вырасти если мы хотим чего-то собственно развивать например осваивать территорию вот для меня лично как бы ну особенно в сравнении когда я германию посмотрел да германия устроена совершенно не так как у нас вот живут у нас живут люди мы живем гиперконцентрированными такими как бы анклавами тут стоит какой-нибудь анклав там ну не знаю либо ну ладно москва это особый случай но даже если это не москва даже взять не знаю там ярославль грубо говоря берем ярославль стоит ярославль такой там город там миллионник все дела или там калуга какая-нибудь вокруг нее пустынные пространства от которых такой тонкой ниточкой вьется какая-то там извилистая дорога и она идет к другому анклаву а между ними просто ну в общем то безжизненное пространство а вот в этих анклавах люди друг у друга на голове там безумные цены на жилье которых не купить ничего немецкая структура устроена совершенно иначе у них тоже есть город города там такие гиперанклавы там их мало вот но основная часть населения у них так называемые штаты штаты это маленький населенный пункт который как бы город за городом а за ним еще один город и их связывают очень маленькие промежутки таких дорог там между ними какая-то там как правило ну сельская местность какая-нибудь и вот от штата до штата например человек из штата вполне спокойно ездить на работу потому что это езды допустим там 25 минут по нормальной дороге там 15 минут там если человек подальше живет штаты очень разные есть штаты крупные где например может жить скажем 30 тысяч человек есть штаты очень мелкие где например живет 300 человек но они все то есть если там 30 человек там конечно нет своей школы туда приезжает автобус там он забирает детей утром и так далее если там допустим уже 30 тысяч человек там скорее всего своя школа внутри ну по-моему да этот может я неправильно произношу слово штат да вот этот типа того как то так это называется типа это почему правильно употреблять слово штат потому что это и не город и не деревня и не поселок это не знаю как это назвать типа поселок городского типа только он в германии он сравнительно недалеко и он довольно может быть достаточно древний то есть там реально стоят например дома которым кроме шуток у меня были коллеги которые он говорил там я вот сегодня там закончил ипотеку выплачивать типа ну там расскажи что там за дом а выплачиваем ее долго допустим там лет 15 платил только процент не наш конечно у них процент ипотека там полтора процента такие два процента два это уже дорого вот и он говорит у меня моему дому 150 лет вот я был потом в гостях там дом такой вот то есть в нем можно снимать кино историческое там как вот там или псевдоисторическое про вольфенштейна там возвращение в замок вольфенштейн вот как там вот эти деревни там изображены прямо в игре вот то такое вот реально все и есть вот и как бы сказать то они более размазаны по площади у них более равномерное распределение то есть там достаточно цивилизованное место там никакие вам не разваливающиеся дома никаких гигантских пустующих пространств то есть люди ровным слоем размазаны правда у них все равно низкий уровень рождаемости вот но это то сказать потому что у них там тоже свои есть причины но как бы степень освоения пространства у них совсем другая там они же площадь намного меньше чем наша а население там такое же или больше даже германия там по-моему сравнимая какая цифра с нами одного порядка по-моему это вторая страна в европе после россии ну если считать россию европой ну и как бы да я знаю что переводится как город но как бы кто там был понятное дело что это не особо город где вы видели город на 300 человек допустим с историческими постройками там с этими сахарными этими пряничными домиками там и так далее весь весь вылезанный с брусчаткой там со своей старой какой-нибудь башней там с церковью еще там бог знает чем и весь цветами увешаны как на бюллин штрассе короче как бы город но как бы не город вот к чему я про него говорил ну про то что например одна из идей была бы освоение пространства если бы такой как бы мега город мега штат начал распространяться он мог бы докатиться до там самых дальних уголков которых у нас много не освоенных вот является ли это самооценностью не знаю но если бы мы хотели там не знаю заниматься производством там что-то строить что-то там добывать и то есть хорошо жить в общем мне кажется ну я говорю даже минимальная идея хотя бы стабилизировать даже я не предлагаю как в японии да когда у них город нету границы между городами типа один город закончился начался другой город настолько плотно они там все у них стоит но это япония особый случай что нам с японии брать хоть интересно какой в японии сейчас наверно довольно низкий коэффициент рождаемости пальцем в небо я думаю тоже где-нибудь на один и два наверно но у них свои причины там по другой причине я вот что хотел сам важный момент который прозвучал просто прозвучал несколько раз слова усыновления отдавая себе отчет что это важная проблема в нынешней россии то есть да у нас большое большое количество этих детей что с ними делать не особо понятно тем не менее все таки я как вы помните в своем плане предложил что дети все таки будут разделяться на статусы они будут иметь статус то есть ну условно он может называться по-другому но смысл такой что типа семейно рожденные и не семейно рожденные если ребенок семейно рожденные вот в этой структуре но по какой-то причине потерял родителей по любой причине по причине которая не заставила семью потерять статус семьи важно что может быть теоретически если по этой причине семья статус ими не потеряла то вероятно что они должны усыновляться и устанавливаться как раз теми у кого проблемы с вертильностью возникли это было бы логично вот но дети которые как бы имеет статус скажем не вне семейно рожденного я думаю что то есть как бы идея такая что со временем их просто не должно остаться то есть нет нет такого понятия как детский дом вообще его не должно быть в перспективе но пока к этой точке будет общество идти то детские дома будут существовать но более или менее в том же виде в каком они есть сейчас то есть грубо говоря у каждого детдомовца там должен должен быть шанс на на то что у него будет своя семья да но в общем этот шанс надо понимать небольшой именно в силу социализации и до узкой но как бы дорожку туда положить естественно нужно должна быть такая дорога то есть должен быть вариант что человек вот сам не является там не вышел из семьи но сам имеет право на это один выстрел да но это если он как бы ложится в это всей своей жизни то у него есть шанс я думаю что такое надо дать вот то как бы в общем установлению там должно быть место но с оговорками вот так скажу так максимума давно хотел воскресить прошу максим всем привет я тут недавно можно все слышал не слышно нормально да очень хорошо слышно отлично ну у меня тут я не знаю сколько там времени по регламентам нужно занимать не остановите ну первое что хочу сказать минут 30 на раз лучше надеюсь будет записи переслушаю потом где-то это что действительно я согласен с дмитрием по моему предыдущий собеседник был что зачем нужны дети вот сергей немножко высказался по данному вопросу ну я ну например освоение космическое пространство я еще как то могу это понять но освоение российских глубинок когда 70 процентов территории просто объективно не ну проживанию не приспособлено но это наверное не очень правильно цепь насчет германии ты говорил сергей такое есть в россии украине дьявол из украины просто в украине два места таких похожих есть на германию конечно плотность такая но тем не менее я там был увидел примерно это львов окрестностей ну там области которые вокруг него там примерно так же как в европе и донецк-луганск правда часто не объективная ситуация но в целом там такая же система как германия и также у вас такое место такое место есть только с чуть большим расстоянием это краснодарский край там сочи вот это все вещи связано там вот такой есть и кстати туда идет миграция ну у нас там донецк-луганск прикатилась из-за понятных причин а вот например на западную Украину идет то есть там разрастается там достаточно кстати неплохая ожидаемость у нас две области которые дают позитивные сальдо порождению это волынская и районская почти всегда там они иногда провалились но они всегда позитивно все остальные падают так что и снова уже никто их не делал они такие есть львов можно объяснить тем что это область больше всего вошла в сельской союз там традиции сохранились такие вот европейские а донецк-луганск можно объяснить тем что просто там было выгодно потому что было много работы много денег и там возникла такая ситуация краснодарский край понятно объективно почему потому что хорошо там тепло мягко все растет море далеко озера всякие и оттуда все кстати приезжают если не из Москвы не из Питера это глубинки просто это мечта такая там с Дальнего Востока или с севера России там и Малыманск и так далее приехать в краснодарский край и пожить там то есть есть места где у вас ну если не рождение то как минимум миграции население увеличивается и это нормально это объективно то есть у нас могут быть влажные мечты о том что давайте сделаем больше населения а есть объективная реальность которая показывает что вот в этих местах объективно больше населения становится миграция это для того причина или же это рождение по месту или все вместе но тем не менее такие места есть вот может быть посмотреть на то что реально хотят люди и как бы дать им это делать это что касается детей насчет Украины у нас в Украине уже 50 миллионов до 42 миллионов усиление упало я не считаю это какой-то катастрофой это сделала Украина только лучше почему объясню потому что сейчас у нас очень большое трудооблигация это больше 5-8 миллионов украинцев где-то находятся не в Украине постоянно да они приезжают и уезжают но тем не менее то есть большую часть времени уходится не в Украине это подняло наш уровень жизни то есть Украине так и было мало производства мало всего мы так трудно все ну интегрировались все эти европейской структуры вообще у нас наследие Советского Союза такое вот мы разворачивали и привело это к тому что zawода закрылись работы нет населения в депрессии и для этого населене дали уехать она уехала в Польше посмотрела как работать много от многих оставить на им emotional house пятая постар Реально, если мы выкинем ту, которая черная, добавленная, то где-то так будет. И мы постоянно идем к этому. То есть мы постоянно идем и увеличимся. Это связано с нехваткой трудовых ресурсов. А нехватка в том числе трудовых ресурсов из-за низкой раздраиваемости. И плюс уезжают люди туда. И когда это сравняется, они перестанут в Польшу уезжать, например. Ну и здесь уже будет население, например, миллионов 30 или 35. И на этом, я думаю, все закончится. Или будет очень маленькое убой население. Так бояться меньше рождаемости надо. Почему? Потому что, ну, когда здесь стабилизируется, когда здесь начнут появляться какие-то, ну, не знаю, фирмы, производства, компании, у нас или у вас в России, там, то и люди тут начнут более активно размножаться. Что насчет еще демографии, хочу сказать. Про это, как ты говорил, Руслан Тягилев, я тут тоже с этим тестом согласен. Есть был такой эксперимент на счет рыбок. Там показывали, как они размножаются. Так вот, если им долго не давать еды, они не размножаются. Если им не давать еды, давать, например, иногда оно много, они тоже не размножаются. Но если стабильно каждый день им давать еды чуть-чуть больше, чем было в прошлый раз, они как-то вот без мозгов, с вами понимаете, рыбки там не очень умные, они начинают потихонечку, потихонечку увеличивать свою численность. То есть, что главное в демографии? То, что если у вас на территории некой есть постоянная какая-то, скажем так, положительная ситуация, то есть, как-то народ в позитиве. Вы знаете, например, что в Японии, по-моему, 80% эфира должны положительные новости занимать. Это так прописано в регламенте у них, новостных агентств. То есть, только там действует 15% негативных новостей. То есть, представляете, как там это, ну, специально, то есть, в Велии там же знают все нюансы с тем, что это должно быть еще хорошо. Но если бы такого не было, мы не знаем, что там было. Может, коэффициент бы уже на 0,5 там был в Японии, а вместо 1,1 или 1,7, который там у них сейчас. Поэтому бояться рождаемости низко не надо. Почему? Потому что, ну, объективно, вы же сами понимаете, что, чтобы рыжить неплохим таким среднем уровне в России, сейчас не хватает рабочих мест. Почему их не хватает? Это отдельный разговор. Как бы, вот мы живем при капитализме, вот так вот произошло, вот такая ситуация. Ну, там, не знаю, при такой ситуации там относительно хорошо могут жить там миллионов 70. Да, не надо, как бы, их завтра там куда-то там травить, убивать и так далее. Но можно сделать так, что, например, через 50 лет их станет 70. А если там все выровняется и все наладится, и все будет хорошо, перестанет появляться, население самого начнет расти, если это будет необходимо. Технические возможности каждый раз увеличиваются. То, что раньше на заводе заработали по 3-4 тысячи человек, чтобы делать какие-то там, не знаю, шарикоподшипники и так далее. Сейчас там 50 человек работает и делается 3 раза больше. Ну, это как бы не один я говорю, это можно там люди, которые с производством знакомые спросить, они вам сами расскажут, что там реально есть. Все рабочие, сейчас все люди, которые там у нас или у вас лишние, они идут в некий там офисный планктон. То есть они переложат бумажки с одной стороны в другую. Это такой скрытый, скрытая подачка вэлфера, как у негров в США. То есть просто, чтобы не платить деньги напрямую, есть некая такие вот работы, которые людям дают типа минималку. Есть люди, которые напрямую на вэлфере живут, это пенсия. Не надо мне рассказывать про то, что пенсию не заслужили. Не заслужили пенсию. У нас социальная система и у вас такая, что работающие платят за неработающих. Это значит о том, что им придет прямая социальная помощь. Никаких их вкладов нет. У вас такой был проект, по-моему, Путин запускал в 2003, не помню. И он его заморозил. У нас его уже пытаются фиксировать сколько завести. Это когда люди сами накапливают на пенсию второй уровень пенсионной системы. У нас тоже не могут его завести. Почему? Ну, потому что не работает, разворует. Ну, не такая у нас система управления, не получается вести у нас. Это не США, не Европа. Поэтому, да, у нас такая есть куча. У нас в Украине, смотрите, сейчас около 40 миллионов. Реально 35 может живет. Из этих 35 миллионов работает официально 8, не официально 13. Это реальные цифры. Почему? Потому что где-то миллионы пенсионеров, где-то еще около миллиона 8 детей, мам в декрете и так далее. Ничего, страна живет, никто не голодает. Все нормально. То есть автоматизация идет, там, логистика, новая почта, алиэкспресса, доставляется, все прекрасно. Ну, мы же видим, что каждый день мы живем лучше, чем хуже. Так, где паника? Почему вы кричите? Ну, развивать территорию. Я вот этот недостаток, который Сергей сказал, что здесь город, и вокруг города типа пустая прослата, это не недостаток, это наоборот круто. Почему? Потому что у вас есть легкие, у вас есть территории, не загруженный мусором. И так далее, и тому подобное. Да, естественно, тоже не надо в муравейниках жить, как там делают под Питером и так далее, как Варламов показывал. Но надо баланс находить, чтобы не так, чтобы вот... Ну, просто вы на севере, у вас северная страна очень сильно. Вам невыгодно строить маленькие дома. Это очень... Себестоимость очень дорогая, жизнь такой. Как бы при ваших КПД низком, которые там в целом показывают экономику, и ваше ваше, строить, как в Германии, домики одиночные, ну, невыгодно, это очень дорого просто для человека. Поэтому строите муравейники, и строите их сконцентрированно. Поэтому пространство не занимайте. Должна быть золотая середина. И не так, чтобы там 25 этажей, но не так, что там один дом. Почему? Потому что, ну, я думаю, 3, 4, 5, 10, ну, до 9 этажей, это, наверное, оптимальная структура. Советский Союз, кстати, ее нащупал и так и делал. Потому что, видимо, это какой-то умный человек об этом продумал. Насчет всяких там поощрительных... Поощрительных за рождение детей, там 3, 5, Сергей говорил, 10 детей, там, жена, мужчина не работает. Все это проходили. Это проходили в США. Называется это вэлфер для негров. Там 70% они не выходят с тех районов. Не образования толкового нет, ничего. Дают мамочкам-одиногичкам, говорит Эган Свястиан. Вэлфер там, чтобы они могли выжить, за каждого ребеночка дают им денежку. И вот так они это прозябают. Сущие проценты единиц выбиваются из этого гетто и попадают куда-то на нормальную работу, на должность, какие-то пользу приносят. А так это бессмысленная рождаемость. То есть они рождаются и умирают в перестрелках, наркотики и так далее. Мы хотим это получить. Как бы я не хочу это получить. А если вы будете давать им то, что предлагает Сергей, вы это получите. Потому что сначала нужно воспитать население грамотное, умное, интеллигентное, а потом уже это население как-то будет делать детей. Ну, пример, виссарионовцы. Все, кто интервью смотрел, там среднее количество ученых, там интеллигентов выше, чем в городе. И из-за этого у них там и процессы идут, и нормальные люди, и не бухают, и дети рождаются, 3-4 человека. И как-то жизнь налажена, и кружки есть. Но, понимаете, виссарионовцы – это такой отдельный пример. Это вот это нужно, чтобы во всей России, во всей Украине такое стало. А это не произойдет, если вы будете просто давать за рождение детей, дети, или за рождение детей будете улучшать состояние. Да, помогать нужно, но помогать по минималке. А лучше вообще давать возможность этим же женщинам, которые, например, залетели, ну, не выкидать их на произвол, но не давать им деньги, а давать им удочку. То есть давать им какую-то там няню, которая будет сидеть, а это барышня сможет там институт или заочно учиться, повышать свою квалификацию и так далее. Вот такие вот вещи нужно делать. А если вы просто будете деньгами это все прикрывать, то это ни с чего не придет. Это приведет только к американскому сценарию. То есть будут рожать, потому что, а, что я не родить, свою функцию выполнила, а мне все равно государство денег. Ну, не знаю. То есть будете действовать теми же методами, как США, так же самое получится. Извините, может, много... Для справки, пока мы... Нет, я параллельно пробиваю кое-что. Открыл. Фертилити рейд по Соединенным Штатам с разделением по этническому принадлежности матери. Черные – 1,72. Белые – тут еще более мелкие деления есть. В общем, 1,6. Я к тому, что план США не воспроизводит welfare черных... Чем не менее, к чему это приводит, мы видим. То есть он не воспроизводит... Это, наверное, даже хорошо. Почему? Потому что если бы они еще размножались с таких темпами, то темпу welfare на всех не хватило, честно говоря. У черных в США действительно очень родственные нам проблемы, но они... У них же как бы есть социальное зло, множество всяких зол. В частности, у них практически отсутствует вообще полная семья. Она просто не существует, черная семья. Там у них что-то свыше 90%, по-моему, всех черных детей рождаются в неполной семье. И welfare – это совсем не то, что я имею в виду. В welfare – это типа, ну, не сдохнуть с голоду. Я совершенно не собираюсь... Какой-нибудь там матери-одиночки, то есть, ну, вот welfare, да, чтобы не сдохла, да, но это не план по воспроизводству. Я, честно, не очень вижу, в чем тут параллель. Сергей, я услышал от тебя, что если вот трое детей нарожала женщина, то она не работает. А если там пять или десять, то мужчина не работает. А с чего это вдруг? Ну, с чего это вдруг? Ты же понимаешь, что появляются те люди, которые будут целенаправленны и идти к этому. И они не будут самым умными. Мы же видим, те, кто делает кучу детей, это не самые интеллигентные, не самые умные, не самые нужные обществу люди. У нас же общество, нет, у нас же общество, а кто сказал, что общество должно состоять из всех там самых умных? У нас что, все должны стать гений? Мы должны к этому стремиться. Если мы не будем к этому стремиться, то мы получим Челябинск и проблемы, которые там возникли. Честно говоря, вот это, мне кажется, спорный вопрос. Предположим, на секунду, предположим, что у нас все люди, ну, давайте мы мысленный эксперимент проделаем, все люди имеют кандидатскую степень по какой-нибудь науке. А теперь скажите мне, кто из них захочет быть сантехником, например? Вопрос, а зачем сантехник в будущем? В смысле, зачем сантехник в будущем? Смотри, за последние 20 лет куча профессий ушло. Сто лет назад была такая профессия, в США, по-моему, 2 миллиона работало, это тот, который, ну, на коне там возил извозчик. Сейчас ее нету. Большинство таких профессий, о которых ты говоришь, которые нужны, вот эти люди, большое количество этих людей, про которых ты говоришь, их не будет завтра, этих профессий. А куда эти люди идут? Они уйдут на Вэлфер, потому что их нельзя просто бросить. Ну, не знаю, просто если, если, как пример, приводить, например, там, кузнеца, который лошадей подковал, они исчезли. Но ведь одновременно с кузнецом было множество других людей, например, там, не знаю, которые варили сталь, там, или, там, водили железную дорогу, там, укладывали шпаны. Да, но это были инженеры, это был несопоставим уровень по образованию полученному. И это было, как ты говоришь, кандидатская диссертация, или, там, профессор. Да, это была такая. Слушайте, я не верю, ни что тогда у среднего строителя была кандидатская диссертация, ни что она сейчас будет у каждого строителя. Нет, я к тому, что инженер, который водил автомобиль, например, вместо извозчика, он мог его починить, он получал какие-то навыки, связанные с инженерией, с рождением. Так это были штучные. Когда они вышли в тираж, когда автомобиль стал, сейчас любая домохозяйка водит, то она водить его умеет, но она чинить его не умеет. Зачем? Чинит-то другой человек все равно. Все равно этот инженер умеет починить. Я понимаю, но этих инженеров мало. А людей типа, например, строитель, плотник. То есть кто у нас нужен все равно. Не важно какая. Если делать по твоему методу, и так поступают в Индии. Но так вынужденно поступают. Как? У них, например, есть заказы, например, на строительство гидроплотины или гидроэлектростанции. И они специально, правительство специально не дает этот заказ тем компаниям, которые могут автоматически его построить. Они его дают тем компаниям, которые у местных населениях, могут взять и больше ручной работы ее работать. Чтобы она была занята, чтобы ему платить денег. То есть мы к этому хотим привыкнуть. Мы хотим прийти к ручному труду или как? Я не могу понять. Мы собираемся отказываться от... Понятно, что почему это Индия делает. У него избыток при населении, которое она пытается сократить, но не получается. И она хоть как-то этих людей подкармливает. А зачем нам этих людей как в Индии лишних платить, чтобы потом решать их мне проблемы, потому что у нас нету для них работы. Типа, у нас есть места. Нет, вот это хороший вопрос. У нас что? Для меня несколько удивительно прозвучал тезис. У нас много лишних людей? Я не знал, например, что у нас много лишних людей. Я вот что-то как-то... Ну, я почему-то по зарплатам не вижу, что у нас много востребованных людей. Потому что при капитализме и востребованного человека, и ты, Сергей, знаешь, как работаешь в этой отрасли, за него готовы платить. Вот ты видишь возле себя огромное количество людей, которым готовы много платить. А если не готовы, значит, он не востребован в современном. Расскажу историю с риском спалить, собственно, контору. Но, тем не менее, все-таки, это реальная история. Как бы я слышал подтверждение из нескольких моментов. Одна очень немосковская область, которая переживала бум роста одной определенной промышленности, где западные компании начали открывать много производств. И, значит, эти производства, естественно, они в чистом поле создаются. Нужно туда откуда-то людей набрать, работающих в этой самой немосковской области. Ну, естественно, они высосали всех возможных выпускников из местных вузов. Сначала из технических, потом уже из нетехнических, из всех вообще. Секретарши понабрали всех, кто хотя бы два слова мог по иностранному языку связать. То есть высосали не только технические вузы, но и лингвистические всякие там и прочие всякие бесполезные хрени. Мало людей нету все равно. То есть нужны, кроме рядового состава, нужны еще и мастера, инженеры и так далее. Они где-то трудоустроены все. Они же работают в каких-то там предприятиях, только не в зарубежных компаниях, а в местных там. Начиная от какого-нибудь там полуподвальных помещений до каких-нибудь, ну, там, не знаю, остатков послесоветского этого самого. И компания, естественно, решила, что, ну, у них денег много, что нам не попадет. Мы хотим платить, типа, и хотим, чтобы они у нас работали. Мы башляем. И они говорят, мы вот кладем инженеру там и называют сумму X. И как только они это объявили, практически сразу это, значит, руководство зарубежных этих компаний вызывают на ковер губернатору этого самой немосковской области. И губернатор ему русским языком говорит, значит, так. Ваша зарплата вот для этого уровня будет вот такая и не выше. Поняли? Записали. Для такого уровня вот такая и не выше, а для такого уровня вот такая и не выше. Точка. Поняли? Поняли? То есть им в директивном порядке, естественно, неофициально, никто такого слова не сказал бы, но им на директивном порядке, на уровне, это самое, на уровне руководства региона сказали, вы, ребята, не будете просто платить хорошую зарплату и к вам не пойдут люди. Нет, этого просто не будет. Точка. Какой за этим механизм сейчас стоит, что там на самом деле, какие там вопросы руководство решало, я даже не хочу гадать. Я просто называю реальную историю. А я могу рассказать, почему так было. Я понимаю, почему они так сделали. Смотри, там вот этот губернатор, эфилированные с ним люди, я снова же, я просто, я первый раз, я слышу историю, я просто могу логию процесс этого понять. У них есть куча производств в этой области своих, там, где у них не работают инженеры и так далее, не имеющие зарплату. Если сейчас высосет эта компания всех этих инженеров, им придется с ними поднимать зарплату, у них есть сутки сдержки производства, а они перестанут быть конкурентоспособны. Даже на внутреннем рынке и на внешнем рынке, если они куда-то поставляют. Понимаешь? Они делают, например, какую-то фигню, ну, не знаю, там, что-то, что поставляют, например, в Грецию. И это стоит, например, 100%. А если они начнут платить такую же зарплату, как и платят вот этой компании, она будет стоить 130%, и это будет невыгодно. Это производство должно было умереть уже давным-давно. Но оно живо только потому, что можно воплотить эти копеечные зарплаты этим людям, которые там есть. И вот эта компания, которая пришла, она эту ситуацию могла изменить. Но ей не дали. Почему? Потому что власти стоят те люди, а мы же прекрасно понимаем, как срочно у нас сейчас власть и капитал в России. Ну, именно вот этот вот местный, такой жесткий, так скажем так, первого уровня, называют так, когда он еще не перерос. Что, естественно, они дадут. Понятные причины. Я понимаю, если бы я был... Я всего лишь навсего привел, я всего лишь навсего привел это как пример, что мы вроде живем типа при рынке, там, свобода, где заплатили, где выгодить, там купил. Нихрена подобного. Нихрена подобного. На уровне целых регионов диктуют, какая должна быть зарплата. Сергей, это потому что до сих пор Россия живет на уровне какого-то там барщины. То есть это мой регион. Мне вот, знаете, как нотку дали. Вот постись там. Я не скажу, в Украине тоже есть такое. В меньшей степени оно есть. Я согласен. Не так, конечно, жестко, но есть. Потому что, как раньше Петр Великий на Крамление отдавал и там воруют, не воруют, заслужил. Так и сейчас. С Москвы там определенным людям отдают определенные регионы для кормления. Понимаешь? А население, которое там, оно заложник. То есть у него не хватает мозгов и опыта при всем уважении к местному населению, чтобы выехать куда-то в ту же Москву или в Европу. И оно там сидит и оно вынуждено работать на этих работах. А доплатят им ну, платят им маленькую заплату по двум причинам. Или не хотят платить, ну, потому что хотят сверхприбыль получить. Или даже если они сверхприбыль не получают, а просто получают прибыль, то просто если они начнут адекватные деньги платить, то просто их продукты ставят неконкурентоспособные. Так это, ну, вот такая реальность. Мы в ней живем. Как бы, и для этого людей платить, чтобы у этих людей было больше. Понятно, они заинтересованы. Они будут приходить к Путину и говорить, чувак, ну, давай там математиям и денежникам дадим пособие. Еще что-то. У нас уже закончаются. У нас то в Москву поезжали, то в Питер, то он уже в Европу ездит, то в Восток в Китай, в Японию. Ну, давай, давай, пускай рожают. Нам нужен, не знаю, сантехник на производстве, нам нужен там кочегар или еще кто-то. Ну, 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 потому что уже не идут на 20 тысяч рублей, уже хотят 40, а у нас то 40 невыгодно или невыгодно, или я не получу, я кто-нибудь куплю. Вот по этой причине. Понимаешь? И получается, мы для них сейчас обсуждаем вот здесь конкретно демографию, а по сути мы готовим новых работ через 20 лет для них. Таким образом. Ну, по сути, это так и является. Мне кажется, мы сейчас чуть-чуть, даже не чуть-чуть, мы, конечно, ушли в родственную тему, но это, конечно, автопик. Насколько я знаю, это, так сказать, то, что я бегал, я не специалист по этой области, насколько я знаю, поскольку я наблюдал одни и те же производства одних и тех же компаний и в Германии, и в России, я так скажу, работают они, в общем, люди примерно одинаково. Тем более, что на нижних должностях, что в Германии, что в России, работают много, но там люди и не блещут образованием особенно, и далеко не все из них этнические немцы, там много тоже натурализовавшихся гастарбайтеров их местных. Я не могу сказать, что какая-то радикальная разница в их труде есть. То, что там организация труда другая совсем, да, это правда. Но, насколько я знаю, в Германии, например, по-моему, существует закон о фонде оплаты труда. То есть, там нормативно с законом, по-моему, диктуется, что у вас фонд оплаты труда должен быть не менее, чем какой-то там процент от общей прибыли. Что-то в таком духе. То есть, вы просто физически не можете... И при этом еще ограничена разница между самым маленьким и самым большим. Там тоже есть пределы свои. И у них, по-моему, прогрессивная шкала налогообложения, по-моему. И, короче говоря, они своих рабочих, в общем, ну, как сказать, подкармливают, да, то есть, и подкармливают их просто законодательными мерами. Они вот имеют ограничения в обратную сторону. У нас больше нельзя, а у них меньше нельзя. Но это, как бы, это, не знаю, насколько это относится к теме, потому что рождаемость сейчас в Германии и в России строго одинаковая. Так что, видимо, это такого уж радикального прям влияния на рождаемость не оказывает. По крайней мере, у них там миграция идет такая, что она замечает именно все. И я не про этих средств. Ну, нет, все она им, конечно... Латвийцы, все едут, все нормально там, они замечают отлично. Может быть... все она им точно не замещает. У них рождаемость. Может быть, вот эта депрессия, вот эта низконождаемость, это ответ на то, какая ситуация происходит в России. Пока, если вот эти вот власть имущие, которые управляют этим процессом, не почувствуют по себе то, что, ну, тупо нету человека, чтобы на должность взять. Тупо нету ресторана, ресторана этого, ну, не знаю, там, повара, понимаешь? Они пока... Они еще не ощущают это на себе вещи. Почему? Потому что куча лишних людей, я их так называю. То есть те, которые готовы работать за дешевые зарплатные деньги. Я же рассказывал в самом начале, почему в Украине такая ситуация началась поменяться. У нас открыли рынок, во время рынка, границы, и метнулась куча населения в Польше. У нас моментально поднялись зарплаты, моментально, в течение нескольких лет. Это при том, что у нас была война. Это при том, что у нас пик знает, что творилось. Но она поднялась, она вынуждена была подняться, потому что местные наши олигархи подняли, что они не могут уже удержать по-другому человеку. Они не могут закрыть стену, они не могут что-то сделать, понимаешь? И поэтому пошло поднятие зарплаты. А если мы будем им давать снова же этими программами новое население, они еще не поменяются. Может, надо упасть сначала, естественно, причинами до 80 миллионов, а потом, когда поймется тренд и почему это до них дойдет, может, тогда начнется поднятие. Может быть, так. Знаешь, как там говорят, был Идрин говорил, для того, чтобы не есть, надо разъединиться сначала. Так же здесь. Для того, чтобы население все росло, оно должно быть такой честной отметкой падать, чтобы они поняли, они за голову взялись, что жесть какая-то. По-другому они понимают, как там российская поговорка. Пока там гром не гремит, крестьяне не прихрестятся. Ну, вот та же самая ситуация. У них гром гремит с 1964 года. Что-то, по-моему, пока... Ну, значит, мало, значит, хватает. Нет, я, например, это мы предполагаем, что на самом деле они вот схватятся за голову, ой, как кошмар, как у нас все упало. А если это на самом деле в их планы входит? То есть это не... Планы чьи планы? Ну, у тех, кто руководит сейчас системой, я не знаю, кто это. Хорошо, давайте поставим на их место и посмотрим, что они хотят. Ну, здесь в России 10 миллионов населения, там, не знаю, 5, сколько там, 25 мельких. Вроде Тетчер говорят, что приписывают Тетчер фразу про 35, что ли, миллионов человек. Хорошо, 35 миллионов. Если российское население дает 35 миллионов, естественным путем. То есть никто никого не будет устремлять, не будет уничтожить, ничего страшного. Что в этом катастрофичного? Никто просто так не умер. Умер и сесть на смерть. Прожили по 80 лет. Что в этом плохого? Ну, просто, вот реально, что в этом плохого? Такое население было в Российской империи, не знаю, в 1520 году. Ничего страшного, жили как-то. Ну, я так понимаю, там территория была другая, и не было таких ни армии, ни погранзаставы, ничего. Это же, извините, кто-то же должен всю эту территорию, сказать, огораживать. Автоматизация. Все эти вопросы решают. Пока я не слышал про автоматического пограничника, то, что вот про дроны, я с кем-то пилю тут кручу, как-то там пока не особенно это работает. Ну, смотри, окей, миф того, что нас захватят. Кто захватит? Китайцы. Китайцы тысячу лет не захватывали Сибирь. Они были ближе к ней. Она им сейчас не надо. Зачем она нужна, если есть дешевая рабочая сила из России, которая сама тебе и выкопает уголь, доставит и газ, и так далее. Начали китайцы уезжать из севера России. Китайцы начали уезжать. Вы посмотрите новости. Никто не хочет. Китайцы всегда традиционно жили на юге, в востоке, там возле моря. Это значит, в жизни удалось, поехал в Россию жить. Примерно так Китай звучит. Ну, их не вид. У них удалось, когда они поехали на море. Вот туда, в теплый климат. Вот там, это их естественное реалобитание. Да, понятно, что какие-то там китайцы едут. Ну, бывает у нас тоже едут на север, когда совсем уж там ничего нету, денег нет, и поехал там работать на вышке где-то там в Ямале. Ну, такое тоже бывает, извините. Но это не от жизни хорошая. Ну, так что вопрос такой, что я задаю, а нужно ли это население? Как бы, второй вопрос, собственно, насчет, давайте не плодить все селение егров с вэлфером, потому что это может всем этим закончиться. Потому что, если население, ну, человек не может нормально там встать на ноги, зарабатывать. Мы же прекрасно понимаем, как их детей воспитать. Также по подобию, тоже до меня говорили об этом, что там какие-то набожные, которые берут трое агитейку, закрыть и так далее, ребенка и так далее. вот это хотим получить. Насчет того, что еще Сергей-то говорил про этот, про наказание, отмены и так далее. Я либертарианский взгляд человек, не либеральный, замечу. Я за свободу слова. Хочет женщина ходить налево, пожалуйста, вперед спец, не надо ее наказывать. Хочет мужчина ходить налево, пожалуйста, не надо ее наказывать. Появились дети, прекрасно, развелись, совместная опека. Не хочет кто-то совместную опеку, это их не выбор. Алименты отменить. Если оба отказываются, государство берет этого человека под свою опеку. Это и сейчас так устроено. А что тут? Да, но мужчину сейчас щемят при этом. Вот и все. Единственная разница, что женщина при этом не страдает, а мужчина щемит. Вот и все. А нужно просто убрать игостный мужчин. И, собственно, я в мужском движении состою именно из-за этой причины, чтобы с домоклого места мужчину брать. А все остальное меня прекрасно устраивает. Я за то, чтобы была совместная опека, если она нужна обоим, и за то, чтобы брать алименты. Это как бы два единственных требования, которые мне и нужны от власти современной России и Украины. Все остальное меня, в принципе, устраивает, потому что это идеальная жизнь, которая могла быть только за все время существования человечества. Ну, окей, ладно. Давайте на эту точку запятой поставим. Ну, ладно, хорошо. У меня там еще пара на тестов есть, но я думаю... Я просто к тому, что если у нас изначально повторитель стоит, что типа ну и пусть себе падает, то как бы тогда непонятно, зачем тогда вообще бороться с рождаемостью. Все, что я слышал, это насчет... Я просто немножко другую точку зрения поднял. Ну, с другой стороны, посмотрел на проблему. Я же могу быть и неправым. Я просто высказываю тезисы. Мои, может, это... Агроментировано отвечать на них там и так далее. Просто, просто другой взгляд. Я никого не осудил. Я понял. Но в целом все-таки если идею сократить, то получится, что типа рождаемость поднимать и не надо. Ну, просто зачем? Кто-то может ответить, кроме заселения пустующих лесов, которые горят каждый год в России, которые ты высказал, Сергей. Есть какая-то идея другая? Ну, какая идея? Я могу, скажем так, я могу попробовать от личности ответить. Вот, например, я доволен тем, что у меня один ребенок. Считаю ли я это нормальным? Хотел бы я при другой ситуации другое число детей занимать? Однозначно хотел бы. Я бы хотел, чтобы у меня было, ну, там, минимум... Нет. Я что-то даже... Ну, я думаю, что разумный минимум это трое вообще. Разумный минимум. А если бы у меня были такие возможности, которые я примерно вот так описываю, как бы, наверное, мог... Ну, наверное, и больше было бы там, не знаю. У меня вопрос на осыпку, Сергей. 15-20 тысяч долларов для тебя сумма очень большая или не очень? Ну, это сколько в рублях? Я что-то так слёта не могу. Сейчас скажу. Сейчас уже в 20-ку будем, да, на всякий случай. 76 рублей. Это полтора миллиона рублей. Ну, не так, чтобы много, а что? Ну, в общем, у нас суррогатное материнство прямо в Украине. Ну, суррогат... Слушайте, суррогатное... Леона рождают. Суррогатное материнство это такая тема, когда это... Если бы, если бы я думал в этом направлении, то это однозначно, абсолютно, что у меня был бы ребёнок один строго. Точно. Потому что я просто физически не смог бы с ним больше ничего делать. Во-первых. Во-вторых, он бы жил всегда лишённый второго родителя, что не есть вообще-то нормально, да? Но, в общем, точно выше одного я бы не поднялся. То есть в нынешних... Сергей, ты не можешь рассчитывать в нынешних... Один был абсолютный... На второго человека. И только заставивай его, только под принуждением. У нас слишком свободное общество. Ты не загонишь людей в рабство обратно. Женщина стала свободной. Хотим мы этого, не хотим. Мы не загоним её обратно. Не загоним уже. Да зачем загонять-то? Я же разберу человека. А как ты собрался заставлять жить её в браке с другим человеком, если она не хочет? Я не заставляю заставлять. Она не хочет, она не живёт. Ну, а наказание за развод, наказание этого... Да, ну, естественно, она... А зачем её наказывать? Затем, что она приобрела статус специальный, который должен был, грубо говоря, я сейчас буду упрощать, чтобы сжато излагать, чтобы не повторять всю эту тирану. Мы хотим производить более качественных людей и в больших количествах. И для этого люди получают специальный статус и специальные средства. Если человек факапит это своё, то есть, грубо говоря, он взял на себя определённую, то есть, не знаю, можно сравнить примерно так. Из-за некого круга равных людей, одного выбрали и поставили начальником отдела. Его поставили для чего? Для красоты? Нет. Его поставили, чтобы он делал определённые вещи, которые другие делать не могут. Он должен там больше понимать всех каждого по отдельности, он должен руководить процессами между ними, он должен больше всего видеть. Если он со своей задачей не справляется, на кой хрен он там сдался, на кой хрен он занимает эту должность, на кой хрен он получает повышенную зарплату, на кой хрен он имеет власть над ними? Он там не нужен. Его нужно выгнать и какого-то другого вместо него взять. Абсолютно та же система. Люди получают специальный статус, это типа должность специальная, она подозревает повышенную ответственность, повышенные бонусы. Если ты эти обязанности свои не выполняешь, эти бонусы тебе не положены. Точка. Чего тут? Нет, ну отлично, мы назначили минимальные алименты от государства женщине за ребенка. Она отказывается от ребенка, отлично, все, она теряет эти алименты. Какой вопрос? Ну все, я с этим посогласен. А в тюрьму сажать там или как-то камнями подбивая? Нет, во-первых, я вот между прочим сейчас можете про протокол посмотреть, ни разу не сказал ни просажать тюрьму, ни прозабивать камнями. Я просто не понял, что ты имел в виду, что за статус она теряет. Если она теряет полторы тысячи алиментов... Как минимум она должна... Главный капитал... То есть я-то вижу, что слагаемое должно стать из двух вещей. Главное, что в наших условиях в этой семье нужно дать. Ей нужно дать жилье. Это очень много. Это для многих людей проект всей жизни. Получить достойное жилье для большой семьи. И второе, они должны получать финансовую поддержку на то, чтобы заниматься тем, чем они занимаются. То есть ребенок, каждый следующий ребенок увеличивает доход семьи. Увеличивает, а не уменьшает. Ты же понимаешь, что она провалила экзамен, эта женщина и эта семья. Она провалила экзамен тем, что... Это жилье он не купил. То есть в рамках капитализма, в котором мы с тобой живем сейчас, и вообще Павел Иванович, если не больше живет, не имение своего жилья, это просто фейкап. Это значит, она уже не может ориентироваться в этом мире нормально. И этому человеку, который уже провалил экзамен, ты начинаешь давать детей, разрешать... Я... Вот тут я не согласен философски категорически, просто отталкиваясь от логики. Вот в идеале у нас кто должен вступать вот в такую семью, семью, настоящую семью? Кто это должен быть? Это должны быть человек, не знаю, там, со стажем 15 лет, с двумя высшими образованиями, там, со стажировкой зарубежный кандидат наук, который уже седина, у него седина в бороде. Или это должны быть люди, которым примерно так, ну, примерно, я так смотрю в голове, так, ну, им 18-20 лет примерно должно быть. Вопрос, откуда у 18-20-летнего человека должна взяться жилплощадь на трех детей? Правильный ответ, у нормального человека ниоткуда. Она не может у него взяться иначе, как от родителей. Я категорически... Дорога родителей на себя берет государство в этом вопросе, и все. Больше никак. Я категорически не согласен. Почему? Потому что люди, там, 18-25, там, до 30 лет не в состоянии, большинство, я сейчас, заводить семьи и нормально вести... Нам не нужно большинство. Нам не нужно большинство. Для начала, для эксперимента, оно не нужно. Нужно, наоборот, ограниченное число отобранных людей. Выделите область какую-то там в России, там, Легора, ты проведите эксперимент, передачем это все на всю Россию все... Если бы я, как стану царем, так сразу и проведу. Я понимаю. Я же не к тебе напрямую прощаюсь. Мы сейчас в Вселенную говорим. То есть, ну, если хотите, попробуйте. Я примерно знаю, чем это закончится уже и так. Потому что это было уже не раз. И к чему это приводило, это уже известно. Но если хотите, еще раз поэкспериментировайте. Я таких экспериментов не знаю, честно говоря. И все, что сейчас про Израиль рассказывали, я нахожу множество различий. Так что я бы не стал. Где такой эксперимент был, я про такое не слышал. Если людям все давать и ничего не делать, за это с них не брать, будут вырастать инфантильные люди, которые... Ну, как не брать? Я же сказал, что на них будут требования и серьезные требования. Да как они эти требования могут удовлетворить, если они это же не заработали? А если они не прошли через эту систему? Понимаешь? Вот ради 18 лет, вот ты такой красивый, выходишь, ничего не умеешь, тебе квартиру дают, детей делай. А как делать? А как с ними жить? А как их воспитывать? У тебя нет ни опыта, ни жизни, ничего. Женщина еще как-то могу понять, если она там с мужчиной тридцати, сорокалетним, который уже по жизни походил. Она там с него перебирает схему поведения, там с его знакомых и так далее. А вот ты бабой им по 18 лет. Я смотрю на современных 18-20 лет, и что? Они вот с хайерами ходят, там с ногами, с маленькими носочками. Нет, я разве против? Если человек ходит с хайером, пусть ходит с хайером. Нет, мне, что это с хайером? А где ты найдешь этих детей? Это только по залету. Вот вся твоя программа, она будет располагаться, по идее, только она закончится на залете. Вот и все. Вот залетели они в 18, вот так, давай им жилье. А потом, если ничего не выйдет. Нет, а залет, это будет, у них будет незаконно рожденный ребенок, так что нет, залет не получится. Нет понятия, это уже законно рожденного, незаконно рожденного. Ну, как это нет, я же сказал в Доно, что я его ввожу. Это же была моя, вся идея была, что люди как бы разные у нас. То есть на сорта будем делить? Ну, в общем-то, да. А сейчас они еще не делятся на сорта, детдомовские и не детдомовские. Это не сорта? Сорта вполне себе. Вы когда будете искать себе потенциальную пару, вы будете себе искать детдомовскую девочку? Ну, для длительных планов. Или вы знаете все про этих девочек, предполагаете. Что это очень высокорискованное положение. Часто при каких девочек мы делимся. Ну, в общем, да. Так, ладно, я просто напоминаю, у меня дедлайн 22 часа. Давай другие мы поговорим. Очень высказалось. Алексей, это была вторая рука или это уже новая поднятая? Не-не, у меня буквально 3 минуты, если можно, не по теме. Ну, давайте, Лан, только. Может, хотя бы по-русски. Я буду очень коротко. Вы в своих видео очень часто говорили про Уоррена Фаррелла, и случайно обнаружили его книгу. Я сразу это самое купил. Я сам рос без отца. И более того, он умер за 2 месяца до моего рождения. И до 25 лет тема отца была табу. Я, короче, восхищен этой книгой. Связался со своим одноклассником. Он член мужского движения в Красноярске. И, короче говоря, если ему понравится, он ее рекламирует. Вот. Большое вам спасибо. У меня все. Да это, в общем, спасибо подписчику, который мне прислал сейчас. По памяти просто, пардон, имя не помню, кто мне прислал. Прислали именно сначала ссылку на саму книгу. Мне заняло время, собственно, установить, что это вообще она ли это. А потом еще и скриншот прислали из альтрунной книги, что установили, что таки да, это таки она. Так что, в общем, да, Ворон Фаррелл вышел. Надеюсь, что там перевод хороший, потому что я ее на русском не читал, честно. Перевод хороший, и читают отлично. У меня все, спасибо. Ну, отлично, супер. Так, Дмитрий. Да, я тогда... Я, знаете, что, Сергей, какая у меня появилась идея? Вы, случайно, не знаете Сергея Эдуардовича Михайлова? Ну, вот так с лету имя не навевает ничего. С какой области? У меня просто возникла такая вдруг мысль. Я не так много блогеров смотрю, и я вот смотрю Сергея Эдуардовича Михайлова. И я почему-то вдруг, у меня в голове сплыла мысль, что если вы бы смогли с ним сделать какую-то совместную передачу, для меня было бы это суперинтересно. Я бы с огромным удовольствием посмотрел. Потому что он, во-первых, интересуется демографией. Во-вторых, мне кажется, что он мог бы что-то сказать по поводу закона о семейно-ботовом насилии. У меня есть подозрение, что он в этом разбирается, откуда все это идет. То есть, может быть, он как бы прямо об этом бы и не высказался, но какие-то намеки мог бы дать. И что это за человек? У него есть свой канал на YouTube. Там полторы тысячи подписчиков. И в этом плане, мне кажется, вы с ним как бы в YouTube в одной весовой категории. И он вообще, мне кажется, был бы расположен бы общаться с какими-то блогерами, такими не очень крупными. Что он за человек? Он был губернатором Псковской области в течение двух сроков, в 90-х. После этого, кажется, он какое-то время работал в администрации президента. И одно время он состоял в Совете министров Донецкой Народной Республики. Ну, я к тому, что я какой-то серьезный человек. Но можно попробовать, не знаю, если мы сможем. С точки зрения, конечно, это его как бы так регалии. Это, конечно, суперсерьезный человек. Но как блогер, мне кажется, вы с ним в более равной категории. У вас как бы у канала даже намного в разы больше подписчиков, чем у него. Мне кажется, он такой в этом плане демократический человек, готов как бы с разными людьми общаться. Я как бы не утверждаю, что он захочет. Но если бы удалось бы организовать какое-то интервью или какую-то коллаборацию, я бы с огромным интересом посмотрел. Если несложно, можно прислать мне на e-mail ссылку на канал и на URL. Я там попробую связаться. Во-первых, посмотрю, что он, собственно, делает обычно. А во-вторых, попробую написать. спрашивают, что за книга, я ссылки кидаю в этот самый. На английском языке называется The Boy Crisis Уоррена Фаррелла. А тут товарищи помогли найти, и оказалось, что она вышла на русском языке, но под совершенно другим названием и даже с помененным автором. Вот так. То есть, если бы меня не прислали, я бы никогда не догадался, что эта книга, это она же. Но по факту это она. Так. Сергей, я сейчас в чат отправил ссылку. Это достаточно или на почту продублировать? Лучше на почту, да. Здесь потеряется. Чат не сохраняется. Здесь чат. Так. Так. Могу Сергею передать слово, да? Да. Так. Сергей, прошу. Еще раз вечер. Добрый всем. Послушал я дискуссию по поводу города Садок, мысль, которую вы сказали, вы, Сергей, это, конечно, все здорово, но это, наверное, быстрее из области антиутопии. но я хотел рассказать по другому поводу. Слушая более молодых коллег по полу, потому что, ну, наверное, не там рады, не собратья, потому что слишком разные мировоззрения, ну, просто даже не знаю, что сказать. я, честно говоря, в легком ахуе, потому что это слушает, что люди говорят, насколько люди, сейчас я попробую сформулировать, насколько люди уже распропагандированы и насколько они уже согласны быть рабами с криками «дайте только пожрать» и ничего с нас не спрашивайте, и мы уже, нам не нужны ни дети, ни семьи, никто и ничто, что, в общем, как бы, и, причем, эти люди считают, что они как-то борются за свои права, уже превратившись абсолютно в рабов, абсолютно в рабов, даже не задавая себе вопроса, для чего жить, ну, я не знаю, а зачем тогда бороться, ну, знаете, ну, тогда, ну, в общем, можно ходить, жрать котлеты, как бы, иногда где-то там на солнце свой зад греть, ну, вот, в общем, отрыв меня, честно говоря, берет от того, что, вот, я слышал от более молодых товарищей, послушайте, ну, а зачем они нужны, послушайте, а вы вообще не задумываетесь о том, что, если не нужны они будущие, то и вы тоже не нужны, и ни у кого не возникает, просто какая-то, какой-то, какой-то кругозор носорога, да, который, если три секунды спрятался за дерьмом, и он не видит цель три секунды, он забывает, куда он бежал, да, неужели вы не понимаете, что если не нужны они будущие, и вы тоже не нужны. Вы в этой очереди уже стоите первыми. Первыми вы стоите в этой очереди. Дальше стоят женщины и дети. А вы говорите, не, не нужны. Нафиг не надо. Блин. Люди вообще не понимаете, что, говоря о том, что есть какие-то лишние, есть какие-то территории, есть какие-то ненужные сантехники, да? Что блогер, оказывается, лучше сантехника. Блин. Вы чего? Да вы же в этом списке уже первые у стены стоите. Вы стоите в этом списке, и вы тоже уже не нужны. И вам уже из каждой щели, из каждого утюга говорят о том, что вы не нужны. Нам разрешили ездить в Польшу, работать, мыть унитазы и работать в Убри. Счастье великое! Ядрена, матрена, счастье великое! Слушайте, ну мы уже просто на уровне орангутангов, да? И если нам дали пожрать и хватает двадцатки евро на то, чтобы прожить два-три дня с сытым желудком, и это уже счастье, и в общем дети не нужны. Ну, не знаю, в общем, по большому счету, да, у нас интересная дискуссия, демография, но в общем, по большому счету народу, уже даже не то, что правителям, а самим народу, самому народу, и этим мужчинам уже, в принципе, уже даже продлиться не хочется, да? У них такой горизонт планирования, что в общем, по большому счету, там и горизонта-то нету, да? Пузо набил, зад погрел, и в общем, хорошо, если бабу дадут, да? Слушайте, вам сегодня бабу не дадут, завтра родить не дадут, а послезавтра и жрать не дадут, а потом к стенке поставят. По одной простой причине, потому что, если вы думаете, что будущее не нужно, то и вы тоже не нужны. То есть, я просто бахаю от того, насколько люди уже распропагандированы и согласны быть ласковыми рабами, вот в этом ласковом геноциде, вот в этом вот, 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 вот в этом тотальном уничтожении, да? Им комфортно, им нормально, им хорошо. Нету слов просто, нету слов. Послушайте, вот неважно, сколько машин ты купил, да? Неважно, сколько ты, я не знаю, там, круизов совершил. Послушайте, кроме, кроме детей, вот кроме детей смысла больше в жизни нет, потому что все мы жрем, гадим, дышим и потом умираем, превращаемся в навоз, да? И единственное, что остается, это только дети. И мне просто удивительно, и люди так, а нафиг надо? Да мне хорошо, да главное, чтобы бабы давали, ни за что ответственности никому нести не надо. Этот налево сходил, хорошо, этот направо, тоже неплохо. Дети, нагрузка, люди лишние, территории большие, пустили меня в почву, не та замыть, счастье великое. Господи, люди, вы че? Вы прям даже ниже, чем на самом нижнем уровне пирамиды масла и рады до усеру тому, что вам просто дали набить пузо. Фух, ужас, ужас. А какой демографии вообще-то, да, вообще можете дичь? Не знаю. Этот народ встал на путь самоуничтожения. И, в общем, счастливо и с флагами, и под барабаны туда бежит довольный и счастливый. Сантехники не нужны, блогеры нужны. Ну-ну, давайте. Эти блогеры отняли жизнь у вас. Я не против вас, Сергея. Я, в общем, говорю про все эти там потанцевал, жопой потряс, там, я не знаю, челлендж выполнил, еще что-то. Фух, мрак, мрак, извините. Очень эмоционально, но я просто в ужасе, да. Я понимаю, насколько велика и страшна трагедия, насколько люди уже распропагандированы, насколько у людей отнята душа и понимание, ради чего вообще не эту землю топчет. Извините, если кого-то обидел. Сори, я все. Ну, спасибо. Для некоторого смягчения ситуации, хочу сказать, что я, например, по своему плану и не планировал никого туда загонять силой. Меньше всего там нужны люди, которые там, как бы, ну, у них душа к этому не лежит, и они действительно честно спрашивают, а зачем? Возможно, кстати, как раз, когда люди будут, ну, проходить отбор, чтобы в такой попасть структуру, они должны будут рассказать на подробном собеседовании, то есть, скажут, а зачем вы туда хотите попасть, чтобы что? Как вы видите, как на работе спрашивают, кем вы видите себя там через пять лет, через десять, через пятнадцать, через двадцать. Очень логично в такой момент спросить человека там, а кем, что вы видите там через год, три, пять, десять, там, пятнадцать, опишите, зачем вам все это нужно? И человек должен будет, в общем, ну, объяснить, зачем ему это нужно. Примерно можно сравнить, наверное, с чем-то это можно сравнить с лотереей на грин-карту, только не лотерея, когда это случайно разыгрывается, это неинтересно. А именно, когда вы подаете некую анкету, там, да, по ней считается некий рейтинг, потом собеседование там, да, и вас, в общем, прогоняют через, там, то есть, вас оценивают, не просто там, что вы решили к нам приехать, и слава богу, нет, там они отсеивают, там, там, за это баллы начислили, за это отняли, там, ну, должны быть, как бы, вещи, которые однозначно полностью отсекают человек, все, ему тут делать нечего абсолютно. Если человек не сможет объяснить, зачем ему это надо, я думаю, ему там просто нечего делать, зачем, он там не нужен. Наоборот, появится проблема, что туда захотят попасть люди, которым это, наоборот, душа не лежит, но они решат, что, типа, о, это легкий способ, сейчас мы там что-нибудь там быстренько сварганим и устроим. Вот вся система должна быть так устроена, чтобы она таких людей, во-первых, по возможности, не допускала, должен быть барьер, а во-вторых, если такой человек обнаруживается, и, ну, понятно, что вот именно вот он такой, как бы, да, или даже честный вариант, он честно думал, что вот это он будет делать так, 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 но прошло, не знаю, там, 10 лет, у него что-то там не сложилось, или там, не знаю, взгляды поменялись, и он решил, что, ну, я больше это не могу. Ну, как бы, не можешь, значит, не можешь, двери там, что. Типа вот, как в этих показывают, на тренировках спецназа там, типа, висит рельсина, там, и молоток, там, да, подошел, три раза стукнул, все, ну, как бы, ты же знаешь последствия юридические, все, все, вон, рельса висит, колокол в центре висит, три раза позвонил, все, и народ спрашивает, говорит, в народ наши кухонные разговоры будем выкладывать, ну, вы напишите там, в чате там, или кто сейчас будет говорить, вы не против, если я это опубликую широко? В принципе, и так нас может сейчас смотреть неограниченный круг, ну, их мало людей, и кто-то даже, может быть, и пишет, в общем, но никто не мешает нам и самим выложить. Вроде Zoom пока все записывает. Сейчас какая-то у меня еще была мысль. Да, я, собственно, по поводу детей, детей. Эта вещь, на самом деле, как бы, культурная, мне кажется, и культурная именно в том смысле, что это приобретается, ну, через личный опыт, и невозможно, как бы, научить рационально, мне так кажется. Это какая-то вот, ну, не знаю, это... Постман говорил, ну, и там, Постман очень любил это повторять, типа, что вообще сама идея детей, она включает видение будущего. Типа, что вот человек взрослый, он, как бы, имеет понятие о прошлом, настоящем и будущем. И он видит, как бы, вперед, смотрит вперед. И, как бы, если у человека нет этого видения будущего, то, как бы, автоматически из этого видения и дети тоже исключаются. Типа, как бы, это одно из свойств взрослого человека, что вот у него есть некий вижен, как бы, да, как он... Мне нравится его очень фраза постмановская. Дети – это живые послания, которые мы отправляем во время, которого не увидим. Вот, собственно, желание послать туда какое-то послание. Я не думаю, что это можно объяснить как-то рационально, или этому научить. Нет, наверное, только из наблюдения вокруг. Человек может понять, что вот, ну, я этого хочу, или там, а я этого не хочу. Тут совершенно... И бывает, что это совершенно из разных... То есть, бэкграунд, как бы, он, конечно, подталкивает к определенным взглядам, но все-таки не гарантирует их. Например, люди из многодетных семей часто не хотят заводить себе многодетную семью. Ну, в том числе, наверное, из-за условий, в которых они жили. И наоборот, люди, которые выросли, там, не знаю, в одиночку, и у них не было ни брата, ни сестры, они начинают гиперкомпенсировать, там, и у них, наоборот, многодетная семья. Может, потом уже... То есть, тут, короче, комбинации может быть масса всяких. Но, как бы, для моей идеи, которую я пытался изложить сегодня, что это именно что-то добровольный отбор. Этот человек должен хотеть, а не мы его должны заставить. Даже, скорее, наоборот, люди, которые будут собеседовать туда, на мой взгляд, они должны, как бы, пугать. Они должны описывать, что, какие будут последствия в случае, если вы согласитесь. То есть, ну, не знаю, типа как рекрутер в армию, там, не знаю, или там, в спецназ. То есть, типа, мы, конечно, тебя рекрутируем, но ты, типа, ну, ты же пойми, куда ты идешь-то, в общем, да? Вот. А потом уже решай, надо тебе оно или не надо. Как-то так. Так, я так понимаю, Максим хочет Алла-Верды сделать. Да? Олег? Да. Ну, я не обижаюсь на СС, даже в каком-то смысле согласен с ним. Просто у меня такой к нему вопрос. Я-то понимаю, я знаю ответ на него. В принципе, я уже сказал, что дети не нужны в таком количестве, люди не нужны в таком количестве. Если бы они были нужны, они бы делались. И государство бы делало все для того, чтобы делались. Не делало бы МИД, а делало все, возможно. И это двоя разная большая разница. Потому что нельзя выйти в народ и сказать, ну, вас надо взять меньше. Потому что оно как бы не поймет в силу своего объективного социума, такого бесценательного. А у меня вот такой вопрос. А как вы собираетесь? Вот эту всю молодежь, которая, в принципе, больше склоняется таким взглядом, как у меня. Они видят, что свободная жизнь – это нормальное количество денег. Это, в принципе, можно жить в однушке, надо копить на двушку. Или там даже где-то снимать с кем-то, это дешевле будет. Или там даже жить с родителями, как в моем случае, например. Это поездки, если любят поездки. Это гаджеты. Да это просто свободное время, которое можно уделять только себе. У многих есть ребенок. У многих ребенок есть у кого-то родственника. Вы видите, сколько это занимает времени. И каким образом вы будете вот это все, что я назвал, рассказывать тем людям, которые сейчас растят. И те, которые частично или полностью мои идеи впитывают. А зачем рассказывать? Я и не собирался ничего рассказывать вообще. Раньше как большая разлюдаемость была. Потому что в целом из социума шел такой тренд, что нету детей, детей плохо, вокруг тебя все с детьми были. Или полный цемь в каком-то смысле. И это как бы рекламировалось. И сейчас реклама прекратилась. Она прекратилась. Ну, извините, бигборд на праздник какой-то, мама с ребенком, это не реклама семьи. Это должно идти со всех степеней общества. То есть на каждом уровне. А этого не происходит. То есть как вы вот... Мы даже не вопрос ни в деньгах, ни в квартире, ни в чем. А вопрос в том, а как вы вот это голову этим молодым людям, которые вы растут, вложите. То, что они должны делать детей. Или там много детей, а не одного, например. И у них на одних местах свободная жизнь, беззаботная, прекрасная там смена партнеров, весело, красиво, классно. А на второй стороне вот эти ваши обязанности, или, как Сергей говорит, экзамен, который готовится, еще что-то, еще что-то. Да, есть осознательность общества. Она там плюс-минус 10%, 20% в зависимости от общества. Я не понял вопрос. А зачем им это объяснять? У меня этого в планах вообще не было. Нет, я не Сергею, я ССС в ответ. И он как бы возмутился и сказал, что вот такие вот все безответственные, беденужные. Да, мы такие безответственные, мы такие ненужные. Мы в тиктоках сидим, смотрим, как люди прыгают на голове. Вот это поколение растет. Как вы это поколение загоните там в семью, загоните в... Так нет, тут я уже, опять же, к своему плану сажаю. Зачем его загонять-то? Правильно. Оно бесполезно с точки зрения воспроизводства. Вопрос второй. А зачем тогда унывать по этому поводу? Видно, что боль у человека, у него боль, в том, что он... Вот его поколение, оно было другое. А это другое, иначе, типа, это неправильное какое-то поколение. Как бы, а в чем оно неправильно? То есть, что оно должно быть? У них такие идеи, они выросли на них. Ну, нет, я могу попробовать рационализировать. Я так, ну, так, как бы, сейчас я гадаю, конечно. Но логика, например, следующая. Человек, который против детей, как бы, своих, он, как бы, автоматически получается... В общем, он не понимает, зачем дети и у других тоже. То есть, дети для него, получается, нагрузка. Ну, и мои дети тоже. Даже если он сам не хочет, но как бы, ну... То есть, он не поддержит ни законы в эту пользу, ни там бытовые условия, которые для этого должны быть, ни какие-то там льготы, которые всем этим семьям понадобятся. Он ничего этого не поддержит. И будет сопротивляться им даже. Я не знаю тех семей, где ребенок именно осознанно был рожден. Именно осознанно в каком смысле? Не то, что по залету, а то, что вот с теми вот мыслями, которые ты говоришь, что личность воспитать, вот воспитать личность. Я знаю эти семьи, которые по залету, и я знаю эти семьи, которые, вот, знаешь, я как бы не знаю, куда себя пристроить. Я хочу быть в обществе как-то плюшки получить в том плане статуса социальной. И я мама стану, или папа. Вот это я знаю. Куча примеров. А вот этих осознанных, которые ты говоришь, я их не вижу. Может, они где-то есть. Я их, честно, знаю тоже очень мало. Таких семей, но я их, тем не менее, знаю. И, собственно, мне достаточно, чтобы их было мало для начала. Сергей, их всегда было мало. Осознанных было всегда мало. Просто эти... Был тренд в обществе. И этот тренд развелся по всем этим. И плюс в советское время еще, да и в Российской империи, да и до этого, было мало развлечений. До три канала. Что там было? Черный лебедь. И что там еще там у нас было? Людям есть чем. Вот сейчас даже в Москве там или где-то электричество выключается, количество рождений через 9 месяцев увеличивается. Вас не коррелирует это ни с чем? Как бы. Я вам напрямую скажу. Вот так вот. Если нет развлечений, занимаются сексом, забыли презеровать и получился ребенок. Вот и ответ. Все. Вот так появляются сейчас дети. Хотите демографию поднять? Отключите в Россию на месяц электричества. Все. У вас в следующем году бум будет. Вот вам простой вопрос. Честно говоря, это как раз пример насильственного загона. Я вот, например, против. Я считаю, что, грубо говоря, будущее, которое я нарисовал, мне такие вот родители, которые стали родителями из-за того, что свет выключили, они мне как царю нахрен не сдались. Сергей, лучше сейчас. Лучше пусть оставьте лучше себе своих детей. В теперешнем тебя окружают 90% таких людей. Ну и пусть. Так мне на первом этапе не нужно много. Мне нужно, не знаю, сделать вот там пару городков под Москвой, пару под подниками, пару еще вокруг городов-миллионников. А где, а с твоими мыслями, демография никогда не подешится? Здесь же, я так понимаю, вопрос демографии ставится, как решить эту процент, выйти на 2.16 или 2.15. А твоими вопросами покрывается только 10% в этой демографии. Потому что это осознанная вещь. А 90% это не покрывается. Идея в том, что это же начальный план. Начальный. Идея в том, что они должны расти, эти штуки, они должны разрастаться. Это, по крайней мере, план, который может быть, если его правильно проводить. Куда он будет расти? За 60-70 лет он должен, ну я объясняю откуда. Люди, которые танцы, шмансы, обжиманцы и один ребенок РСП, у них будет убытие. Ну как бы просто физически они будут убывать. Потому что у них в их среде коэффициент рождаемости еще ниже, чем средний по стране. Он может вообще будет 0, что-нибудь там ниже единицы. А в среде, которая вот в этом анклаве, там должна быть рождаемость ну 3 и выше быть. Так что они просто естественным образом, если даже просто их продлить по времени, то просто естественным образом одна будет убывать, а вторая будет расти. Даже просто механически. Единственное, что нужно не допустить, нужно не допустить перетекания из вот этой вот узкой группы в широкую. Вот это нужно не допустить. Но это нужно как бы правильно строить уже баланс, что называется, про и контра. Это уже вопрос для управления. Тут нужно будет на местах смотреть. Может зависеть будет, например, даже от местности. Вот в одной местности там такой-то фактор будет большее значение иметь. В другой местности там другой фактор большее значение иметь. Так что нет, я совершенно против загонания там выключения света. Ой, и даже запрета на алкоголь. Мне кажется, это очень странно. Это типа не у вас родители, которые детей воспитывают, а государство становится им родителем, который им объясняет, что пить нехорошо, а вот эту бяку в рот не бери. Меня, честно, даже несколько пугает родитель, который стал родителем, потому что он ушел, увидел плакат и увидел на нем, как там изображено в виде рекламного постера какой-то светлый момент из родительства. Ну, если человек на это среагировал, потому что я плакат увидел, у меня, честно говоря, в общем, сомнения будут по этому поводу. Может, даже это будет один из отборочных вопросов на собеседовании. Будут спрашивать, а вы, случайно, не из-за того, что на плакате увидели вот там светлые там образы такие? Если он скажет, что да, скажет, вы вряд ли нам подходите. Сергей, и в ответ еще СС, уже там последний, передадим дальше микрофон. Я не хочу, или, по крайней мере, данный момент, не хочу иметь детей, как раз потому, что я осознанный человек. Я понимаю, что за этим стоит. Я понимаю, насколько трудно воспитать личность, насколько нужно и материально, и интеллектуально, и во временные затрат туда внести. Я осознаю это. Именно поэтому я это не делаю. А меня хотят, как бы, ну, может быть, я не так понял, меня хотят тикток-блогеры записать, которые там кривляются, и головой скажут, и все хорошее. Я не делаю то, то, что пробланируют эти процессы, другие, потому что я понимаю груз ответственности. Я понимаю, но тут весь смысл-то в том, что, как бы, нужны-то люди, именно те, которые готовы пойти на этот, там, на риск, да, и попытаться, грубо говоря. Если человек не готов, то зачем? Осознанных людей вообще мало. А осознанных людей, которые еще и решатся это сделать, вот тут мне поищи их. Я на это посмотрю. Я могу сказать, что, ну, во-первых, сейчас просто даже есть какой-то маленький, но просто процент многодетных семей. И, конечно, из них есть часть, у которых просто свет выключали. И часто выключали свет, и поэтому у них много детей. Боюсь, там очень большая. Но среди них есть и другие, я думаю, люди, которые не потому многодетные, потому что у них свет часто выключали в доме. Думаю, что такое тоже бывает. Процент крайне низкий, даже из этих всех. Я так скажу, если можно было бы начать, допустим, просто реалистично рассуждаем. Сейчас предположим, для грубости, для расчета в Москве, скажем, 10 миллионов человек. Вот какой должен был бы быть первый эксперимент, анклав? Ну, не знаю, речь идет, наверное, о нескольких десятках тысяч человек. Где-то, наверное, сколько, интересно, живет в одном каком-нибудь Бристоле народу. Ну, допустим, тысячи две-три, наверное. Можно было бы начать, скажем, с трех таких городков, допустим, тысяч по, там, допустим, по пять, не знаю, или там пять тысяч не бывает в таких городках. Не, ну, примерно. То есть, я к тому, что вот такие цифры были бы нужны для начала, чтобы понять, живет эта система вообще, насколько она привлекательна, там, смотреть. Но она очень маленькая. Почему? Пример, вассирионцы, посмотрите, стрелы, это Юра Слава Дягарева последняя сообщина. Это не то. Это всякие телевизионные общины, это нет. Да там религиозность, ты смотрел или нет? Я не смотрел, но просто я не хочу про сектантов ничего. Там религиозность, Сергей, посмотри, там религиозность 10%. Там адекватнейшие люди. Я тебе еще раз объясняю. Там, не знаю, от какого-то атеиста больше про религиозность выше, чем от тех людей, которые там рассказывают. Они адекватны полностью. Посмотри, как у них это происходит. Там средний уровень образования и чего-то выше, чем, не знаю, чем в Москве и Питере. Теорий образования тут ни о чем не говорит, потому что вузы это один из рассадников самой вот мерзотины и в смысле установок жизненных и в смысле поведения. Так что тут я бы не стал это, например, с образованием жестко завязывать. Мне кажется... Ну, я имею в виду в целом. Не обязательно это какого-то экономического университета Москвы, который там спонсируется из США и Вашингтона. Я тебе прав в целом какой-то там, не знаю, преподатель техникум какой-то, который там инженер какой-то, который там гидропромышленностью занимается. Вот такие люди, я тебе про таких говорю. Вот там вот такие люди. Там вот такие вот люди делают семьи, о которых ты говоришь про другое детей. Понимаешь? Ну, таких на всю Россию одна деревня, Виссарион. Одна деревня. Да, там... Ну, так это же и не было государственной программы. Я говорю о государственной программе. Да не будет такого. Ты не знаешь, как государство делает. Она делает для галочки. Причем тут будет-не будет? Я же не говорю, что будет, а завтра и не будет. Это должно быть снизу. И то, смотри, они даже виссарионовские, у них еще там недавно было, ОМОН туда пришел. Они только вот этот чак увидели, который росток жизни, там где-то все, что ты назвал, оно произошло. Они как коршун налетели. Всех, кто там за управление отвечал, отобрали. Сейчас уже полтора года там судебный экспресса сидит. Только в одном месте... Нет, политику современной власти я и так знаю. Что? Мы же не про это говорим, что я не знаю политику, я ее наблюдаю давно. Ну, то есть как бы тут даже не вопрос в том, что государство будет действовать. Оно даже запрещает то, что люди сами сделали. Ну, естественно, оно запрещает, потому что у них и цели другие, и видение другое. Тут без сомнений. Я к тому, что на всю Россию одна такая появилась, и то ее пытаются забить. Ну, понятно, да. Так, у нас 11 минут осталось. Господа, давайте дадим слово Владислав. Владислав с нами. Алло, слышно меня? Да, Владислав, если можно, в 5 минут уложитесь, потом у меня в 10 часов прям все уже. Всем добрый вечер. Я, ну, у меня, наверное, больше и не получится, потому что проблема кажется такой необъятной, что даже непонятно, с какого края к ней заходить. Я просто, может быть, в двух словах скажу... Я уже вижу, что у нас, вероятно, будет продолжение, так что, наверное, будет часть вторая. Мы эту переварим, выложим ее, посмотрим комментарии. Кстати, один из пунктов, который я хотел как раз сказать, это то, что хотел предложить продолжить тему еще. И, может быть, в дальнейшем... Потому что, как мне кажется, нужно тут структурировать проблему, разбить на какие-то более мелкие вопросы и как-то поэтапно это все решать. На какие-то конкретные вопросы отвечать, чем вот так в целом решать проблему. Ну, полностью. Вот, это одно. Второе, то, что... Вот, из последнего, да, то, что прозвучало, возникло два таких вот оппонента, Максим Михайловский и... Сергей, да. Вот, по поводу того, что там дети нужны, не нужны. Я вот хотел сказать, вот, что с моей точки зрения, ну, как бы, они друг другу, собственно, не противники, как мне кажется, в том плане, что Максим, он рассуждает с той точки зрения, вот как есть сейчас и с точки зрения текущего момента в тех условиях, в которых мы в данный момент находимся, то Максим, наверное, прав. Ну, как я, я так считаю, я так думаю, что в этих условиях действительно не нужны люди, не нужны дети и, ну, и все отсюда как бы вытекающее. Но в то же время и Сергей как бы прав, то, что если рассуждать с той точки зрения, как есть сейчас и не стремиться ее как-то исправлять, то, ну, как бы действительно тогда все тушим свет и все по домам. А по поводу предложений каких-то рецептов, как бороться с проблемой демографии, да, ну, я, наверное, вряд ли что-то могу предложить, тем более, что мне не совсем понятно, для чего вот мы сейчас это, ну, как бы пофантазировать просто, это да, конечно, можно, интересно, а как бы предложить что-то реальное и есть ли у нас такие какие-то реальные возможности что-то исправлять, ну, тут есть большие сомнения, поэтому как бы трудно вот исходя из этого, если мы реально, да, хотим что-то изменить, то вот здесь нет у нас просто каких-то возможностей, видимо, хотя пытаться, конечно, нужно, пока мы пытаемся, наверное, пока остается надежда и пока есть вот эти люди, которым это все не безразлично, и вы вот Сергей тоже, это как отдушина какая-то что ли, как, не знаю, вот, но единственное, что я мог бы со своей точки зрения, со своей колокольни, как говорится, не то, что предложить, а вот как я считаю, да, я считаю, что вот и Максим, по-моему, нечто вроде этого озвучивал, что те люди, которые в данный момент живут, ну, в большинстве своем, я не знаю, сколько это будет в процентах, но, наверное, подавляющее большинство, это люди, ну, как сказать, испорченные, не испорченные, ну, не знаю, какое слово тут правильнее подобрать, ну, на них надежды, как бы, мало, нету надежды на этих людей, и с этими людьми, ну, каши не свапишь, ничего не сделаешь, какие там способы не предлагай, просто вы будете иметь дело именно с этими людьми, которые уже ни к чему не пригодны, вот, и, ну, наверное, слава Богу, это еще не абсолютно, как бы, не все люди такие, поэтому, как бы, моя точка зрения, то, что те, кто еще чувствует себя отличным от этого большинства испорченного, ну, мне кажется, они должны каким-то образом отделяться, абстрагироваться, что ли, не знаю, изолироваться от этого остального общества, нужно, ну, во-первых, как бы, сохранить в себе, да, то, что еще остается от нормального человека, ну, и объединяться каким-то образом, я не знаю, но уже, уже исходя из этого, там уже смотреть, что можно сделать, ну, наверное, как-то так, не знаю, насколько понятно и внятно у меня получилось изложить свою точку зрения, ну, ну, вот так, то есть, вот, то, что я хотел сказать. Благодарю, ну, я, по крайней мере, вижу, что у нас явно есть потенциал для второй части, как минимум, я говорю, надо будет посмотреть, проэксперсировать, я, собственно, изначально, когда сегодня ставил тему, то я как раз хотел, что, по возможности, я хотел, мне даже жалко, что мы на это время потратили, потому что мы, я хотел исключить анализ нынешней ситуации, потому что, ну, что мы про нее кто конкретно распоряжается, чтобы все было вот именно так, а не иначе, ну, и все, что мы не знаем. Я не просто так предлагал подумать либо про золотую рыбку, либо про волшебную палочку, то есть, ну, более реалистично, там, три-пять первых указов царя, грубо говоря, с утра. И, ну, кое-что сегодня прозвучало на эту тему, но, к сожалению, довольно мало. Так, Максим хочет еще где-то замкнуть. А можно, меня еще слышно? Да. А, вот, вы как раз напомнили, Сергей, тут тоже хотел сказать по поводу текущей ситуации. Вот я как раз не согласен с тем, что нам все известно. Вот это я тоже хотел сказать, но забыл. И, как бы, одно из предложений таких, что нужно как раз разбираться, ну, вот, совместными усилиями, что мы конкретно знаем о том, что происходит вот в данный момент, из чего, как, что собой представляет объективная реальность, кто игроки, как говорится, по каким правилам идет игра, и к чему она собственно говоря стремится. Мне кажется, мы как раз об этом не то, что совсем ничего не знаем, но знаем не все и недостоверно. И вот с этим надо разбираться, если мы хотим действительно какой-то выход найти, ну, реальный. Не, ну, я про такие вещи говорил, типа там, семейный кодекс, там, статистику рождаемости, там, не знаю, и все, что происходит на их и Москве, там, я про это говорил. Да, да, но там же там же все идет, как бы, они говорят, одно, а подразумевают другое, а хотят вообще третьего. То есть, вот нам надо разобраться, что, собственно говоря, происходит, за какими словами, какие понятия подразумеваются, и куда направлен, собственно, вектор основной. про нынешнюю реальность, конечно, можно, тоже отдельно, но я все-таки выделил бы это в отдельный топик. Так, Максим, хотелось что-нибудь сказать, или нет, это просто 4 минуты осталось? Добавлю, наверное, единственное, что может быть, как-то акцентировать внимание мировой демографии в целом, то есть, выйти за рамки России и посмотреть на картину в целом, что происходит на планете, потому что нельзя вырвать Украину, отдельно Россию и пытаться как-то привязать это. Мы все равно неотъемлемы от общей цивилизации, и у нас экономические и глобальные процессы так же самое двигаются. А мы, знаете, в деревушке какого-то СВ пытаемся что-то построить или пропорганизировать. Мы движемся в общем тренде. Тут надо рассматривать даже не Россию или Украину. Надо рассматривать весь мир, куда он движется и по каким критериям. Почему такая разница? Почему там сейчас в Индии растет, Африка растет, Европа, США падает? Проанализировать причины, проанализировать, кто куда это направляет или пытается направлять и так далее. Может быть, нельзя в рамках России отдельно и Украины решить этот вопрос по демографии? Может, надо расширить рамки? Это все пока не сомневается. Ну, подумаем. Ладно. Так, у нас осталось три минуты. Я так по плану в РАПАВ сделаю, да, потому что у меня сегодня, я сожалею, объективная реальность. Вот у меня реально меня ждет самолет. Так что у меня прям сейчас вот на такси. Спасибо всем, кто пришел. Я думаю, все-таки, что, ну, тем не менее, тема, то есть, ладно, у нас получилось там, может быть, путано там, и каждый говорил немножко о своем, но тем не менее, я думаю, что-то мы из этого все-таки вынесли. То есть какая-то такая коллективная рефлексия, пусть и с удивлением, да, там, ну, в общем, была. А это значит, что что-то мы, в общем, из этого все равно каждый почерпнул, наверное, из этого. Давайте попробуем с этим продолжить. Может быть, да. Я, собственно, у меня идея сегодня была именно попробовать рассмотреть что-то такое, чего наши вот, ну, органы власти до сих пор не сделали. Но что можно было бы сделать, и чтобы это было, ну, реалистично, да, не включало в себя там вторжение инопланетян. Или там, не знаю, выкапывание оливинового слоя, там, не знаю, там, пробивание до него. Ну, то есть, что-то такое вот, что можно было бы сделать за, там, разумное время разумными мерами. Ну, как бы, видимо, по крайней мере, каждый озвучил то, что у него, наверное, там, больше всего волновало. Про нынешнюю ситуацию, ну, можно, я предлагаю, если говорить про нее, то, наверное, отдельный под это выделить топик. Может быть, между вот этими выпусками, то есть, один выпуск все-таки сделать следующий про демографию, там, или... Между прочим, тут действительно тема марксизма косвенно касается, и по-хорошему, ее бы вообще-то все-таки нам, да, пройти, прежде чем переходить, потому что там уж больно интересные примеры были, которые вот этот вот лектор приводил из реального мира. Так что, может быть, где-то между ними надо вставить. Ой, надо чаще встречаться, да. Ладно, я подумаю об этом. Я, наверное, это самое выложу, в общем, нашу запись, если никто не возражает, то... Ну, если возражает, то напишите мне тогда на e-mail, пока мне все равно займет, наверное, там, день-два сделать. Вот, и... посмотрим на реакцию окружающих, что они там... что они там... наговорят. А дальше, может быть, уже на основе комментариев там и кручение пальцем у виска попробуем что-нибудь до второго порядка намутить. Ладно. Десять часов. Всем спасибо. До связи. Увидимся. Услышимся.